прядь вертерия ты мне предлагаешь жалко букашка ну бадма блин взаимно вертерия ну чё вы письки понапихали глаза ты уверен в этом а чё это где вы там с бадмой бадмундитесь а с членом ну давай разок но я его удалю сразу пока все посмотрят ладно блин а ты нашел алининг канал сейчас подожди во нет только не крик мужики пресс рамки ферс ворон думает что виновный в пропажах среди деревенских встречалась я с ним кверти давай кверти давай ебашь я готова правило скольки пяти секунд а то не успею за 5 секунд альтабнуться давай кверти давай могу сегодня каких пить что ли ой блин жесть жалко букашка ты чё навалил-то давай предположим что это ленточка который является символом но я все равно это делит на дело символом чего те кто борется с раком груди по моему да я возможно вру но по моему это так кто же это может быть марфа филимон ефим охотник но мы вчера все слышали вспоминаем да ты блин это ты не кверти жарко букашка уж я найду этого лешего мне печати надо отворять они в глуши этой торчать это хаппи рабка блин я джону так и не посмотрела и не почитала ни старую ни новую сколько уж прошло пол срока как там он на мытарствах наверно ничего лешего выловлю и печать заставлю отворить блин надо еще есть потереть кверти шо ж ты блин так филимон пастух значит с лешим знается ефим тоже с лесом дело имеет охотится дак блин сколько тут вещей то я не знаю куда именно смотреть у меня вроде бы все открылась сразу они один конкретный вот ладно неважно да и дорочку я видала а как разузнаю можно и мирскую сходку собрать или лицом к лицу сразу мирскую сходку я читала вчера ну давай еще раз собрание крестьян для обсуждения общинных нужд событий и внесения решений по разным жизненным вопросам а преддум данга донган ронг ты имеешь ввиду блин они на самом деле охуели я уже жаловалась на то что за 1 312 но я прошла только полторы части первую и пол второй вид мэнтоне внутри сотки за венок нормально но не забывай о том что они центы подняли блин на все игры от своей студии это было довольно обидно конски они там стали но за 300 нормас нужно расспросить местных что они друг о друге знают может быть тогда и удастся найти лишака по 40 то не ну блин ты опять сет тип списка отправил ладно давайте пошутили хорош это птенец да нет это писька я права full price говорю и скидки вам по сотке можно было взять но я могу спиздеть тебе это все надо на steam дб чекать я давно себя данган рон убрала вот не мог он незаметно тут прожить ну за дело а метил зависимое в чате есть так работу выполнили ведем те как последние дни нормально я просто у меня никогда не было проблем вот с этими золами но я вот думаю я ничего страшного с шеи не делала она мне опять что-то побаливает в последнее время макарка забывает о своем задании возвращается ни с чем но рубать как дает без вернулся ни с чем его знатно поколотил суседка в его крестьянского дома крестьянского извините один день недавно вчера у меня отца вчерашнего дня началось я просто не знаю можно считать себя уже метеозависимый потому что раньше такого не было у меня и подруги хуёва она заметила что с этими с бурями вроде как бури на нее влияют на себе такого не замечал пока просто думаю может опять спала как-то криво и у меня кровоток нарушился шеях за да ну блин я все равно что не у всех наверное так не все подвержены подобным прикол дэсом и ащера и что молчу за маги это похуй там что-то в небе колдуется мне похуй а нет походил неплохой так 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 19 и 4 и 5 чтоб курицы клевали цыплят ай-яй-яй метеоризм не метеоризм не сегодня привет меня 171532 где 32 было вот наслать гнили на корни в крестьянском огороде пожалуйста ок вода можно посетить любое место сколько угодно будем вести детективное расследование нужно знать кем из крестьян притворяться нечистый чем больше фактов узнаете тем больше новых реплик дунь тудунь тудунь опроситель у меня еще один имеется книги хуй знает что у нас есть помогай господь василиса а лорд паркбенч счастье то какое что галина жива осталась вот возьми от всей немзи гостиниц изладили ну мешать не буду тебе книгу изучать надо ли чё ли надо ли чё ли погоди хочу тебя расспросить о жителях местных ты ко мне в избу приходи там и поговорим устала с дороги то поешь вон лучше подкрепись что понадобится заходи не откажем что прям куда хочу туда могу сходить по всем домам а потом уже сюда верно так пошли сначала к стогам сена какой оттенна собирали тут говорят пастуха найти можно я тупица и детективы от нему его поэтому надо будет внимательно читать да не ростух сидит возле стога сена и постукивает палочками по своему по барабану вокруг кружится туман покрывая все склизкой влагой пахнет плесенью и грибами так я в том-то дело шуме оттонометра нет я не знаю чем не с давлением я знаю что у меня остеохондроз и башка а след они кружила сейчас что-то опять кружится блин за мороженое как это здорово но спасибо верти с заботу мужскую цепер гоблин дорого от знатки к знатким здравия желаю факты деревенских это ронса охотник говорят охотник ефим с лешим знается не мог он пропажи подстроить да ты чё я тоже грамоты писал так проклинать то кто будет не виноват он ну и я только что требуется делаю мар все марфу то любит она гостиницы дает многим а а мне то она не особо нравится себе баба на уме но все марка значит и леший но ничего будет время я и с ней потолкую он видимо сильно испугался и посидел они все а скандальная баба она то всех и прокляла как я думаю пятна двор так у нее сын мужем был галине так она его сама и прокляла тогда а кто еще то факты леший пастух тоже с лешим то дела ведет он за тебя скотта пасет помощников дал да ты чё так баловство одно куда мне до вас колдунов сам все стараюсь страшно с лесом дело-то иметь как все говорят мне за скотом то надо приглядывать дак и икону они накажут а меня выпас скота и выпас скота и заготовка кормов северном прикамье очень важны и лето длилось недолго скотина должна была успеть нагулять вес а пищи нужно было запастись только чтоб хватило до следующего сезона ландшафт и поголовье стада определяли место и особенности выпаса пред сухим ногами ткани еще и это в деревне свои застряли они шагу не могут блин далеко сделать если место было закрытом пасли вольно без надзора скотина отпускали с богом считалось что за животными присматривает николай угодник если корова или овца пропадали наказывали икону и и мы носили в конюшню хлестали вожжами неплохо так пока все сбо галины это изба пропавший который я на перекрестке отведывала галина идет на поправку она сидит за столом и уже что-то ладит для хозяйства василиса уж не знаю как тебе и благодарить тебе всегда в моем доме рады будут ну проходи садись под иконы ты древенских они все ко мне тут баба приходила одна они сия ивановна ой господи помилуй такой леший то не возьмет уж я это знаю я невестка ей было охотник они друзья с пастухом то оба с лишим небось знаются да только не верю я что из-за них народ пропадает хорошие мужики это ранжера ой я неправильно прочитал твое предложение но я стараюсь без того и здесь ржать подруги мы с ней люблю я ее она нам с мужиком гостинцев приносила много всегда особенно после того как деревню нашу закрыла это я про марфу спросил добрая такая ульяшина помнишь как тебя похитил царь лесной как он выглядел все как в тумане василиса смутно помню как выглядел на кого-то из деревни походил нет темный он был весь как из дерева грибами и мхом закрыт он меня чуть не раздавил теми корнями господи помилуй галина начинает всхлипывать но началось одно помню говорил он мне молиться нельзя молиться нельзя в другой раз было явился в кабак мужчина так славно одет был козловые сапоги красная рубаха тулупы все как есть прям настоящий купец или приказчик как у из питера развернул бумажник денег гибель деревню покрыть можно при нем также брат мать и вся значит церемония свадебная ударили по рукам ничего говорит мне вашего не надо девку одну надо расхватанная девушка исчезла лишь через шесть недель ночью пришла домой чтобы отдать отцу свой крест рассказала что живет хорошо только молиться ей нельзя ночью выгодная сделка стать жена лешу чубы нет так а про невесту ты они си невесткой приходишься это батяра приходилось нелегкая жизнь то было грех жаловаться все живем как можем да вот мужа моего лес увел не стала помер царствие ему небесная уж что за мужик у тебя был хороший любящий не в пример матери своей анисье когда его не стала она меня винила мол прокляла я его ссорились шипирились было такое да только не думаю что она меня прокляла не помню я такого покей усадьба аниси когда-то в этой усадьбе много людей жила а сейчас одна аниси изба аниси покосилась от буйно растущего леса как и многие другие дома в деревне вы стучитесь в дверь и вам открывает ваша знакомая опять ты колдовка век бы тебя глаза мои не видали окаянная ты стерлятница но чё надо-то древенских охотник ефим дурак он из-за него деревне утащил негось грамотку свою неверно написал лишь шахты и обрадовался колдуны его богомерские а еще один киловязь рожь какая-то гнилая уже всех ну как тебе да он ничего не делать задарма ток жрет я слышал как эти знатные пастухи то роберт так волки за него пасут а сам он шаришки лепит как волки стадо пасли если колдуна в пастухи нанимали он чудил много он ведь обучен язык зверей понимает вот соседней деревне за сухим логом был такой договор на первый выпас с лешим заключил тот ему в распоряжение волков дал но не тех кто из человека оборочен волки истерегли стадо пока пастух в тени под деревом сидел марфа это девка лицемерка хотят чтоб все ее любили а сама себе на уме еще от нее на терпимся бед про невесту говорят галина что пропадала то невесткой тебе приходилось они твое дело это век что ты паршивая пошла прочь анисия отталкивает вас от двери и с грохотом затворяет ее перед вашим носом ну вот травница травники есть во многих деревнях да не все они колдуны что тут только закупаться можно изба травницы пропахла целебными растениями вы внимательно осматриваетесь но не замечаете признаков нечистой силы видимо травница не из колдунов так волки наверное лешим-то обучены и делать ничего не надо а собак надо самостоятельно тренировать здравствуй василиса про тебя все в нем зета толкуют мне-то что в тумане деревня али в губернии пермской по мне все одно так про марфу так чё живет тут соседка моя девка ладная только не больно работящая молодая еще на терпится они что пронисью знаешь так чё знаю чё знаю а вот галента пропавшая дак она и невесткой была хочу еще вздорная баба охотник говорят охотники с лешим знаются за своим замечали ой ты чё не поминай лесового то накличешь охотник может и водит с ним хороводы да нам не сказывает так получается да либо может и не надоем не знаю посмотрим хотя тут все драками заканчивается про соседку дружны с марфой-то соседкой да ну не так уж и дружный я в последнее время вечером к марфе ходила а ее и дома нет было такое и не раз где она была бог знает или те кто по ночам шастает пастух только скот выводит затемно да молодежь сидит до темно может они чё видели ну блин все на марфу указывает добрано дохуя еще и ночами до нее не достучишься от тетя них добру это богомор ядовито те грибы богомор на пленочке белой крупиночки при этом из баргундель никогда такого не было потому что мы обычно договариваемся кто когда кому придет вот заброшенные избы а песенки до телефонов а до телефонов по гостям ты не ходили в изба где не осталось хозяина молодежь собирается свободное время все песни слушать немногочисленная деревенская молодежь расположилась на заваленке старой избы когда вы приближаетесь вас разглядывают не таясь мы слышали про тебя василиса а чё парнишка то с ртом завязанным надеюсь поможешь нельзя а то пока никто не смог про деревенских про завязанный рот что с парнем поранился язык как помело у него у нас кто лекшается мы там урод перевязываем а то страшно не хотим чтобы нас ворс утянул врага да леший пастух и охотник филимон подпасков не берет сам справляется говорит это верно никогда ни одна скотина не пропадала видимо лешим у деревенских хватает раньше то нет нет да утащит медведь скота а про охотника ничего не скажем не знаем его толком с лешим водится тоже знаткой вроде тебя марфы есть тут сам банка не бал ты чё так чё ладно я девка чё про нее скажешь так ранее силы потом про марфу ночью галина в невестках у нее было ох и ссорились они но я видела видела такие штуки да это что я не знаю не похоже это карточка пополнения счета нет или ты про на про сам тариф имеешь ввиду по тихому чтоб на миру слава не пошла дурная а галина в слезах потом она то рассказывала марфы ночью видели куда марфа по ночам ходит марфы ходит да нет не она наверное но ночью точно кто то есть окаянны это на днях как галина пропала заметили как ней в избу пробралась тень какая то парень у нас вон свечку и в передний угол ставил в вечеру ну чтобы лес то ее отпустил вдруг слышит шорох дверь отворяется это леший был да кто еще он сразу из избы выпорол только пятки сверкали по утру у дома след нашли видимо кто-то душу тяжелую в лес тянул то наверное второй дух галины был когда ее леший держал тут дух то сопротивлялся до котовой след ух жуть то какая так но мы песенки то блять не дослушали и в карте многочисленная деревенская молодежь расположилась на заваленке старой избы когда вы приближаетесь вас разглядывают не таясь прят буду да здесь еще вроде как глав 7 по моему может больше а я щас на 4 опять с архипу он везде меньше преследовать будет на бабки играем иначе опять я поймешь червы че что очень нет не червы это же бородатые значит бубны архип ты сука ой как у вас неплохо совместилась валя дама но нету козырей у меня теперь ну нормальная кроется да мне колоду собрали сложности пока не особо возникает сама бы я конечно не справилась ой бля брата смертный приговор все нахуй подписать решил да жри говно жри говно жри говно и это говно тоже бы жрать а весенняя деревня нет не снятся не после игры в штуки всякие она нам и на что играть на интерес что ли а музыку давай слушать не многочисленная деревенская молодежь расположилась на заваленке старой избы когда вы приближаетесь вас разглядывают не таясь а я не в той фазе просыпаюсь чтобы сны запоминать вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне не таясь это не скрываясь не прячься а а а а и и а Тебе музыка и стихи снятся? Анюшка, выпущу, да я лебедушка, бел лебедь, бел лебедь, бел лебедь, да николаюшка, бел лебедь, да николаюшка. Лебедка, лебедка, лебедка да Василисушка, лебедка да Василисушка, а аппарата аппарата пара до сопарилася второй дня до соронилася привет моря блин мантония я понимаю что ты антидепрессант пьешь не для того чтобы сны и тебе снились но у меня вот этот комп левит такая хуйня я хотела почитать про то что нахуя антидепрессанты дорогие когда можно комплевитом обхуюжиться ну давай лечи головушку свое кстати да ты пробовал прямо ну под рядом с подушкой и тетрадку класть с ручкой чтоб сразу записывать привет море да почему вечер а я сказал вроде тебе уже да и ручка махала почему вечер народного твоя творчества уже вечера уже неделю вроде как слушаем песенки дом марфы здесь живет та знакомая девушка которая мне гостиница приносила платок а где платок то возьму салфетку меня нет в избе марфы богатое убранство полотенца большая солонка всюду роспись по дереву поговорить здравствуй василисушка ну заходи садись в передний угол так знаем мы про тебя чертовка на полминута в я сегодня проснулся то что блевать хочу ночью-то обошлось никогда такого раньше не было умираешь что ли пастух филимон что про филимона знаешь да к чё хороший пастух ты тоже знаткой не такой как ты сильный это да как садике да чё ела мама салат приготовила сырой картошкой привет арт салда а что ты блин монтоне нотный грамма ты не знаешь ля си соль фамира до ёпта бля нормально я кстати сама удивилась я думала может это не картошка вам это была сырая картошка с редиской и с петькой пусть значит там было ну и заправка масляная что-то там такое но обычно если говна поешь что блевать все захочется через час через два максимум а я много поспала я не знаю почему то давно он в деревне ну он уже после того как лесной батюшка нас закрыл тогда только после появился они си ему уж очень благодарна за выпас то было дарила ему пояс еще после егорева то дня когда он на скотину колдовал пояс этот дарила а он не взял так во первых песенка у нас появилась начало выпаса выпас традиционно начинался в егорьев юрьев день 6 мая это был праздник для деревни пастух требовал чтобы хозяйки не опаздывали иначе он мог отказаться пасти их скотину хозяева выгоняли животных пасхальными ветками вербы когда стадо собиралась пастух по салоне обходил его с иконой и молитвой иногда на третий круг он использовал особый заговор пастушьи отпуск кузне от ментоне но в любом случае обошлось я не знаю этом того башка все на того что башка кружится может реально пережала что-то пока я спала а так чё мужик обычный будто не знаю чей сказать отказался принять подозрительно нужно мне у анисии разузнать про этот пояс солонин мощный трон обошлось но я не знаю начни сама решила меня накормить сырой картошка где-то написано наверное было что так можно зы охотник ефим давно с ефимом знакома да мужик хороший охотиться всегда удачно даже после всего этого последние дни сам не свой говорят таранин молодежь знает то лучше за всем следит они расскажи про анисию ивановну гликал колоид яд саланом картошка медорожка и баклажанушка уай так слышали все деревни как она с тобой это вздорила а ты как это выслушала все я так не знаю я бы на не кило ли чё ли повесила зубами баба родилась ей к слову галина невесткой приходится да к муж то умер галины какой-то обиделся на меня из-за хуйни как мне кажется потом он спустя два или три года пришел как ни в чем не бывает кого нихуя какие люди ты же обиделась он отклада я не помню но и больше я все равно не видел дельный мужик был ты ее спасла так она тебе лучше моего расскажет бля я напиздела я тебя с хагридом перепутал ты про хакоида напиздела прости неправильно прочла хакоид заглядывает иногда но не так часто напиздела я какой-то меня не обижался все 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 вру 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 какой-то прости напиздела про тебя не тебя имела ввиду и он заглядывает иногда где сорта придет надеюсь сегодня да ладно тебе приятно было это же я он твой похвалила так он точно знаешь про ночной поход говорят ночью ты по улицам шатаешься странные дела делаешь да ты чё василисушка бог упаси дома я сижу то не я была ночью кто ходит боезно мне она сука да лесная пушка тут заканчивается владение людей начинается царство лешего про спасибо большое что сказал щас справлю а при отгроре шо с моим ебалом лизачку очков смысле так я не буду видеть если очки снимая их я не увижу ты хочешь чтобы слушай я чё типа должна это очки очки вот так поднести конечно заляпанные в говне все в царапинах при от недрека делся беру не их раздавали но сейчас больше нет а в дождя должна быть маленькая до глядушка а я тут была душка разъёбанная на соплях которого на скрепочке держится ща подожди у меня тут свои шайтан технология я новые очки покупал потому что у меня здесь шуруп от дужки отвалился очень выгодная сделка была дужка это я то не я маску я выкинула маски так вы должны смотреть как человеки до пори заляпанное все и как типа я должна вот эту хуйню делать так так ты видишь очко блять мой сборчит хуйня какая-то не если так а точно надо фокус сделать видишь нихуя а вы про маску дорогущую нет еще х так не она в царапинах я их носила блин с десятого класса ты чё я думала вы про эту маску которая тряпочная бед месье треск не терчинить это надо а нахуя чинить если очки эти не ношу до конца квэпки так и ебать себя мосберг ну ты шо нахуй я даркслея все равно заляпана бля еще и волос мой так так ты уверен что она так работает ну чё меняется привет стремный карл чё меняется ты хочешь чтобы я смешная была так я не буду смешной ничего не понимаю про то и говорю я не знаю мосберг что-то придумала я сделала и получилась хуйня так но я вроде четкая стала душку блять куда совать там мосберг ты сам меня отвлек смысле тянется не ебанетесь или понят да я сейчас вам дам блин плобы все так что хотели мы что куда отвлекли в смысле хуйта славянской хватит игры хуйтой называть есть одна игра заслуживающая такого звания это драгонейш инквизишн не я не для этого арбуза да смысл отстанет про какие бедра нет у меня бедер так или папу папу пушка пушка кукушка мрачной стеной перед вами возвышается царство лешего крестьяне сожгли часть леса но он вновь занимает свои прежние владения возводя деревья с невиданной скоростью вот дошутишься ли шахта тебя и заберет блин уляжешься в свою теплую кроватку одеяльчиком замотаешься хотя ли шаг хвать и проснешься темном темном лесу под жесткими полючими корнями обвивающими твое тело будешь выбраться пытается а не получится так опушка салонину так чё я отравленный умираю или чё так замерзнешь простынешь блин вы идете по наитию чувствуя следы примитивных колдовских обрядов и вскоре действительно набредаете на пень со следами выстрелов и остатками подношений лешему вы замечаете отпечатки сапог в зале и следуете по ним здесь шаг охотника размеренный а тут он ускорился внезапно девичьи следы пересекают отпечатки охотника дальше уже ничего не разобрать какой третий вопрос кто сделал как сделал и почему сделал и вопроса а редкие после чистки но мама чистый картофель туда без кожуры травление возможно нескольких килограммов позеленевший пред номенкратура ну так это значит не он а шея моя так детективы в чате быстро записали все пожалуйста отпечатки сапог в зале шаг охотника размеренный тут ускорился девичьи следы хова а потом непонятно где проснулся 3 а кто вопрос эти должен задавать ты а а где вопрос 3 вот так надо было читать все я понял я неправильно прочла интонацию вопроса на старославянском не я не могу он у меня товарищ посоветовал кысь прочесть автор не помню имя помню фамилию толстая так ебать я чуть не сдохла я думаю я не дочитаю это очень неинтересно мне было штаны отлично смотрится спасибо большое преддельку фоб правда к ней видно нихуя татьяна ну хуй знает но толстая но кысь пиздец я не понимаю за что ее любят книгу смысле а не женщину которая книгу написала так нельзя говорить мрачной стеной перед вами возвышается царство лешего крестьяне сожгли часть леса но он вновь занимает свои прежние владения возводя деревья с невиданной скоростью так след от тяжести вы без труда идете по следу который оставил леший утаскивая какие-то тяжести у галины след обрывается возле ямы неумело замаскированный травой внутри вы обнаруживаете сундук наполненный разнообразным крестьянским добром посудой украшениями тканями кажется кто-то зацепился своим сарафаном за старый гвоздь внутри сундука на нем болтается треугольный лоскуток а как можно зацепиться сарафаном внутри сундука это значит это ворд сделали не обязательно о батяр там новая серия да у меня спамят в ленте анонсами скриншотов из серии и опенинга и эндинг максимума за хорман я так поняла так солонин симптомы тошнота рвота боль в животе диарея дезориентация расширение зрачков температуры ну не я пока не в коме сабы выше о веселись а я после стрима гляну тогда мрачной стеной перед вами возвышается царство лешего крестьяне сожгли часть леса но он вновь занимает свои прежние владения возводя деревья с неверной скоростью ааа да да мне будда я обычно так и делаю я ангоингом ничего не смотрю но так то я мангу прочла мне похо абсолютно я знаю что кого я просто позволила себя насладиться можно стрёмной карла еще я слышала что зеленые томаты тоже нельзя есть и судя по всему по той же причине что там солонин находится прогуляться почаще дымка быстро сгущается и вы начинаете терять чувство направления из тумана к вам тянутся лапы бесов больно интересно но в коме не знаю но когда ты будешь дрестать блевать и терять сознание думаю больно будет я главный герой прямо герой вот что я могу сказать лучше мальчик быдмем вот это мне кажется намек на то чтобы я шейную зарядку блядела лучше подсечный огневым ния свиньи зарывается в подстилку грустные становятся и потом дрищут а ву так ты их шишики шибра здесь хп всем ну так мы тебя ним бля быдмем увеличивается в размерах и становится сильнее так 77 трижды 721 похую чтоб подожди дуба бабу 8 8 16 16 на 3 30 60 3 40 и займа куда я нажала отпустите а еще там сим урона для я не крупный рогатый скотт я саша мосберг коров поджигает с ума что ли сошел нет конечно привет вань 58 хп 77 14 30 супер мало а мне похую наверное не тем 7 14 мало что он не будет блин а мы товарыш к коробу умирает потом а бля не можно было этого не делать или она стакалась то блять мосберг на чё ты такие вещи страшно говоришь так я тебя ёбану братан так номенклатура это очень страшно звучит да блять мосберг хватит шо это такое красование церквам вечный сжечь страницы не трогайте коров блять домик охотника изба ефима на окраине деревня нибольшая изба охотника хорошо обжита он заботится о своем доме окно приветливо поблескивает тлеющие лучи вы обходите вокруг избы но не обнаруживаете ничего что привлекло бы ваше внимание во дворе видны широкие лыжи приспособление для разделки добычи и другие охотничьи инструменты видно что их держат в порядке пойти вас бы вот то василиса здорово да расти хорошо что знаткой у нас объявилась галину ты спасла может и нас всех вызвали ждать деревенских обонись из давно сонись и знаком блять мосберг этаж не видос для коровы взрывает но блять и типа вот это пламя может попасть внутрь коровы через отверстие проделанная отверткой и потом корове бомбом блин уж с какой давно с одной деревне да как она свекровка галине мы с мужем галины охотиться ходили еще да только от охотился он уже свое чай бону тебя да и заправской был мужик порядочный а могу с а у кого оригинит сама гус а ты про того опять кричу сори ты про то в сюжете меняется ли виновник не мне кажется один и тот же это ж не скубиду где меняется каждый раз противник но это по крайней мере в одной части такое было прости да тендедус это звук понимания просто он должен быть болезненным марфа что марф это за женщина у ладно я баба не обидчивая ничего на посидинках какие песни ты заводила у мяса в меня отвертку загнали я бы не так кричал молодость была но я с ней не то чтобы шибко общался с ней рядом бабка травница живет она-то лучше знай а потом уже когда сознание при им приходят потом уже можно эту отвертку блять вытащить и в отмест кому-нибудь ебануть хотя не нехорошо смотрит из окна за всеми вот точно говорю сюжет с вашими отвертками коровами проебываю как неправдоподобно от неожиданности охнешь когда плот твоя пробьют блин чем-то острым нельзя вытаскивать танчин придумаем блин сознание придет оса осознание а смотря куда воткнут если так фоне будем это говорить пастух филимон о хороший мужик знаткой тоже ну не такой сильный как ты да знает кучу да ты лучше сама с ним поговорить он уж только все на часто бывает там еще лес рядом болезнь по крови не хотя может я не знаю но если не знают это наверняка что-то не страшно и другие вопросы и darksr ты чувствуешь план чтобы не отверткой пырнуть за что дары лешему ты как с лешим то сам знаешься после того как он деревню увел не особо так обряды делаю обычные до чуда следы в лесу я тебя по следу удар очков вызнала ты какую-то девку утащил у опушки то галина была лешему и отдал да ты чё типун тебе на язык вася кто это тогда был я так девка из деревенских можешь и сейчас ее встретить я ей велел не сказывать ничего примета плохая я там дарочку оставлял ему до стрелял по пню уж какой месяц пытаюсь призвать лесового скажу думаю ему с глазу на глаз за что ним где такая участь а ему дело до нас нет но может ты до него доберешься до леса нашего праведного леший так я вам сейчас дам блин забудьте о существовании отверток и о том чтобы их куда-нибудь гонять преступники малолетние леший дух хранитель леса в чердонском крае он способен менять внешность но чаще всего предстает в облике бородатого старика опознать его можно потому что шапка сдвинута вперед на лицо чтобы скрыть отсутствующие брови поэтому в чердонских святочных играх парни изображая лешего замазывали брови жидким тестом или запудривали мукой еще он скрывает ноги в сапогах или валенках леший ходят на коневь их коневь их копытах но правый сапог у него на левой ноге и наоборот леший может менять свой рост в лес он достает головой до верхушек сосен а когда выходит на лук или в поле становится с травинку или колось шуруп вкручивают групповертом отвертку ирл это водка соком никогда 5 грехов да у меня было 0 лет все черти блин занимается хуйней у меня было 0 и я снимала себя грехи хорошими поступками но когда они были на ноле потому что ну так совпало а упадут еще не страшно галина и анисия галина невесткой анисии приходится галина-то да она на сыне анисии жената-то было только помер он лес его увел как и многих других обошли опять по кругу башкира никого не сожгла я пропал он пастух сидит возле стога сена и постукивает палочками по своему у барабану вокруг кружится туман покрывая все с клиской влагой пахнет плесенью и грибами от знатки к знатким здравия желаю сучара вещь брови то спрятал подлюха такая а где брови марфа ночью встречалась тебе марфа когда затем на скот выводил бывал такое бывало да куда ходила только не приметил молодежь что видела может недавно в немся ты ведь после того как царь лесной деревни увел в ней оказался да не повезло утянул леший видать не напросился когда в его владение заходил а до того чё делал даба трачу в работниках был отец у меня старый был не поддерживал я своей дорогой то пошел так запомнили его как его зовут пастух и лимон так мы тебя запомнили ваши колени галина идет на поправку она сидит за столом и уже что-то ладит для хозяйства осмотреть двор вы осматриваете двор и замечаете след про который говорили деревенские кто-то тащил тяжелый груз в сторону леса галина идет на поправку она сидит за столом и уже селись уж не знаю как тебе и благодарить тебе всегда в моем доме рады будут ну проходи садись под иконы ты не честно сбе говорят к тебе леший наведывался пока тебя в корнях то держал господи помилуй ему жизни моей мало дэк решил еще и хозяйство попортить это как как зачем ему еще всю мою медную посуду то брать все что от мужа осталось да она тяжелая еще и аж след видела в лес тянется проклятый без уж лучше бы совсем меня уморил на посуду могла свекровь и и утащить потому что хули галина всклипывает а конейся изба анисии покосилась от буйно растущего леса как и многие другие дома опять ты колдовка век бы тебя глаза мои не видали окаянная ты стерлятница но чё на то акта подарок пастуху марфа говорит ты филимону пояс дарила ой чай грибник на бог дарила а тот не взял так и ходит своем красном кушать и будь он неладен та бабка токсичная чтобы ты такой ах она меня обижает значит мы ее лешим ты посчитаем это специально чтобы заморочить меня суседка давил всю ночь дурной видать а пояску изладила кушак кушак сейчас спермятским узорьем сделала отчете толковать векши не понять кушак кушак все быть те расхристаной ходить суседка не просто рассердился поговорить бы с ним обвинять мы тянем будем ты покушала и расскажи пожалуйста что ты кушал чем-то почивали изба травницы пропахла целебными растениями вы внимательно осматриваетесь но не замечаете признаков нечистой силы отравниться низ колдунов здравствуй василиса ага ага в тумане деревне али в губернии пермской по мне все одно так как про лоскуток от сарафанчик не знаете что это за лоскуток бабушка да не знаю это марфа сарафан узор точь-в-точь марфа значится да а марфа c у нас кто вот она тут лоскутик он из всех соусов вроде как немногочисленная деревенская молодежь расположилась на завтра мы слышали про тебя надеюсь поможешь нельзя а то пока никто не смог про девку и охотника есть среди вас так что охотника на опушке видела ну не бойся я защищу от него теперь можно сказать одна из девушек признается что видела ефима на опушке по ее словам охотник призывал лишь его освободить немзю и вернуть всех похищенных та знакомая которая гостиница приносила в избе марфы богатое убранство полотенца большая солонка всюду здравствуй василисушка ну заходи садись вон в передний угол лоскуток так где ты по ночам то шастаешь марфушка нигде господи помилуй говорю же в избе все по хозяйству может быть это суседка твой лоскут сарафана в сундуке с добром награбленным оставил передний угол от не тот который красный как раз он как раз был от двери слева вроде как во все избы под замки то лезешь марфа внезапно падает вам в ноги ох не губи василисушка так и почуяла как ты в деревне объявилась что поймаешь меня я добро брала из изб где никого уж не осталось где всех леших утащил ну а чё оно никому же не нужно вот те крест не проклинала никого я гальку любила пуще всех горевала а с добром грех но я на будущее все в пользу пойдет как деревню леший откроет я все в монастырь отдам да и тебя не забуду вот хоть сейчас часть денег то дам хочешь а смотри вот у него лоскуток то тут от сарафанчика ты порвался дальний от двери но на стороне двери верно ты только на миру не сказывай не над нам денег мне не нужны твои деньги а а а а а я подумаю еще как с тобой быть только время на тебя потратила спасибо матушка не губи меня на каторгу отправит смерть мне будет марфа начинает рыдать и причитать ну а хули когда тебя за руку то поймали куда деваться на по пятна но блин я бы до этого не взяла мрачной стеной перед вами возвышается царство лешего вы без труда идете по следу который оставил леший утаскивая какие-то тяжести у галины след обрывается возле мрачной стеной перед вами возвышает так домик охотника вот как по пятна и да что имеешь небольшая изба охотника хорошо обжита он заботится о своем доме окно приветливо поблескивает тлеющие лучи вы ходите вокруг избы но сейчас даже выйти ничего что привлекло бы ваше внимание во дворе видны широкие лыжи приспособления для разделки добычи и другие охотничьи инструменты видно что их держит в порядке обжито обжито я не ебу вот то василиса здорово хорошо что знаткой у нас объявилась галину ты спасла может и нас всех вызвали ждать пастух сучара пастух сидит возле стога сена и пас от знатки знатким здравия желаю а потому что блин шапку него наши по брови натянута меня смущает один факт что я могу обвинить анисию только но я не хочу этого делать и я не знаю будет ли вот этот вот обвинить считаться как блин как это мне сформулировать то что мол поможет ли мне диалог с надписью обвинить для продвижения по сюжету что появились какие-то новые факты либо же я обвиню и на себя гнев и его в итоге на кличу гг будет а ты играл ты помнишь беды сивер это обвинение минус другое обвинение правильно поняла тебя вот именно этого я боялась значит меч от не хватает но я этого подозреваю но у меня что-то я хожу по кругу и не могу найти факт который мне нужен галина идет на поправку она сидит за столом и селись тебе всегда в моем доме рады будут но приходи садись под икон можно обвинять ага но приведет ли это обвинение к новым репликам я просто это мышь на сходке будем указывать типа objection и вот это вот все смешные шапки ну блин а ты бы в каких шапках ходил они сейчас посмотрели на то как наш молодежь одевается охнули бы и перекрестились бы изба анисии покосилась от буйно растущего леса как и многие другие дома в деревне вы стучитесь в дверь и вам открывает ваша знакомая сусетку дува искать вы прокрадываетесь под поверь через покосившиеся ворота шепчете тайные слова и замечаете черную мохнатую тень в дальнем углу двора колдуны ненавижу ваш народ него такой милый пушистый он каждый раз когда я справит этот вижу такой милый пушистый вон какая платок нихуя себе блять меня только розовый плед есть мазберг ты чё себя захуярил то сейчас я тебя подниму блин а я куда-то нажала кажись поверх тебя забанил тихо все салфетка да и нет салфеток блин пяльца есть но они будут на голове у меня съезжает станет бумажных салфеток на кухню занимите и надобно шалью да нет у меня шали варю плед и только постой хозяин батюшка спросить тебя хотела вышиваю да ты передо мной пельмеши это не мечи чувствую от тебя злом так и веет пельмешением мечи передо мной блин вот нахуя тебе это надо мазберг а нахуя как платок-то повязывать блин еще так я блин я обвязала еще если мне не впаду было так волос не видно должно быть блин я сейчас сама буду на суседку похоже они не все блин я кажется это мусульманка скорее так поверх так хочу чтоб кокошник шо ли был алейкум ассалам я могу там говорить ну что это как там это дев марии отображали слушая это я не слышу теперь ничего приветствие дяди сейтан это же дело мари часто изображали с платком вот таким с ниспадающим блин электризовалась злом веет как от пояса того что хозяйка моя вы менять хотела ладно не поменял пояс хозяйка хотела вы менять весь в злых символах у самого нет бровей я ее наказал и тебя накажут вы замечаете как в углах сгущаются тени как можно блять застрять в кастрюле головой ты чё с ума что ли сошел плен чуть не померла разиться а надо в детстве не а а паралич нельзя использовать травы то похуй мне на ваши травы и тить вас в корень блин померьте бля мосборг ты меня это гонять что ли хочешь мосборг джаста сктми ту путь сам непкин напкин он май хэт энтой дон хэфы не напкин и он ли хавзис мосборг джаста сктми ту бинг бэк тузе как шкаф то будет тузе тузе привет фобос тузе клозет шкаф а а паралич травы мы и зад не хотим нам похуй абсолютно правильно или неплохой стулья застревала не 7 на 3 дохуя тут еще больше будет но мы сюда повесим так нет нам надо сюда вешать чтобы урон то убавить так ладно похуй сделаю по-своему а 455 прилетит тут единичка должна в вардроп типа гардероб а я не поняла я убью файл артер бэнч дастик самым и десен пролю это синусовые узлы в на в носу какая-то хуйня что значит давит на синусы там таймсет стести синус про грехи это про много грехов суть по всему а вот баут колдрекс мэйби сам финна тухаешь подожди я синус прессер синус давление и цена ты флю бесплатной поликлиники да нехорошие блин врачи есть не надо всех там крыть это одну гребенку синус косинус арк косинус арктангенс горчичники ой да блин я как вспомню как у меня мама забыла на спине горчичника я наверное ну долго лежала их зубота зубота так блять статус угосина я просто не знаю что такое синус пресса я думаю это флю типа простуда хадейк у него куда нахуй как будет аспирин по-английски аспирин аспирин я не знаю может быть это типа внутри черепа черепное но забился так если это но забился надо яйца сварить и вот сюда положить хотя если нос забился то от этого башка не болит я не знаю сейчас блин вылечим иностранцы пизда нет мосбург спасибо ну ты бы сказал что мол мне не справочку нужно мне лечение нужно товарищ доктор а как быть подорожник по-английски может он там и не растет лопух лопух цени подорожник андродник так буба-буба-буба вечная стойкость бля столько всякой нахуй махат мудохлита изба анисьи покосилась от буйно растущего леса как и многие другие дома в деревне вы стучитесь в дверь и вам открывает ваша знакомая синус удаление синус это вообще что-то с зубами шо такое синус английский пазуха свищ синус 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 с ручной версии гаймарит гаймарит а опять ты колдовка если синус в носу то косинус на затылке век бы тебя глаза мои не видали окаянная ты стерлятница где коса ночи на то ну давай мы обвиним она скажет что ты я пиздоболка слышала ты ссорилась с галиной смерти сына винила тангенс это в ногах где-то танго танцует как ножками двигаться ты ее и проклинала клеш ему посылала они все меняются в лице и делает шаг назад ну что замерла прокляла невестку свою они все делают еще шаг и почти падает на лавку прокляла так и есть я виновата но что с того это галина прокляла моего сына кто еще кто ты векса и она не меньше нашлись две подруги мне не страшно хоть говори про меня на миру я ее прокляла и еще проклинают дали ачивку детектив все улики я нашла и тебя проклинают пусть я лишь а кино часть порвут пошла вон они сия выталкивает вас за дверь и с грохотом затворяет ее перед вашим носом так галине идем разговаривать сайнус сайнус а нормально снимем галина идет на поправку она сидит за столом и уже что-то лысились тебе всегда в моем доме рады будут ну проходи садись под икон так брать с кем еще разговаривать то можно изба травницы пропахла целебными растений что в тумане деревне али в губернии с вами говорить нам блин могу рассказать рандомные факты сегодняшнего дня о котором никто не спрашивал немногочисленная деревенская малость мы слышно надеюсь поможешь нельзя а то пока никто не смог как или сегодня до марта марта в избе марфы богатое убранство палачу здравствуй заходи надо всех проверить а потом и дровину мы пойдем и судан ду за 100 давление при насморке а только это операбельно лечится из-за кофе или плановая ну хуй знает я говорю проснулась сегодня то что меня тошнит но в итоге не стошнила потом видимо переварилась и это плановая значит мрачной стеной перед вами возвышается царство лешего крестьяне сожгли часть леса но он вновь занимает свои прежние владения возводя деревья с невиданной скоростью на 100 к баксов может от преувеличения было я не знаю ну типа молодых у я денег отдам за вы без труда эти мрачной стеной перед вами у меня тоже стоматолог сегодня напугал я ему сказала что когда рентген шеи делала шейного отдела заметила что зуб у меня горизонтально мудрости растет точнее это не я даже заметила я не внимательно мне похуй там светится черепушка смешно подруг заметила спросила мол что делать как он говорит такая хуйня стационарно лечится вот но пока он ебать тебя не стал пока зубы другие не болят можешь не делать ничего вот и вот я сейчас об этом говорю и у меня болит это наверное как это психосоматическая хзы вот и у друга моего ему тоже удаляли зуб у него там еще киста была он говорил что она тогда это было лет восемь назад нихуевый такой ценник за лечение отдал вот я думаю надеюсь он мне сказал что он может это вообще не вырасти или он может начать расти не горизонтально по десне к другим зубам а типы из десны где-нибудь из-под низу выковырится сказал в общем пока не тревожит ничего не делай по ума с раз и навсегда мне там не раздробят нахуй все челюх то он меня две клиники в самаре назвал где это делает в одной супер дорого он сказал что ну типа туда лучше не ходить и подешевле одну по совету не знаю будем надеюсь что он не вырастет у меня тоже из десны зуб торчал никак вырасти не мог в итоге кариес словил мне его в итоге и выдернули нахуй он так и не вырос небольшая изба охотника хорошо обжито он забыл от того си хорошо что знаткой у нас объявилась галину ты спасла может и нас всех вызвали ждать остался ману кстати я не знаю он где-то у меня лежал на он прибал не очень длинные корни он сам большой был где он мы это не как так молочный может и забыл просто не может же молочный до сих пор вот этот вот они не может пошли до пастуха доебываться я не знаю до кого еще нужно доебаться привет солнышке пастух сидит возле стога сена и постукивает палочками по своему по барабану вокруг кружится туман покрывая все склизкой влагой а как так нет плесенью и грибами у вас типа пока вы ну формировались у мамы недорос один зуб в челюсти или чё по барабан не знаю давай погуглю за тебя по барабан тополиный пух у барабан у барабан это какая-то смешная доска им пользовались пастухи когда пасли коров сейчас я вам скину картинку а можно наверно даже вам показать потому что ничего страшного вот сейчас покажу вам как выглядит по барабан где он тут вот и тут вроде даже запись на ю тубе есть какая-то как это звучит так он что-то разговаривает ты бить будешь ли будешь только разговаривать ну-ка разговаривает разговаривает а вот стукать начинает так а у меня тоже по барабан есть да вот тут делали вот такие вот выемки но и дальше он уже рассказывает вот новый день новые знания вот так сохранятся ли они у вас так не дочитала про зубы про ваши корена не вырастает стоит кривая не лезет ухты держит только десна нерв растворился прям прикольно у меня просто я рада что все молочные зубы у меня быстренько закончились и выросли новые чтобы я нашла смогла новые зубы портить жалко что после коренных не растут еще третья потому что я не очень бережно к зубам своим относилась долгое время вот так присмотреть пастуху мороз пробегает по коже сапоги у него надеты не на те ноги да и танки они слишком у лодыжек от знатки к знатким здравия желаю обвинем тебя а маш не надо хватит балаган этот устраивать я знаю что ты леший это ты немзинцев похищаешь что ты такое говоришь-то василиса пастух резко вскакивает и пятится в туман вы не успеваете и слова сказать как его вытянутый силуэт скрывается в высоких деревьях не надо было наверное этого делать но на мирскую сходку пошли или в погоню чтоб сразу его разъебать пошли может я не права постой василиса я все видел глазам то не верю даже помочь хочу туда вон побежал филимон то может еще чем прихожусь есть одно средство как там него активы номенклатура но все проверили несколько раз чтобы убедиться обвиняем того кого надобно выслушай говори быстрее ты мне в чаще не нужен задавят только тебе икона пригодится чудотворная я на бога пенял наказать его хотел и ее спрятал тут неподалеку возьму если время будет такс побежали на куленке товарищ пойдешь ко мне поля лун воладор это значит поляна дневной южной стране по пермятке то новый день я поняла да это значит что нужно с чертями она спасибо что он сказал да не лешая и убежал нашли виновника говорю мы обвинили его блок я не отвертили я просто шура виновником пастух был которого шапка по брови натянута наши портреты блин мой любимец вот этот вот пастух с бровями домой сборку с тебя за жопу че у меня мозг попросил платок на голову надеть но я и надела мне лень обратно его складывать нести такс тип конди 1715 2 5 1 6 5 3 5 3 3 7 2 3 и 5 и 5 так водить по лесу но иди воде по лесу три дня будет отходе снимается путь пошли на пуля на бревне сидит надо а я сейчас плечиком укрыть а вы ступаете на южное немзинское поле внезапно дорогу вам преграждает нечистая сила наверняка помощники филимона у пупу пупу на церона укус первого брата не надо отречение слова защиты 13 урон так же ой а карт это говна у меня ой 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 не повезло то как ой 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 о подожди если я буду броню на себя вешать меня ебанет что ли или чё так мне пизда а или его слова защиты но он сидит по ход дела на волке либо он вшит волка я не знаю чё работает то слова защиты наносит 13 урона ну такая я не знаю да когда кастусь на себя защита делает неприятно ой-ой-ой тут кошок дудеть о 2319 слова защита мы просто их не будем бежать для а нет нам нужно так 662 ой пизда чуваки прям хоть переигрывай я очень сильно говна поела там уж с карты не повезло нет статус я вроде его июзала по мне снялось а я ебло извини она снимает да да прости неправая так 12 это будет мало будет хорошо посмотрим снимется спасибо да я ебло заново то ладно блин нормально будет нет и вот два сглаз на вас 16 на 3 недостаточно а вот так он точно охуеет кровь запекись потерянному тут непри неплохо но это мы не будем так икона ефим говорит что тут есть образок который мне помочь мажет на старом пне покрытым грибами вы находите образ про который говорил охотник оклад начал гнить а на самой иконе видны следы выстрелов а почему чата материн а почему взять икону лик святого смотрит на вас сукаризм и будто это вы в него стреляли вы быстрее прячете икону в сумку отхлестал ту икону над розгами чтоб служила лучше уменьшает мучение чертей на 2 что это значит типа если речь идет об этом то как нахуй она мне надо то ты мне скажи лучше это же не боевая тема буйный лес и тут лес разросся все лишь ему не имется откуда сел только взял нет иконы а так а вот хуй знает как это работает меня от мучения чертей минус 2 дебафа от последних двух вор он является словно ниоткуда он приземляется на старый голбец и пронизывает вас взглядом вокруг шумит лес поднявшийся ветер разгоняет туман и впервые за долгое время вы видите ночное небо от последних двух чертей списке то есть смотри если от тема надевает у меня будет похуй на двух из них так мне и так на них похуй понял но спасибо что объяснил я думала может он им режет если они допустим 4 хп снимает то будет снимать 2 я подумала что-то кал полный оказывается вон она чего спасибо глаза ворона сверкают красными углями в лесных потемках оказался пастух а не сваха и не пахарь хорошо что ты его нашла легче одолеть будет он тебя боится да только где он сейчас как найдем то в лесу я уже проследил за филимоном он к тому дереву отправился где мы галину нашли где нашли у него там логово оказалось потайное подземное всех похищенных в нем держит все матер это предик думаешь он немзю откроет 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 ты ему выборы и не оставишь у тебя все таки сама книга черная черная ты знаешь догадался почувствовал сразу знал на ростыне об этом я терпел кар кар тайна логово как нам вход в логовище найти я знаю где знаю покажу иди к кульпу кар 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 похищенные эти похищенные они живы у филимона не живые не мертвые наш отец уводил иногда но и отпускал отдавал батяра , это предик же молебен отслужит или слово святое скажешь тогда и отпускал не говори будь здоров доську у нас есть неделю ходила заблудилась нашли по книгам у лешаков жила шишки ела они кормят шишками окажется шаньги да пирожки лешаки могут обменить человека одну женку женку унесли женку не знаю замужем была мужик ее ждал из леса да не дождался и решил снова жениться леший женке то и говорит хоть шоссе можно на свадьбе погулять только если кто чихнет не говори будь здоров счастлив она на печи сидела ее люди не видели а она всех видела кто-то чихнул она забыла и сказала будь здоров счастлив ее все увидели и нечистая сила бабу отпустила шаньги ой блин я видела это слово много раз но не гуглила шаньга шаньга это блюдо это изделие из пресного или дрожжевого теста похоже на ватрушку почему нельзя потому что видимо освободилась бы она от чара от ватрушки шаньга отличается тем что шаньга или шаньга шаньга простите шаньга от ватрушки шаньга отличается тем что ватрушка больше похожа на пирожок с открытым верхом а шаньга похожа на открытый пирог только меньшего размера это из плайха это из плайха да это блин потому что браузер я открыла так леший для себя как лучше хотел нет шанька шанька пирожок с кокушками вон видишь лешак отпускает жертву свою после молибена я опять забыла ударение либо после святого слова она нечаянно не послушала его да забыла об этом и чары спали и свободно настала молибен муж спасибо питается ими для него душа как сахар ворон ты сам то что за бес может ведешь меня в ловушку не знаешь кто я что за птица такая странная на роста не явилась кто этот ворон я ебу оборотень а да в черт что ли как и фильм он брат мне уже долго он от меня скрывается вытягивая силу из немзи склевывая ее жителей я не мог его выследить пока он был человеком обернут тут ты помогла да помогла а я читала где-то про то что у лешего сыновья могут в птиц обращаться может что мне я не помню это я тебя затянул с полю мой силуэт ты видела в лесу мои гостиницы кар кар из-за тебя я тут пленница не просто так нет меня книга манила манила на тебя навела я тебе помогу на книге только мой отец печать открыть может а без меня ты его не найдешь нет что ты на меня так осуждаешь и смотришь мяу ладно за дело хорошо веди меня к своему братцу иди к кульпу там буду тебя ждать там шелест у крыльев вторит шепот еловых веток когда ворон взлетает со старой забытой могилы вы с грустью смотрите на покосившийся крест кто здесь похоронен и почему помнит ли кто-нибудь об этой могиле о лежащем в ней покойнике этот человек тоже похоронен не за церковной оградой тревожные мысли не покидают вас даже когда голбец остается далеко позади кульпу это то самое дерево по-моему это адовое дерево но я могу тебя тебя обмануть адовое дерево в корнях которого мы нашли запутанную галину которую нужно было найти ну чей лапун а бузеп лук иногда говорят что когда много воды пьешь бузгаешь мол что за лук то пьющий а и вдруг ваш лапоть погружается в ледяную жижу вы наткнулись на заболоченную поляну найдя старую тропу из гнилых досок вы продвигаетесь все ближе к цели но внезапно чувствуете неладное и останавливаетесь на середине болота кажется впереди устроили засаду бесы филимона вы оглядываетесь у кромки леса стоит человек его лица не разобрать он за человеком пошли вы отступаете идете к странному силуэту окликаете его но он отдаляется кажется ведет вас в обход через реку последовать за незнакомцем или продолжить путь к логову лишака не знаю мне кажется пара недель прошла с начала игры не знаю хотя мы тут это ходим же долго бродим где ведьмак не появились еще ведьмаки по ходу дела так берег реки пудь вы или пудьба к этой речке отправилась тень которую я заметила на болоте человек стоит на том берегу мороз пробегает по коже очертания кажутся знакомыми неужели это он между вами небольшая студеная река которую можно перейти в брод идем ледяная вода обжигает будто пламя у вас перехватывает дыхание но вы собираетесь силами и достигаете противоположного берега силуэт манит дальше каким-то разрушенным строением минус 3 хп пудвинские скиты старая разрушенная изба вроде местные про скиты староверские упоминали вот ну чё я тут на тебя блин это пухчу пойдем на диванчик сударь пойдемте на диванчик в небо можно помереть я не знаю не пробовала возможно или возможно там так отдай в небо сударь ой тяжелый вы сударь тут конфеты давай по хериться бы но мне что-то жалко травой надеюсь что и так справимся а на футболке мимо ранен убит а в горницах выросли ели даже казалось бы вечные печи покосились распались на части и стали домом для деревьев внезапно вашему взору предстает странное зрелище несколько лесных бесов гоняют стаю белок что-то невнятно бормоча это виталь твой наберег да я не трачу иначе та же которая была ну я в ней неделю плюс сижу уже да а холодно на дворе блин я не потею и не пахнет ничего как юбку да не я с открытым окном сижу чтоб башка не кружилась поэтому блядь на самом деле лишнего не будет помочь с заговором с таким заговором на белок давай в карте сыграем и белок отпустим или проиграем сейчас чертам ну куда в карточной игре без мини карточной игры то она да но тут я боюсь что в прошлый раз я спугнула бесов и белок освободила и белки мне гостиницы оставили вот а тут я подумала вдруг я белок заговорю и грешочек я не знаю мосборг не придумали наверное больше имен чертям чертям а че бесам то им похую блядь а че думал все шестерки уже вышло и за этим делом не следила жесть черт черта долбит как я с этим говном играть буду у меня одни пики до два козыря о какой ты бес номенкратура так ну мы с андропкой батлимся подержи подержи не ввели в игру на василиса а нахуя а последние бесы растворяются в дымке вы переводите дух и вновь замечаете в отдалении человека который встретился вам у путь вы ну это работа лишняя блин а деревья растут прямо в воде река разлилась что ли тяжело путешествовать по нехоженным местам здесь путь выразлилась и образовала еще одно болото вот и тот кто давно вам знаком он здесь стоит посреди затопленной рощи вы окликаете его но голос тонет в густеющем тумане привет бутер ты угадывать песню скутера ты молодец сырость пробирает вас до костей вас начинает трясти то ли от холода то ли от предчувствия встречи вы подходите силуэт постепенно отдаляется только что до него можно было рукой подать а вот он исчезает но вдруг вновь мелькает среди деревьев сосновой рощи не догонишь тебя еще одна роща лесового такие деревья высокие суша у меня вон две булички проёбаные две энциклопедии ай-яй-яй ух какой прием тот за кем вы стремились все это время теряется среди деревьев вы идете за ним и под ногами шелестят сосновые иглы и поскрипывает раскисший мох вдруг вы наступаете на сломанную еловую ветвь вокруг вас немедля собираются лесные бесы ну щас опять блин буличку просру ой слушай хп то у меня блин малёхонько слова с защитой наносят ой 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 так этим пайры ой да похуй у у или не похуй у у у у у у у у у а тут можно навести и посмотреть что произойдет это заклинание он кастовать будет особо снимаю негативный статус 7 брони мало вы хотите чтобы я увеличилась что ли а вон почему она не сработала вон она на чё бля извините окно хорошо и хп мало надо думать и правда 1424 похуй да вот так ебану точно не налажаю а и папа по блин слушать траву я их не трачу вон 18 штук буду вот потихонечку пилиться а то верно что это заряженная вода тебя потом не травит glory поможенный заряд негативная энергия не позитивный блять у меня полная пизда где трава вкусная забыла как она выглядит вкусная трава 1 блять 2 блять и тем мало тут вообще нахилился где опиздатая трава на 20 я забыла где она вот она 5 штук петрушка не люблю так что кому вкусная кому не очень что люблю какую траву люблю шпинат я не так часто ела укроп тоже не люблю но знаешь чё сыр к пиву с укропом это просто мана небесная мяту я вообще траву не очень люблю но мама покупает какие-то кустарники блины в салаты крошит я тоже так думала шоу укроп но сыр пивной с укропом это прям как будто новая гармония вкусов открывается у тебя прямо на языке какой сыр нос сливочный чечил соломкой такое типа вот я те дам блять 18 но пизда а а а а а а а а а Блин, такая простая битва, а в тот раз я что-то поленилась и до свидания. Все, берем, потом это. Бесы разбегаются во все стороны, как испуганные звери. Силуэт ждет вас там, у лесной опушки. Не, обалечку не пропустили. Леший дорогу украл. Мужика у нас один, лесной хозяин, завел. Цельная игра не роглайкня. Вроде лес, как свои пять пальцев знает, а заплутал. Это потому, что не напросился у лесного. Говорить-то так надо. Лесной хозяин, пусти в свое царство, я тебя отблагодарю. Вот он дорогу-то и украл. Ходил-бродил мужик по лесу, аж на елку высокую в лес. Не видать с нее деревня, только огонек где-то посредь чаще горит. Вот пошел на него, еле добрел. Видят, изба крепкая. В дверь постучал, а ему «Да входи уже!» «Уже, давно тебя жду!» Зашел, в ноги поклонился. Хотел на красный угол перекреститься, а икон-то нету. Тут смекнул, что к самому лесному хозяину в гости попал. А с ним еще баба. Видно, что из деревенских. 5-52-херц-вилл. А то. Морочит меня, морочит! Вон там фигура, среди дымки. Вот ваш возлюбленный. Вот он, среди тумана. Вы узнаете его очертания. Кажется, сейчас вы услышите его голос. Да только лица не видно. Вы делаете шаг. Фигура не движется. Ждет вас. Привет, Манхэттен. Не надо тут на меня чары свои колдовать. Не хочу поносы. Давай отменяй. Приблизиться. Всего несколько шагов отделяют вас от него. Еще миг, и вы снова будете вместе. Вдруг вы теряете опору. Под ногами разверзается пропасть. Ну, идите в сраку. Вы приходите в себя на дни оврага. Туман рассеялся, и фигура исчезла. Вы с трудом сдерживаете слезы от боли и горечи потери. Так, а ты мне лучше скажи номенклатуру, что хорошего в поносе. Ну, хоть бы личку дали. Хозяева ему. Ну, садись, ужинать будем. А мужик-то помнит, что ничего нельзя есть у лесного. И отвечает. Да, сытый я. Вот воды бы и спить. Баба его к колодцу повела по воду. По воду. Верва спросила. А нет ли у тебя русского хлебушка? Как-нибудь, говорит. Вынула с котом и горбушку. И баба в нее как вцепится. С набитым ртом ему. А соли нет? Он ей сыпанул. Лесной меня как-то завел. Привел к себе в избу. Я у него поела. Так и живу с ним. Почитай. Третий уж год. Я ему за место жены. А детишек не будет. Плоть у него мягкая, как подушка. Я по хозяйству хлопочу. Он по лесу пугает. А хлеба русского у него не водится. Соли и в помин не было. Не ест он соленого. Так и мыкаюсь. Напился мужик от души. Леший ему и говорит. Иди уже. По тебе и молебен отслужили. И уж молятся за тебя. Дорога сама тебя найдет и выведет. Плоть мягкая у него. Да, видимо, не только там. Везде, возможно. У меня 39 хп. Меня ждет битва с боссом. Но я жадина. Я не буду хилиться. Что мне на это скажете? Вы останавливаетесь и держите книгу на готове. Возле старой ели вас уже поджидает Филимон. Рядом с вами приземляется уже знакомый ворон. Пастух-заклинатель. Пастуху приписывались магические качества. Крестьянам было не очень понятно, в чем заключается его работа. Сидит себе в тени и наигрывает на рожке или трубе. Коровни разбредаются. Считалось, что пастух знает с лешим, который и следит за скотом. Перед началом сезона они договариваются, кто будет пасти, и срубают дерево. В его середину пастух кладет пасхальное яйцо. Один двигается с камля, другой с вершинки. Кто заберет яйцо, тот и будет пасти. Если заваливали березу, пастух садился с вершинки. Если ель, с камля. Интонация не та. Пончитай, это плед, блин. Меня попросили это. Как его? Платок на голову повязать, а нет у меня платка. Пришлось пледом от это. От ограничиться. О, ну Манхэттен хоть и, блин, нормальную поговорку зачитала. Без всяких турецких барабанов и так далее. С камля, я не знаю, я интонацию проебала. Если заваливали березу, пастух садился с вершинки. Если ель, с камля. Ему мешали ветки, и Леший всегда выигрывал. Считалось, что пастух может оборачиваться волкой и выполнять работу в его облике. На самом деле пастух обычно обладал хорошим музыкальным слухом. У каждой коровы было ботало, ботало, деревянное или металлическое. А он же колокольчик. По звуку пастух слышал, что животные удаляются. И подавал сигнал своей трубой. Коровы привыкали к сигналам и запоминали их. В деревнях с коми-пермятским населением пастухи использовали деревянный пубрабан. Подвешенную на грудь доску, по которой били палочками. С камля. Ну камля. Камля. Может, типа, корни, низ. Срубаю дерево. В середину дерева кладут яйцо. Один двигается с камля, другой с вершинки. Так я вот примерно так надела на себя пледик-то. Так и похоже было на пранжу. Ладно, хиджаб. Я не понимаю эту речь, блин. Старую. А Филимон сразу тут. Василиса, постой. Выслушай меня. Не нужно меня крошить в свою книгу. Ты не понимаешь. Прекрасно понимаю. Так, так. Конечно. Заговаривай с зубой, братец. Выслушайте. Говорить хочешь? Кто по-мирному хочет, так не заманивает к обрыву. Я испугался. Боялся, что и слушать не станешь. Я знаю про книгу. Думал, ты меня в печать утянешь. Хорошая побывальщинка, братец. А ты помалкивай, Карнеж. Мало еще, не понимаешь ничего. Говори, пока я не передумала. Я тебе врать не буду, Василиса. Хватит туману напускать. Как есть, так и расскажу. Порой я утягиваю немзинцев к себе в логово. Да-да, вот под это дерево. Шейла, хенджап, хенджап, амира. И марча, дрань, кап, аранжа. Ага. Любопытно. У меня, наверное, что-то типа Шейла получилось. Но не за ради злобы, а по причине. Я должен. Карн! Карн! Отец бы никогда этого не допустил. Колдуй, Василиса, пока не поздно. Погоди, выслушаем его. Ты меня не поймешь, Карнеж. Чтобы избежать огромных жертв, я должен пойти на небольшие. Любопытно. Да, я устроил так, что Ворса уснул и до сих пор спит. Да, я скрыл немзю и собираюсь оставить ее спрятанной. А для того мне нужна сила. Мне нужны человеческие жертвы. Такова цена. Сон решу. Как ты устроил сон своего отца? И как деревню спрятал? Это было сложно, но я справился. И для того, и для другого мне нужна сила. Блин, озвучка его и интонация напоминает мне какого-то персонажа из мультфильма. Не могу вспомнить из какого. Я мог бы подождать, пока деревенские начнут друг друга проклинать. И тогда стал бы утягивать их по одному. Похож на актерозвучке не тот. Кто там говорил-то? Вот прям не могу даже понять. Мне не Винни-Пух, блин, нет. Ну, что-то пухлое, по-моему, или нет? Мне нужен был мощный источник. Поток. Лавина силы. Карлсон? Не Карлсон. Или Карлсон? Альф! Альф, наверное, да. Альф, спасибо, Бутер. Да, Альф. Мой Дадыр, кстати, возможно, тоже. На Альфа похоже, да? Чуть-чуть. Ну, не всегда, не всегда, но иногда вот. Альф, я чуть не умер. В смысле, поехал, куда? Потому я принял этот облик. Облик пастуха. И для того стянул кожу с какого-то человека? Как черт? Это еще одна необходимая жертва. Тогда я не мог менять свою внешность так, как умею сейчас. Я стал жить в Немзе и сеять крупицы раздора. Аккуратно, постепенно. Коломбо, мэйби, тоже. Как корни точат камень, так и я точил веру немзимцев друг в друге. Так это тот же актер озвучки или просто голос похож? И тембр в целом. Я выстроил событие так, что в один день поместный праздник немзинцы все разъярились. Я не могу, у меня теперь Альф в голове. Не могу воспрямить, чем мне там рассказывают. О, Василиса, это непросто. Все сердились, ненавидели друг друга. Не скрою, для того понадобились отвары, козни и прочие хитрости. Но я добился своего. Множество проклятий прозвучало в тот день. Столько, что проклятой стала вся Немзя. Поэтому я смог утянуть все село. А дюжина проклятых крестьян дали достаточно сил, чтобы усыпить отца. Так вот, как ты это устроил. Если бы я знал. Так а нахуя? Ты слишком увлекся зверями, братец. А на людей внимания не обращал. Выучи урок. Жертва. Что за огромные жертвы ты хочешь предотвратить? Уж не ты ли сам им причина? Мы, лешие, видим будущее. Потому и про печать твою знали еще до того, как ты здесь объявилась. Знаем и то, что ждет немзинцев в грядущие годы. Мы слышим это в ветвях. В шепоте ветра на Ростоне. Все земли российские ждет буря. Буря грядет. Вас ждут смерть. Голод, убийства, войны. Такие беды, каких раньше не бывало. Этой деревне вообще не станет. Не может быть. Истинно говорю. И мой брат это знает. 21-го по-моему, датан дат. Все еще может измениться. Если тебе прям важно, давай гляну. А, 10 августа 21-го вышла. Возможно, она до этого была в раннем доступе. Я не знаю, не помню. Ну, а вот. Таких сильных знамений давненько не бывало. Я уверен, что этому быть. Люди должны сами выбрать свою судьбу. Выбрать? У них нет выбора. Они не знают, что ждет их самих и их детей. Такого не напишут ни в черной, ни в белой книге. Будущее страшнее твоих бесов. Так что, все-таки есть белая книга? Недаром они ее репликант вспоминали, бля. Поэтому я и решил их спрятать. Буду убивать одного, другого. Но они выживут здесь. Со мной, в тумане. Сила. Ты силу свою из крестьян вытягиваешь? Да. Мне приходится их убивать. Такова цена. Ну, видимо, не всех убьет. Хоть знает, как долго это продлится. Видимо, он рассчитал и действительно выживет кто-то. Ох, узнает. Мне тоже это не нравится. Сейчас, подожди. Так, вы как с сыном Лешего-то это... Как сына Лешего называете, грубо? Нельзя так. Ну, а батя-то мудрее сынишки должен быть, да? Коврижных. А тот актер Клюквин. Все, может, сын его и голос ему по наследству достался. Я рассказал тебе, в чем дело. А ты должна меня поддержать. Крестьяне всегда просили о защите. Никто не отзывался. Только я. Что это должна поддержать тебя? Ты и сама немало знаешь о жертвах, которые нужны для благой цели. Ведь ты колдунья. Так нет, ему жертвы нужны, я так поняла, чтобы поддерживать в сопящем состоянии отца. И чтобы деревню прятать. Когда Леший хозяйствовал, он деревню-то не прятал? Привет, Таре. Красиво говоришь, Филимон. Да только люди должны выбирать сами. Сами, сами. Что они выберут? За каждой дверью смерть. Только я могу их сберечь. Василиса, у них нет выбора. Зато он есть у тебя. Я могу выпустить тебя из тумана. Могу открыть печать. Только на то мне нужна жертва. Ну, жертвы вроде как они простенькие. Ну, типа чарка водки. Или как там она называлась? Чарка. Да хлеб, там еда. Ну, то есть, не убийство человеческое. Вроде тут никогда речи об этом не шло. Всяких духов задабривали вот именно подношениями. Типа хлеба, там водки. Что еще молока, возможно, к рыночку, да? Ну, я вот когда читала всякие были очки здесь и вообще в энциклопедии там что-то. Там никогда не было про то, что, мол, людей убивать надо. Мы вместе заберем человека из Нимзи. Я приведу тебя к отцу, и мы откроем печать. Ты будешь на свободе, а Нимзя в безопасности. Но это-то к умершим скорее, Тарри. А здесь именно про духов мы же говорим. Не слушай его, Василиса. Это не ему и не тебя решать, а им. Ты должна остановить Филимона. Нимзя будет свободна. Ты будешь свободна, и мой отец, наконец, очнется ото сна. Одного из другого? Филимон хочет и дальше держать Нимзю в тумане, а Ворон хочет всех освободить. Как мне быть? Чью сторону выбрать? Ну, мы Ворона поможем. Игра, наверное, вот это вот считает хорошим поступком, да? Складно говоришь, Филимон. И цель у тебя благородная. Да только у людей должен быть свой выбор. Я не дам тебе убивать еще больше деревенских. Не бывать этому, я не пущу тебя к своему дереву. Похерилась? Неа, у меня похуй, я решила так посмотреть, что будет. Так, чернослов, потому что если я сейчас налажаю и помру, всегда можно будет до диалога нажраться травы, и все будет хорошо. Так, лишачья помощь призывает другую нечисть. Господин все малые умирает в случае его смерти. Влечит благословение владельца статуса, если Василиса использует черные слова. Вечный. Ну, черные слова я буду использовать, но о благословении я до сих пор не знаю, что это такое. А, урон увеличивается. О, смотри, бьет на барабанчике. Малой упырь. Ой, будет неприятно. 5 по 3. Порчи, порчи, привороты. Я мне напорчу все равно. Потому что у меня сапочки резиновые. Ну, так, а что, не даром актеры озвучки? Так, на мне пока говна нет. 5, 15, 14. Да я сразу буду все накидывать, хуже мне точно не будет. Наверное, от этого, да? Можно травку скушать на пятачок. У меня их много. Ой, забыла, что урон режется. Зря испугалась в карт накидала. Ничего страшного. Не вмешивайся в дела нашей деревни. Ну, альб заебал. Не вмешиваться? Из-за тебя я тут, а не в Вильгарте. Так, слог только. Вот эту хуйню мы юзаем. Вот этому говна налицо. А, броня мне все равно нужна будет. Привет, Сано. А, и тебе по мордашам. Так, сняли. Ну, сейчас все равно по ебальничку мне прилетит. Неплохо так прилетит, кстати. Больно. Ах ты это сказал. Сколько урона едить тебя колотить, блин. Слушай, а хуево, кукуево, кажется, происходит. Возможно, мне пизда. Но, как бы, ничего страшного в этом нет. Так, ты опять хочешь говно накладывать? А-а-а, я наложу на себя тоже говно. Тут 28. Режем урон, добим тебя. Там все, на один удар он остался в идеале. А-а-а, бля. Сейчас нужно хорошенечку рассчитать. Все, и не навалить тебя в ладоши. Один по три порчи не работает. Так а что, я сейчас его убиваю? Определенно. И я ничего не делаю. И все, хорошо. Лечиться не надо. Броню не надо. Это тоже умрет. Прям экстрим, нахуй. Филимон сбрасывает кожу и спешно прячется среди корней старого дерева. Ворон торопит вас, пока дух не восстановил силы. Ох ты ж, сколько это. Утащил он, ребят. Вы спускаетесь по корням вниз. Подземный мрак перекатывается волнами, как чернильная ратная червь. Глаза привыкают к темноте, и вы видите, что это движутся тени, прошлые жертвы Филимона, до сих пор неупокоенные. Они беспрерывно шепчут, но что именно, не разобрать. Тебучий Филимон. Зачем мы ему поверили? Суча твоя порода. Блядь. Внезапно Филимон выскакивает из мрака, и вместе с ним извивающиеся змеями корни. Одумайся, Василиса. Ты обрекаешь на смерть целую деревню. Ух ты, корешки у него, смотри, растут. Это ты ее убиваешь. Одного за другим. Я не допущу, чтобы в твоем логове очутились все оставшиеся крестьяне. Вот ведь незадача, да? Увеличивает 10. Ох, 100 плюс. Ой, блядь. Пахнет пиздой, честно тебе скажу. Там мы травой его заебем. Слышь, нормально. У меня травы дохуя, буду траву юзать. У нас в сторону есть. Вот мне интересно, знаешь, что выяснить? Ты пошла против меня, колдунья. Это ты зря пытался крестьян заневолить. И меня. Смотри, оберег у него будет висеть. А, это значит что-то. Поехали. Смотри, мне, знаешь, еще интересно. А, защита у него не исчезает в конце хода. Но это значит, что я могу ее снять нахуй травой, правильно? Разрыв травой, по-моему, броня снимается. Да. Ха, боссался, блядь. Он собирается призвать нечисть. Ну и хуй с тобой, блядь. Призывай, прошу. Постой. Нельзя же. Все равно не сможет. Ты сам вынес себе приговор, когда затащил меня в Немзю. Так, старый взгляд увеличивает урон по существу на 13 и снижает урона. Слушай, у нас кажется, пизда сейчас произойдет, но мы эту пизду сможем себя снять. Шипы на него, когда он будет получать урон, меня будут с задницы трогать. Слушай, мы в залупе в полной, мне кажется. 28. Я себе нанесу... Так, 3 урона не страшно, да? 10 страшно. 13. 27. А он первый ходит, и мне ебанет так, что я... У меня слезы из глаз, птику, да? Блин, плохо. Я не знаю, как считать, но я просто сделаю, как могу. Хорошо. 3-4 на 3, это... Тут... Чуть не хватает, и там еще него броня блядская. Можно опять хпси на всякий случай. По-плохой. О, щас будет неприятно. Ээээ, один по три, урон, пизда. Да ты сдохнешь сейчас, что ты выебаешься, мне похуй вообще, да? Ээээ, один по три, урон, пизда. будет. Не, нормально. Все. Ой, Реверапу! Леший с шипением падает на землю и бессмертно исчезает. Вы чувствуете, как вокруг спадают заклятия Филимона. Тени исчезают одна за другой. Карнеж благодарит вас и объясняет, как добраться до спящего отца и какие необходимы обряды. Ворон будет ждать вас на месте. Лешего пробуждать будем. Можно было и траву не жевать. Сын Лешего говорил на севере пти. К старой Пожне. Пожня. Вам интересно, что такое Пожня? Слушай, может мне черную тему, блядь, включить? Есть тут такое? Ой, блядь, темно стало. Так а что, может и на Твиче темную тему включить? Так смотри, я как будто и не альтабусь даже. Может мне везде темную тему включить и проблем не будет. И свет не нужно настраивать. Просто в темной теме все травится. Так, Пожне это жневье или лук? У меня просто непривычно глазам, когда в темной теме все. Вы знаете, что такое живье? Жневье там, где, наверное, косят хуйню? Хуйню? Да. Жневье это поле, где сжат хлеб. Солома, оставшаяся на корню после жатвы. Так надо и в ВК, наверное, темную тему сделать, блядь. Ребят, все темно, черно. Пред колбасер. Хуйня это подловил. Лучше не терять времени. Каждый день на счету. Так, чертеня, Тоньки моя. Так, куда ловолопаться хотим? Разбудить лешего. Книжник. Но мы к нему заглянем, просто потому что можно это сделать. Будь мудрецом. Выйди вперед. И знание твое станет хлебом. Так, все, что можно было, я выбила. Ну, до свидания, мистер Книжник. Интересно, а есть какая-нибудь разница между пунктирными тропами и белыми в плане механики? А этот дед, он же просто не письторговец. Круто артефакт надхел? Ну, возможно. Сухой в ям. Старое заброшенное поле. Почему деревьев тут нет? На этой старой забытой пожне не растут ни деревья, ни крестьянские посадки. Только тут и там торчат старые жерди и две тонкие березы. Сын лешего сказал вам связать их верхушки, чтобы найти дорогу к его отцу. Ну, вот про пожню мы тут прочтем. Невспаханное поле с остатками соломы на корню. Это пустынное поле дышит колдовской силой. Вы чувствуете, что когда-то здесь была церковь или скорее святилище пермяков. Мифология русского севера. Русский север – территория до любопытности странная. Если не считать новгородцев, русские здесь отнюдь не коренной народ. Заселение севера и Урала проходило в несколько этапов, и русские традиции постоянно сталкивались с финно-угорскими Коми, Вагулы, Марийца, Мардва и тюркскими Татары, Башкиры. Различия были не только в языках, но и в обрядах, обычаях, верованиях. Взаимопроникновение проходило во всех сферах жизни. У каждого народа были свои духи построек, воды, леса. Со смешиванием народов русские лешие, домовые, водяные постепенно принимали черты и функции таких же персонажей и соседей. И наоборот. Я не понимаю, что у меня в диске там моргает, блин. Вы связываете верхушки деревьев и между ними открывается путь в обитель Лешего-старшего. Ступить в портал. Игнатьевский ручей. Вдоль ручья на деревьях ленты виднеются. Возле ручья находится старая березовая роща. Деревья покорежил возраст, их корни покрылись мхом. К стволам привязаны красные ленты. Так крестьяне пытались помочь очередному заблудшемуся. Ленты похожи на те, что вы встретили перед тем, как попасть в Немзю. Прикляла. Вот нельзя детей-то лешить. Особо в полдень и полночь. Лешить. Лешакнешь? Лешакнешь? Ну, если тут лешить... Ладно. Лешакнешь? Скажешь? Пошел к Лешему. Он его и уведет. Вот был у нас. У соседей парнишка, Митша, озорной, неслух. Наворокосил что-то опять, а мать в сердцах и сказануло. Понеси тебя, Лешак, Митша! Парень вроде присмирел. А как обедать пора, мать-то его и не докличится. Куда и подевался? Знающие сказали. Вот Лешакнуло, лесной хозяин его к тебе и увел. Че делать-то? Собрались мужики всей деревней, в лес пошли. Гукали-аукали, тряпицы красные на все ветки прицепили. Он вишь если заблокал, по ним до деревни бы и дошел. Дорог-то нету в лесу. День, ночь, нету Митша нигде. Матушка тогда в тряпицу собрала подношение Лешему и у самого сухого Логана пенек поставила. Должение читать в источнике. Ленты ведут вас дальше вдоль ручья. Вдруг из него выныривают несколько утопленников, привлеченных черной книгой. Быдмем. Тиропму. 20 урона. Шебрас. 10 хп всем союзникам. Игрок не может использовать черный слад. Ты чё охуел? У тебя первым мы ёбнем, блин. 38. Эй, тю. Ладно, я сниму дебавль, блин. Блин, проблема, ты знаешь, в чём? В том, что не хочу 20 урона по лицу получать. А, пох... Так, не имею права чёрные слова околдовать. Такая сегодня... Ой, блин. И он опять это сделает. Ты чё? Бля, у нас проблемы. Снять-то сниму, а толк-то, если он опять это накинет? Всё, он передумал, но... Вечный быдмён увеличивается в размерах, становится сильнее. А, тя-тя-тя-тя-тя-тя... А, так всегда бывает, блин. О, опять лагуньки начались. Ух, какой ему большой стал. Так, 17 умножить на 3 это дохуя. Единичку-то урона насрать на неё. На 2, точнее. Ладно, 4. Тридцать-сорок мало, пятнадцать мало. А если сделать себе... Ты до похуй умираешь, да? Ммм... Ммм... Бля, хуй знать, чё надо брать. Это же дубликаты уже пошли. Исток ручья. Здесь и заканчивается ручей тот. Следуя по сохранившимся за годы лентам, вы набредаете на забытые людьми старые бани и заглядываете внутрь. Свет проникает через прогнивший потолок и падает на детский скелет. Заглянуть в печь. В печи не осталось и золы. Вокруг тихо, даже банники покинули это место. Тело осмотреть. Судя по остаткам одежды, он, как и немзинцы, был из коми язвенцев. Сложно сказать, сколько тела пролежало здесь, одинокое и забытое. Значки рядом с именами во время боевой ситуации именно. Там пишутся дебафы и бафы, соответственно. Ну и атаки, которые планируются использоваться. Там обычно атаки или какие-то особые навыки треугольником иллюминатия отображаются. Битва следующая столкнется. Я могу там более подробно сказать, что там, какой значок значит. Там большой список выдвигается из описаний, соответственно, того, чего, кого, куда. Хоронить. Вы выносите останки, раскапываете яму, кладете тело в могилу и неожиданно ранитесь о расколотую кость, окропляя погребение кровью. Чё ж ты, блин, Василист, какая это неуклюжая. Костями детскими веноси вспарывать. Что это за дело-то? Так, быличка. Прикляла часть вторая. Салфетку чистую постелила, а на нее чекушку, как водится, до краюха хлеба. Лешие-то сами хлеб не пекут и слова сказала. Лесной хозяин, как взял моего Митшу, так и отдай. И трижды крест на себя наложить надо, потом до земли поклониться. И понимаешь, через день вышла Митша к деревне худой, ободранной, тащой. Меня, говорит, дедушку Леший сначала по лесу водил, а я и забыл одежу перевернуть. Потом по вершинкам сосен и елок таскал, пока в дом к себе не привел. А в избе баба какая-то, она мне и шепнула. Не ешь ничего, в избе. Только грибы да ягоды. Я вот хлеба поела, навек выслужение осталось. Так и было, Грит. Хлеб разломил, а там лепешка коровья. Вместо орешков каленых какашки козьи. Покрутился дедушка Леший, на крыльцо вывел, под зад пнул. Домой уже иди, мать тебя заждалась. Продублирование сообщения с права экрана? Значки рядом с именами. А, это твичовская тема. Ты же на СК2ТВ сидишь? А у меня основной канал-то на твиче. Тут всякие финтифлюшки, алмазики, которые на розовом фоне. Так можно любимцев своих помечать. Но я эти значки даю просто тем, кто часто заходит. бляшечка желтенькая, хотя она не желтая скорее, беловатая. Это вообще нововведение на твиче. Что-то типа того, что ты стал свидетелем какой-то хуйни. То есть на стреме они какой-то момент увидели, и те, кто увидели, значок такой получают. А вон у мальчика Дидиевста штука на ватрушку похожая. Эта ватрушка и есть. Это значок того, кто платно подписался. Вот. Да, Глория, ну фон, и что за шутки такие? Зачем так? Не надо так шутить. Странное место, старинное. Что, вам уролог, что ли, письки ваши оценивать? Фу. вон уролог, все выглядит величественно и торжественно. Деревьям, что окружают вас уже тысячи лет. Среди них снуют странные духи. Вы видите подобных созданий впервые. Их пытаются поймать мелкие лесные бесы, которым здесь явно не место. Заметив вас, нечистые нападают. Ну блин, сейчас будете випки выпрашивать. Блин, темная тема непривычно. Я их просто, блин, вспоминаю раз в полгода кому-то раздавать. В итоге дашь кому-то випку, он потом на стрим-то и не приходит вовсе. Так, тебе, блин. Ну-ка, проверяй, не ошиблась ли я? И ты проверяй. Имена называть не буду. О, Беско, привет! Редко ты со мной общаешься. Так, прослушала все. Величезе на торжестве на деревьях тысячи лет, духи снуют, бесы, бесы. Ага. Я-то думал ты вот про вот эти вот значки игровые, а так оказываешься про оказывается по телу. Шо вы хотите колдувать, Ира, да черный венец, не можешь черные слова использовать, 10 хп по всем. Белый венец. Ты че, блядь, охуел? Он мне хочет все запретить разговаривать. Кого из них ебнуть первым? Он белый запретит, а я и не сниму нихуя. Так, проблема в том, что 2 по 24, так, вес имеет, ну вот то-то и дело. На самом деле, чисто механически вот эти алмазики, они несколько бонусов дают зрителям с этим значком. Могу обмануть, по-моему, если ты ставишь в режиме общения в чате использовать только смайлики, то випов это не касается. спамить они потом, по-моему, вроде как не могут, как Мосборг. Вон он 4 единицы отправил. Ну, короче, есть пара плюшек, но у меня вроде по-свински редко себя люди ведут. Так что оно, по сути, никакого значения не имеет, честно скажу. 24, 29, 9, 18, но ему Габелла, да? Этот мне белый запретит, я себя снять ничего не смогу, но и пошел ты в сраку, да? Пум-пум. белый венец на меня повешал. А-а-а, блядь, а я бронюся и ой. Привет, Сора. Но Библ Блэк это для взрослых мальчиков. Ну, че, плюхи получаем? Я не хочу плюхи получать. А че делать? Кирка есть? А-а-а, есть у модераторов значок мяча. значок мяча можно, наверное, киркой считать. Кинг шейминг? Кинг шейминг. А-а, подождите, блин. Ну, пятачок себе надену я. Толк у меня от этого. Слушай, ну, вот эта трава красивая и редкая. Использовать мы ее не будем. А-а-а, такая это, ёпта. Один вредный травы наелась и хорошо мне сразу стало. Да? Черная карта, потому что у них заклинание. белый венец заклинания запрещает использовать белые карты в ходу. Черный венец, соответственно, запрещает использовать черные карты в ходу. Вот. Так, а ну в чате не драться. Товары с штрих-кодами, ну, типа того, да, да ладно, все любят значки и ачивки. В играх. Ну, не только в играх. Ну, блин, игровые ачивки хотя бы на показ можно выставить, в отличие от достижений в жизни. Достижения в жизни скучные. Вот давали бы ачивку в жизни за то, что ты неделю чистил зубы два раза в день, как положено. Я, может, так и делала бы. Так, 10, 7 хп, 4155. Белые запретили. Ну, да, белые запретили. А черные можно было использовать. Или почему они серые? Почему она сейчас серая? Потому что слот для ключа у меня только один. Я не могу использовать ее. я ее убираю, они становятся нормальные. От черного слова будем слушать, у тебя неплохо получается колдовать, Глория. Так, этот умирает, же? мне ничего не нужно. Ачивки это от английского ачивмена достижения. вот, вот, на всяких консолях, типа, на PlayStation, на Xbox достижения есть. Ну, и в Steam, где игры покупать можно, тоже есть достижения в играх. Так, он меня дамажить хочет. помпрум-прум-прум-прум-прум. Помпрум. так, товарищ, вы отправляетесь на покой, да? Чур меня, чур меня. Количество слов заговорит с 2. Пуен, старинное место, древнее колдовство. Но достижения вроде как и достижения. Награды. все время вы плутаете вокруг поляны со старинными идолами и даже выворачивание одежды не помогает. Вы решаете осмотреться. Похоже, здесь какое-то лишачье колдовство. И сюда нужно было им пятнашки втюхать, чтобы пятнашки на столбах крутить. Так, трава-мурава. Над вами возвышается старый лес, все еще хранящий память о старинных преданиях. Разглядывая чудские идолы, вы невольно задумываетесь обо всей нечистой силе, которая бесследно исчезла с тех времен. Карты тоже не люблю с Ведей Диссейтен, но тут хотя бы история любопытная. Мне нравится вот знаешь, отринуть если всю вот эту боевку карточную или тактическую. Это я хочу к баннер-саге все привести. предким Шрикасуми. Трофеи, точняк, да, точно, точно, трофеи. Вот, я вспоминаю, как я в баннер-сагу играла. Мне очень нравится, как они повествование ведут, и то, что в промежуточных моментах, когда ты по карте продвигаешься, у тебя часто есть, происходит какое-то событие, и ты в этом событии выбор делаешь, и там плюс карма, минус карма, и все такое. И сейфскам начинается, конечно, руинит весь опыт, но, тем не менее. На PlayStation официально трофеями и зовутся. Ачьивманс это, наверное, уже в стиме и на боксе, да? Там же и правда кубки нарисованы. Я просто привыкла. Тактические бои это не мое, да. Финно-угорские верования, ставший русским мотив перебрасывания предметами через овраг или речку, изначально был финно-угорским. Финно-угорским? Я не знаю. Он присутствует в мифологических рассказах о происхождении скал и рек, бытующих среди русских. Коренным народом перешел сюжет о первопоселенцах, наличие которых определялось по стружкам и щепкам, плывущим вниз по течению. Многие персонажи почти напрямую заимствованы русскими у своих соседей, например, медведь-первочеловек или тотемные предки, глухарь и щука. Серьезно повлияли на формирование некоторых мифологических сюжетов медвежьи и оленей праздники Коми и Вагулов. Все будет на экзамене, записывайте, прошу. В баннер-саге боевка, как в ТРПГ. ТРПГ это тактика РПГ. Я в баннер-сагу играла давно, я, кстати, еще торчу две части. Я не помню, как там что делалось, я помню, что там была броня и хп, и что там надо было думать. Там тоже это картами делалось? Я вот правда не помню. Там еще сетка была, а на поле битвы передвигаться можно было. в каждой части новые элементы. Ну, в общем, что трофея, что достижение одного пыль-ягода. Что только грится шу-енто. Заклятие идола, старые идола. Идолище поганые, с чутьским каким-то узорьем. Я похожий видала на бляхах, которые в поле находят. Удары в зависимости от параметров. Но они, возможно, как карты выглядят? Нет. Там же еще у нас были стоянки с лагерями, в которых я там что-то крафтить могла. Не карты или вот эти вот самые? Что мы там? Или картами были те самые юниты? Или я сейчас другой игрой путаю? Как в РПГ были артефакты. Ой, не помню, надо, кажется, освежать память. Этот идол кажется заколдованным. Здесь все еще действует чудская ворожба. Вы можете попытаться распутать заговор. Меч выглядит на зеленом. Я не знаю, могу я кликнуть модератора, чтобы кто-нибудь проявился в чате? Я посмотрю, онлайн, не онлайн? А, мубот есть. Сейчас я вызову его. Вон у него зеленый, на зеленом фоне меньше. Расколдувать. Слушай, реально пятнашки аж пошутила. Ну я образно, я знаю, что-то не пятнашки, а просто конструктор. Стоп, а где? Руки, тело, да? Это руки или что? Когда последний элемент идола встает на свое место, вы чувствуете, что с леса будто бы спали оковы. Похоже, дорога открыта. Как сама сяпнула. А я гибкая. На физкультуре никогда вас не тренировали, не заставляли бегать, чтобы пятками по пописях листали, Это, наверное, какие-то мышцы тренируют, либо у нас просто физкультурник был садистом, я не знаю. Так, ворысь син, тут я с лешим и повстречаюсь. наеба, блин, вся жизнь один большой наеб. странная какая-то скала будто шевелится. Не может быть. Это не может быть. Странная какая-то скала будто шевелится. Да не, не было такого. Да не, ну серьезно, ты, я вот сейчас не побегаю, потому что я запыхаюсь и стримить не смогу, но когда ты бежишь и стараешься максимально икроножные части подкидывать во время бега вверх, вот. Так вот, почему у меня поп-то плоско из-за того, что ладошками надо было прикрываться, блин. Ну, кстати, да, логично. Я, я просто не уверена, у меня вообще чисто физически получится пяткой туда попы дотянуться. Поговорить. Готово. Готово. А там, глядишь, я и сам лешим сделаюсь. Ну, физрука, конечно, Мэнтони. Бег с захлестом голени. Нам наверняка как-то попроще это все называли, чтобы детишки-то поняли. Больше всего я гусиный шаг ненавидела. У меня еще тогда колени хрустеть начинали. Блин, возьмем все воры, но он вроде это обаятельный и с котом может с нашим подружиться. Ой, да, Мэнтони, да. Клево быть отличницей в том плане, что я прогуливала физру, наверное, класса с 8 уже и у меня классрука договаривалась с преподавательницей, чтобы мне ставили пятерку, несмотря на то, что я нещадно прогуливала, чтобы меня аттестат не портили. Согласиться. Мне такой помощник пригодится. Ладно. Тогда за дело. Дело! Ворон начинает читать неизвестный вам заговор на незнакомом вам языке. С каждой минутой его хриплый голос становится все тише. Он похрустывает, как мох в еловой роще. Вскоре вы чувствуете дрожь земли под ногами. Зачем меня призвали? Так это глаз от века было. Шищ! У меня аж печать треснула. жизнь. Жизненно. ворон-то с нами хоть? Одинокий остров. А что меня опять куда-то перекинуло? я домой хочу. Бакон трава. Архиелин трава. Умываясь я медяной росой, утирая солнцем, облекаясь облаками, опоясываясь частыми звездами. Церква какая-то под водой. Колокольня только торчит. Не, у нас физрук его много раз увольняли, каждый раз возвращали. Он у нас коньяк в этой, не в подсобке, а ну в своей комнатушке вроде как пила, я сама этого не видела. Ну, благо потом его уже окончательно уволили, у нас была молодая женщина спортивная, она уже за дело взялась хорошо, но это я уже в старших классах тогда была, у нас вроде ребята ходили на физкультуру, им нравилось, а я не знаю, я с ней толком не общалась, видела ее наверное пару-тройку раз. Так что ему лень было заниматься нашим воспитанием, он нам мяч давал и говорил играйте в вышибала. С младшеклассниками, так он бродатый наверное был, нет? это океан или море? Баска-то как? Никогда такого не видела. Это океан или море? Баска-то как? Как тебя? Молодой физрук был, может он практику у вас проходил? так не, это не его по-моему были уроки, он подрывался только под конец учебного года и заставлял нормативы нас сдавать, а мы все нетренированные, нас еще летом на улицу упускали, на стадион бегать, типа круги наворачивать, нормативы сдавать, ой, не забуду то ощущение крови во рту после долгого бега, когда ты не привык бегать. Бля, у нас потом еще промежуточный физрук был относительно молодой, со смешной фамилией Колотушкин, он правда потом дождался пока старшеклассница закончит школу из 11 класса выпустится и в жены ее взял, уволился и не нравился мне этот дядя, он как-то странно себя вел, потом я поступила в универ и оказалось, что он в универ в этот устроился и там теперь физруком преподает, но благо я не в его класс попала, вот, бег задирания много, возможно, можно? не, не, я думаю, жена-то осталась у него, то я не вдавалась подробности, да фу, паси, алатыр, алатырь, алтарь, правильно говорит, ладно, что, сигарету достать, блин, мне не хватало смелости курить, типа, за школой, зачем, жесть, уранысолар, привет, у тебя значок и ты молчал все это время, я тебя как будто не видела тысячи и тысячи лет, какой белый камень могучий, журчит под ним, как вода льется, какой белый камень могучий, на белоснежном алтаре лежит ваша книга, белый камень чуть слышно потрескивает и дрожит, разрываемый сущностью древнего артефакта, жесть, я просто тебя, правда, наверное, года четыре, наверное, не видела, аж забыла о существовании такого никнейма и тут я его увидела и вспомнила, даже царь Соломон был бы осторожен на моем месте, ведь что его перстень, всего лишь печать, я не знаю, Гроря, что происходит, где это мы, О, Мэнтони, у тебя тоже вон торчит, женился на внучке директрисы, о, может, ты поступил на работу по блату, не узнаешь этот остров, а так часто его поминала, впрочем, полно, ты открыла еще один затвор, осталась безделица мелочь, еще два препятствия на твоем пути, и кто бы мог подумать, что простая ведьма из Вильгарта добьется таких высот, о, тебя ждет много большее, великие деяния, но, я лишь хочу, чтоб желание мое исполнилось, так и будет, не сомневайся, совсем скоро ты достигнешь цели, и на книге не останется печати, деяния, какие такие деяния меня ждут, я просто хочу спасти парня своего, о, и ты спасешь, спасешь, осталось немного, главное успеть, главное не упустить шанс, совсем скоро солнце встанет в зенит, только в этот день можно найти цветок папоротника, а папоротник, говорят, раз в сто лет цветет, че он, так он, я не помню, в самом начале игры говорили, что умер он, а как, че, почему, может, это упоминалось, но я не помню, не упусти, Василиса, торопись, не зря же мы с тобой проделали весь этот путь, да нет, ты че, в соседок не веришь, в чертей не веришь, все по-настоящему, это историческая игра, ты открываешь печати одну за другой, легко и просто, и с каждой новой сила твоя растет, возлюбленный главной героиней умер, и она вот эти вот все злоключения переживает только ради того, чтобы его сада вытащить, это чуют демоны и слетаются к тебе в услужение, скоро ее будет достаточно, это он просто очень ревнивый был и своей смерти решил проверить верность девицы, стоит брать ее в жены или нет, мол вернет этого света, возьму я в жены, не вернет, ну что ж, кажется я просчитался с своим планом, большой, я только в лесу папоротники видела, чтобы вызволить его, а что если наш это погибший-то суженый на самом деле быстро в рангах адовых поднялся и мы сейчас с ним-то и базарим, так, желание, книга и правда выполнит желание, когда я открою печати, опустил, логично, да, так говорит предание, уже много лет никто не открывал затворы на этом древнем артефакте, предание самая упрямая в мире вещь, идут века, но оно не исчезает, лишь меняется, подстраиваясь под своих хозяев, словно паразит, оно цепляется за своего владельца щупальцами из мифов и магии, и только он косо на него взглянет, тут же превращается во что-то новое, скрывая смысл и запелено недомолвок, в предании сказано, что за семью печатями лежит твое желание, так говорят все знающие, семь раз шпингалеты подергать надо, банница, а вот ты мне скинул, что это за женщина, значит это правда возлюбленный что с суженом моим где он сейчас ты знаешь ему отведено сорок дней за этот срок его душа пройдет мытарство а затем ей и место определят я бы даже мог замолвить у него словечко моим знакомым бесам мытарям но я не вижу в этом смысла так получается да он я обманула не совсем он в аду а в неком подобии чтилища типа до 40 дней душа где-то блуждает и потом только и она уже отправляется куда надобно надобно так не совсем из ада ведь скоро ты сама сможешь ему помочь но стоит поторопиться дед Егор не ошибся ведь даже книга не вытащит его после сороковин ну вот как раз таки поминовение усопшего на сороковый день после смерти читали до свидания мне пора в Вильгард и еще две печати да не стоит терять времени верю мы скоро свидимся вновь в смысле серьезно за еду озвучивали я думала бюджет ушел как раз таки на хоры и на актеров озвучки так там море мы же на острове были дед Егор ой как приятно в родную избеночку то вернуться воротиться поселиться ох господи Иисус я заждался уже весь истушился срок мог выйти ты где была то ой дедушка я тут все хорошо меня леший водил да я выбралась не зря же ты меня учил и печать открыла вот как ну ладно успеем я уж думал старый знакомый наш до тебя добрался он нет не он Александр ну я то старые трюки помню жало сломил ушки отломил иглу в притвор так Сашко мне кажется все таки финальным товарищем нашим будет раз уж у нас целая глава была потрачена на блуждание по лесу непонятному запереть колдуна колдуна можно запереть то есть сделать неспособным выходить из какого либо помещения для этого перед приходом колдуна у двери ставят ухват кверху рожками или вонзают в лавку иглу со сломанным ушком с этой же цели садятся на скамейку и произносят сук заткну и ретника запру при этом вставляя палец в дырку от выпавшего из скамьи сучка поймал его поймал да он скрылся весы помогли я-то уже не чертистый почти ничего я до него сама скоро доберусь застарежно а есть такое слово или ты это просто подыгрываешь я такого не видела доберешься это я не сумлеваюсь раз ты здесь я сейчас Николая вызову свадьбу надо заканчивать пока обдериха за своей дочуркой не закончилась у нас сейчас свадьба не закончилась чувствую скоро уж и срок будет ничего сегодня же их обвенчаем я время не терял отшептал нашу парочку заживут как след уважение к предкам то проявил бы мил сударь этот Александр раз свадьбу портить начал остановиться не сможет как венчать начнем сам объявится черти потащат да я его у Троицкой церквы то и встречу ты только не увлекайся парнем то своим новым в погоню то не бросайся пропитать не забывай какой он мне парень ты че дед да и на Ивана же печать следующую открывать ну так осталось то и недели нет как я думала еще с запасом ебать ты рейзер пришел тоже давно не видела привет рад видеть говоришь леший водил хорошо что ты сейчас вышла а не через год сама знаешь как бывает осталось семь дней погоди если времени в обрез надо обряд готовить скорее бог в помощь нужны нити из монастыря полотенце престольное нож пасхальный и свечи ну да мы долго блуждали там и ссала человека которого лихорадки трясли а он выжил после этого или нет не зря я учил молодец но не страшись Вася я за где поиск на держи митий монастырь бля про старых чертей смешно ироничный не испугаешься бадагом или батогом бадаг я не знаю что такое да и баток забыла что такое бадак блядь бадак бадаги это одно и то же получается да а как мне главная страница у гугл сделать темного цвета ох ёпта настроить цветы тема о можно сделать темнота я могу розовый сделать розовый хром как красиво да не я черная бля глаза режь пиздец бадага лэнгвидж драйвиджиан а есть еще бадага южный драйвидийский язык на котором говорит народ бадага из района нил нил гирис штата томил наду это блядь где ой глаза режет с непривычки от черного фона так монастырь ванить но они вера то нитки клубок где по старой вере где мирская не поймешь толком так не я каждый раз говорю про то что будем образовываться читаю какую-то хуйню моментально забываю я не остановлюсь на полдороге и другие предметы раздобуду мы почти у цели ты из дота зрителей ты толком ничего не осталось блядь ты опять донат пейн надо подредактировать а то опять тудунделинь так предметы думаешь где нам найти все эти вещи пока и сам не знаю нить ты я на ярмарке смог купить остальное это предка тангенс тоже нечастый гость вот недавно то что появился ли все все молчите блин не дота зрителя они отсеялись и перестали ко мне приходить наверное через год но некоторое время еще приходили сань когда дота сань когда дота 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 василиса ну родилась такая ну что поделать а в 15 минут приходит иногда но если бы я тебя часто катангенс видела в чате я бы наверное запомнила ну прости если напередила думаю в троицкой церкви найдем священник поможет а не поможет так уговорим так убряд все-таки страшный это обряд конечно потому никто изнатких и не ходит с этим цветком все вы такого хотели помощник ворон то с нами пришел сюда интересно или нет или он чертом стал переносным который в этом пестере держи пару червонных чай купишь себе гостинцев на базаре спасибо большое с гостинцев постараюсь спасибо уайли ронь слушай ты жаль нас дота меня смотрела и потом тратила блин на меня еще и на сапки деньги хотя игры тоже какие-то непонятные были каюсь да но мало вас осталось но честное слово мало запись доты с ютуба да не нельзя буду извиняться с удовольствием за ляма чпочмаков с удовольствием только те кто отваживался всех сатана и задавил думаю справлюсь я их уже много повидала да кому кому а тебе эта задача будет по плечу купала то у порога а мы готовы будем ну блин ютуб возможно будет ругаться на воды то что у меня там чужие эти и эти самые чужие видос под чьим авторством будет могут сказать ты чё охуела бан нахуй и всё свои воды а у меня только один вод по доте есть и возможно я там говорю слова нехорошие потому что он старый у меня там такие игры были напряжные он был заблочен долгое время недоступен для просмотра без звука о иван купала праздник ивана купала христианский вариант языческого обряда который приходился на период летнего солнцеворота 24 июня 7 июля по новому стилю привет карлович маза псестрима праздник в результате был приурочен к дню рождества иоанны предтечи по сути своей оставаясь языческим святому иоанну крестителю молились при головной боли у него же просили за детей утром на ивана варили кашу из цельных зерен кутью так же как и в любых обрядах переходного цикла при размыкании границ между мирами скорее всего божества купала в славянском язычестве не было это народный вариант имени анна крестителя ведь детей крестили в купелях или окунали в ближайший водоем замесы кольцу ну блин я там фижу я ж на саппортах играла любой замес ты уже в могиле ладно шучу чё дасты прожал вардят сткнул глимер накинул на керри своего и всё аллилуйя улетаешь в то верно айрат я знаю что ты виноват в смерти айратовой жены ты огненного беса прислал который её и задавил и что с того ты будто чертей не посылаешь мало ли что они там творят так за всем не уследишь мольберг нет не уходи пожалуйста ну это всё дочерские предметы были я это тоже только потом понял она лешего списал чтоб денег подзаработать время было непростое или ты предпочла бы с голодухи сама помереть может ты ладно ой ладно что был то прошло сейчас то он с ней подстречается наконец привет жасман ну за дело чтоб не опоздать иди за колей а я в книге заговоры подготовлю за дело так ворон вот он сидит шел прочь шел теперь вороньем летать будете или работа тебе не дана вон во двор иди щепки перешитай погоди дедушка это сын ворсы я из немзи его взяла не не скипало ну прости уж старого зрение не то добро пожаловать в нашу избу ворса Порса. Длинные свиньи. Я поняла. А, ты или ты на смайлик? Все, а мы же тебя видели сегодня. Ты там одно что-то написал. Покраснел чего? Вы хотите живность, но нам не подвластны. Нет. Там ивент в Моджонге. Только в лесу можем шутки сыграть. Не, Жасман, это разные все сущности в виде гномиков, которые приняли облик животного. Кот у нас божество северного ветра, а этот у нас сын лешего. Мало про себя-то рассказал. Ты ведь сын ворсы, так? Так, вертель, откуда ты это знаешь? Так, так. Ворса жен берет себе. Часто из вашего зверья людского. Тогда рождаются лешаки, как Филимон. Вкратце сюжет. Жила-была Василиса, краса, длинная коса. Вот она. Был у нее суженный ряжный, мужик красивый, ебанись. Все у них было хорошо. Потом пизда, умер он. А дед ей все это время мозги компостировал. Мол, ой, внученька, бесов мне надо передать своих-то. Будет насредство моим тебе. Станешь вещуньей, ведуньей. Будешь дело мое выполнять. А она все это нос воротила. А после того, как суженый-то скопытился, поняла она, что только с помощью черной книги, которой дед-то ее обладал, можно суженого к жизни вернуть. Ну и согласилась она взять грех на душу и стать повелительницей бесов чертей да нечисти всякой. Ну и, короче, книга запечатана семью печатями, которую нужно снимать при встрече с определенным бесом. Каждую печать определенная нежить. Ой, нежить. Определенные, в общем, существа потусторонние открывают. Вот, когда все печать откроем, тогда суженого и вернем. Вся в татушках? Не знаю. Но вся понятие относительное. Типа прям, чтобы все тело было? Наверное, нет. Руки, ноги, а дальше-то мне и не надо. А иногда и звериных жен берет. Так и я появился. Я! Ну и по мере своего путешествия в Косвидей Ди Сейтан мы встречаем различных любопытных и не очень людей, и не только людей, и они теперь у нас в избе живут. Вот это из последней главы, товарищи, мы взяли к себе на услужение. У ворсы хозяйства, как у любого лешего. И за ним следить надо. Да только наш уснул хозяин. Запустение настало. Раздор! Раздор! Кар! Кар! Фильмон. Что сейчас с братом твоим станет? Так она до того, как он жив был, она не хотела становиться как раз-таки... Блин, тут очень много наименований векшицей. В общем, ведуньей-колдуньей. Фильмону больше лет. Больше. Он наследник, он. Он не мертв. Нет. Скоро вновь объявится. Будет отцу помогать. Учиться уму-разуму. Он проснулся. Значит, подучит его. Подучит. А не спрячет ли он Нимзю обратно-то? Это как знать? Как? Кар! Кар! Так. Истерия. Опять закончили работу. Игла считала, не получилось. А, что-то пошло не так. Курицы исклевали не свое потомство, а вашего беса. Но грешок вы все равно получили. Огород был защищен сильными оберегами, и бес не смог выполнить работу. Толку-то от вас, блин, дуралии. Хотя я их специально отправляла на ту работу, которую они выполнить не могут. Но 6 не 100, ничего страшного. Покайся, сука, нах. Покайся. Так, 3-5, 4-5. А, где тут 4-5 было? Подожди. Вот, 4-5. Устроить грозу. Иди, воражи. Так, а ты у нас бесенок. 1-7-3-3. Так, здесь дольше всего. Наслать непослушание на детей. Все хорошо. Можно было вот эту штуку, конечно, надеть. Но... Вот у нас еловая печать открылась. Тут она опять новые скиллы. Надеюсь, со старой колодой можно будет играть, блин, еще целую вечность. Василиса, жива! Я как вернулся, так думал, все, не стало тебя. Простите, дорогие. Не сберегла я вашу свадьбу. Ты че, шутишь, Вася? Без тебя ее б вообще не было. Да и знаем мы, что не ты виновата, а барин тот. Если б не ты, так и ходить коленьке волком по лесу. Торопиться надо. Раз Василиса тут, обвенчаем вас сегодня же. Я за вами заеду вечером в Вильгарте и обвенчаем. Не объявится больше, колдун тот. Думаю, объявится. Но теперь я подготовлюсь. Пока вы будете обряд свой проводить, я его у паперти и встречу. Спасибо, Васенька. Мы тогда собираться начнем. Нужно все-то успеть. От Кикимора не дождешься пряжи. Кикимора. Разные мифические существа любят заниматься прядением и ткачеством. Но чаще всего практической пользы это занятие не приносит. От Кикимора не дождешься пряжи, говорится в пословице. Видеть предыдущую Кикимору к смерти в избе. Когда Кикимора гремит, как люшками быть беде. Если же за прялку садится добрый дух, он может напрясть богатство, здоровье, удачу. В древнегреческой мифологии нить арядная проводник из одного мира в другой. Как и волшебный клубок, который приводит известного героя русской сказки в тридевятое царство. Мир неживых. Ну, бог в помощь. Не будем медлить. Василиса, Егорь Евлампович, бог в помощь. Помогай, Господь. Слышала, что ты вернулась, так поблагодарить зашла. Кабы не ты, бегала бы я волком, пока Господь бы посланника не отправил. Знаю, что ты помогла. Мне так дедушка сказал, который из леса ты вывел. Я ему гостинцев дала. Ой, так и от меня держи гостинцы. Немного, но чем богата, то и принесла, так. Ну, увидимся вечером в церкве от вашей. Гостинца – очень приятное слово. Надеюсь, спать крепко сегодня будешь. Чего мы в избу-то эту страшную идем, а Коля? Тихо, дурнина. Благодарить кто будет? Ой, Васенька. Здравствуй, дедушка Егорушка. Ну, здорова, детвора. Какая ночь. Спасибо, Василисушка, что петрушку-то расколдовала. Спасибо, Василиса. Вот тебе свистульку отдам. От колдунов помогает. Главное, Диманёга, привет, нарком. Он пиздел про, мол, торопись, печать открывай, бла-бла-бла. Мало у тебя времени осталось. Почти сарковин-то уже прошла. Пойдем мы. А вечером, наконец, обвенчаем Николая. Петькина дудка садился на белый горючий камень и начал играть в гуселки-яровчаты. О, вот это пиздатая тема. Василисушка, как ты все умеешь? Вот бы и мне так научиться. Я бы Петьку-то сразу спасла. Помнишь, как мы порчу-то искали, Петрушка? Да я особо и не помню, что было. Знаешь, что свадьбу надо сберечь? Этим-то и займемся. Аккуратнее там, куда попало, не лезьте. Да знаем. Привет, Дилан, спасибо большое. Здорово, Васька. Ну, опять ты меня выручила. Вот, принес я. Что уж было. То есть мы спасали их за 25 гривен? Как ты сам-то? Все помнишь? Ага, благодаря тебе. Знаю, не хотела ты меня в дружках видеть. Ну, кругом права, че скажешь. Я-то твои слова крепко на сердце положил. Так и сделаю, как советовала. Ладно, свадьба у Коляна не закрыта. Так готовиться надо. Хоть венчание-то проведем с полным светом. Ну, в церкви свидимся. Слава Богу, на месте вы меня от всей деревни прислали. Беда у нас. Без знатких-то как? Гига Шайтан, который из этой с горящими глазами, с которым мы говорили на острове таинственном, он в самом начале игры появлялся, когда мы только-только, так сказать, окунались во всю эту движуху колдовскую, мы на родстыне в круг вступили и вот очутились в каком-то страшном месте, то ли в Междумирье, то ли в Аду самом. И там вот с ним диалоги водили. Вот с этим чертом. И он нам как раз-таки про печати и рассказывал. Че как. Что за свадьба? Да, мы, блин, мы роль свахи играем. Пытались свадьбу эту защитить, да, чтобы не помешали, не прокляли. Да только все пошло наперекосяк, псу под хвост. И как бы ни старались, все равно беда произошла. И половину свадебжан в волков превратили. Но мы всех в итоге их расколдовали. Потом сами очутились непонятно где. Сейчас вернулись, надо свадьбу уже до конца довести. Сваха. Ну, я читала, что здесь имелось в виду. Ну, наверное, то же самое, что и сейчас, только ты еще и защищать должен был их. Вот тут упоминалось слово свадебжане. Ну, участники свадьбы, церемонии. Сваха, ну так, кто сводит людей? В делах романтического плана. Вот, гостинцев насобирали. Все. Такая жара, но не стоит-то. Ага. Да вот и ходим мы с колотушкой. Чтобы не было беды-то. Подожди, или сваха это не то. Или сваха это с родственническими штуками связано. Я напиздела? Нет, занимается устройствами брака, да. Правильно. Есть фильм 58-го года «Сваха». Блядь, кинопоиск тоже белый. Ой. А кого я перепутала? На сваху слово «похожее», которое связано с родственниками. А то сгоримся ночью-то. Сноха, точно, спасибо. Ой, да как идти-то надо? Вот пошли. Да кто как. Хорош причитать уже. Говори толком. Ага. Так вот, на медне моя очередь с колотушкой ходить выпала. Я и пошла к авину своему. Недавно мы прибыли с северов-то. Иду. А темень-то? И как манит кто? Сатана, он все знат. Человека-то искушат. Вот и пришла к авонам. Напросила все по чину. Заглядывая внутрь-то, а там шевелится что? Я читаю. Да воскреснет Бог. А мне в ответ. Да растреснет лоб. Ой, прости, Иисусе, ужас взял. Я дальше. И расточится в рази. А мне. Да раскачается осина. Я бегом. Сатана там. А винник недоброе задумал. Сердцем чую. А ведь носили черту и водки, и хлеба. Да все бесам мало. Хорошо. Если будет время, заглянем в ваши авины. А вины это там, где скошенное сено хранят. Ох, спасибо, матушка. Век Бога молить будем. Такс. Что плохое? Нет, это звук получения доп-квеста. Благословение кастует. Ну ты у нас не Грейжиной, поэтому мы по классике с Левонтием, про которого я забыла. Или мы будем с Прошкой ходить? Егор у нас там что, с глаз? Да не, Левонти, он светится. Пиздатый мужик. Речной берег. Непривычно видеть свет солнышка. Уже и забыла, как закаты выглядят. Лето успело разыграться, пока вы были заперты у немзинского лешего. Вечер наполнен звуками цветущей природы и приближающегося солнцестояния. Чем ближе этот древний праздник, тем тоньше граница между мирами. Так и сейчас. У Колвинского берега вы чувствуете новых бесов. Языческие праздники. Почти все календарные праздники русских вписываются в традиционную схему языческих торжеств, но с некоторым смещением сроков согласно евангелическим событиям. Тот же характер носят и многие бытовые ритуалы. К примеру, рыбаки приносили жертву Николаю Угоднику, обмазывая губы деревянной скульптуры святого рыбьей кровью при хорошем улове. Так делали и охотники, только кровь была добытой дичи. Могли крестьяне и наказать святого. Если в лесу пропадала корова или ее задирали хищники, крестьянин выносил икону в конюшню и стягал ее вожжами. Блин, гость. Да, сезон были, но мы долго там были. На всякий случай дудку я Петь кину себе в инвентарь закину, потому что, блин. Надобно. Я не знаю, как часто они будут эти скиллы взять, но лучше крипты есть, а то скиллы неприятные. Ой, сколько говна на мне висит. Ой, какие вы маленькие. Так. Семь. Сорчу-то кудым. Так. Смерть. Were. Смерть. Субтитры сделал DimaTorzok Урон равный статусу порча Говноголовые Не, я сейчас думала, кого брать Но мне нравится, мне нравится порча Дорога на Лизова Тракт идет от деревни А потоль вдоль А потоль вдоль реки А потом и вовсе теряется за горизонтом Че он позолотел, потому что мы угры и донули Потому что освещение такое в локации было Мы обычно в темноте ходили ночами А тут что-то солнышко светит Закат Вы видите человека, задумчиво идущего к реке В лучах заходящего солнца Он бросает на вас пронзительный взгляд И продолжает путь Вглядываясь в сверкающую вдали колву И что-то бормоча С Богомощь Погрустный дедуля Ах, можешь не распинаться, колдунья Знаю я тебя Я много чего знаю Так только дела мне до этого нет Блин, от его разговоров или от того, что мы у реки стояли Такого же гора вроде бы Как я тебе гору покажу Иероглиф горы знаю На перевернутую букву Т похож А это, от звуков воды отойду И заодно это кофей себе поставлю Сейчас приду Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Так, соцопрос внезапный Я все на гостинцах зациклилась Если вам кто-то скажет, что с гостинцами придет То что именно из еды вы представите? У меня гостинцы почему-то с рахат лукумом ассоциируются Видимо, кто-то обещал мне гостинцы И пришел в детстве с рахат лукумом Оно и заело Мешок картошки Не, мне кажется, гостинцы сладкими обязательно должны быть торт или перо ой глаза в банке рахит с лук с луком водку ну вот как какой-то ну не гостиниц что ли глаза в банке пошел вот мужик от к разбойником за золотом до разбойники ты ему и шо и глаза выкопали железная кочерга восстанавливать два раза больше хп хуйня какая нога такую под кофе подбирать вот тут написано выкопали но может выкололи ну просто так говорилось статусы продержится доход хуйня не хочу мертвая лопать часто одежда говорят а раньше лопатью звали точно выкопали точно деревянная ложка порча восстанавливает они наносят зачурана ложка травы это и заваришь и ложку хлебульную пьешь волхидные записи он старик волхидной может что и сделать человеком а может и поладить блять можно что-нибудь прикольное плейк тело мне первый не понравился я не хочу второй проходить во первых потому что у меня железо не вывезет стопудово но на пике я имею ввиду отдавать 5000 за игру на консоль даже не 5 наверное дороже тип около шести мне кажется за игру которая мне не понравилась даже первая часть не знаю не хочу она с 3 в начале ходу хуйня на блять хуйня 3 когда теряет здоровье 3 красноречия увеличивает эффект складности на 3 вот это приколдесная тема на самом деле можно было бы ее прикупить все равно деньги некуда тратить такса словам защитой грехи увеличивайте не хочу книжка затресная тоже обратила внимание в первую очередь на дорогие книженцы терял ее за 300 книжка он чуть не вижу только что вот вот это упырь а потом если приспичит купим если она конечно будет это до черную кошку выбрать пока кость не останется она ты есть та самая парень как бы брали обдергивали а листочки клали в гроб волосы утопленец сережки уточки молитва головка головка голова червей складной хворь способность союзника жапкинс кошель на 3 больше травы на 2 больше травы травы лечащие заговоры станут плюс 10 вот это кстати да любопытно но я ж не хирусь практически может ну давай я в деньги не трачу куплю на будущее вдруг придется то есть смотри я складе нужен и книжка она делает слова восстанавливать четыре раза больше она а тут и травы и лечащие заговоры но возьму типа чё лишним не будет спасибо за подсказку вот она и чё то я купила хотела подменить себе что я покупала колечко эффект складности быстрее красноречие стоп или я перепутала блины мне красноречие не нужно просто меня смутило что красноречие и наречистоть это разные вещи наречистость это складности черных а красноречие это белых кажись да плену попутал попутал меня без хуй с ним пошли в карте картежники увлечены очередной партии в дурачка складность для всех точно блин можно попробовать потом проверить карту 1 муж блин ладно блять а чё то игра то закончилась а красноречие то по всем понял спасибо счет на четверых быстро колоду уходит я даже аж внимание не обратила а я проебалась я почему-то думала шу козыри это виновата извини да похуй прибал 25 гривен и нормально может мы еще вместе раскидаем блин давай коробейник и бея все разъебали моих несмотря на то что я там про шляпила все вы победили вы победили 50 гривен так деревне и зова мне до деревни далеко от вилькарта потому и знакомы тут многие так на рея на на встречу вам выходит едва знакомый колдун в его руках вы видите красивую черную сумму темную как ночь не к добру это василиса от как обоскушат а девка выросла и красивый когда комиксы продолжение ведьмака с давакином а ты красивый сорт и спать должен был загляденье а я сразу то и не признал ах и хороша такой девки то нужно с ума хорошая а нашему брату и подавно книги таскать до чудо колдун протягивает вам свою торгу вот тебе задешево отдадим так я давно следила я все думал насколько это будет тактично доебаться до тебя но по сути я это сказала не чтобы действительно доебаться что мол да видела и лайки ставила вот и еще красиво рисуешь а еще я раз уж начала про это говорить я что-то у тебя по странице давно шарилась видела ты там около граффити выкладывал или граффити и там какой-то чел из твоих друзей сказал что ты хуйню там блять нарисовал и ты такой ну да да учусь только я так разозлилась на это вот товарища шикнула на него в монитор и закрыла блин за тобой слежу ну-ка блин выкат ничего нет не меняется а так откажусь я пожалуй но можно купить и будет сюжет вы не успеваете оглянуться колдуна уже и след простыл тем не менее с ума у вас вы приоткрываете ее видите внутри выводок бесов и вздыхаете еще одна стая которая потребует работу черт постоянно шевеляться торбе не дает сосредоточиться плюс 2 урона к словам с уроном увеличивает хп на количество работающих увеличит количество грехов на 1 я же не обязана их носить с собой правильно ну похуй пусть лежит то правильно чудил шаль других нет на женщин всяких в интернетах смотреть но это ж неплохо ну типа грешок дали на эпоху ешь не обязана ее с собой таскать и чертей новых не прибавилось это все в раке где на них на на улицу но хотя блин но главное чтобы не у детского сада вот мост через приток мосточка этого часто блазнит наверное водяные черти искала искал искал и приплывают блин самое грустное на самом деле было я все никак не забуду влад на одном видосе на ютубе оставил комментарий блин наткнулся на твое видео тут был моль просмотров посмотрел весь вот поставил лайк мяш прям в сердце защемил их из жалости вот посмотрели блин так подойдя к старому мосту вы понимаете что и здесь поджидает нечистый не умело прячась среди подгнивших балок этих бесов вы уже видели судьбоносный вечер вашего сражения с александром нас я пойду по мосту то я ебнусь вы бесстрашно ступаете на мост без и нападают чего следовало ожидать и даже успевают вас ранить остается только открыть черную книгу ну все по плану на это и расчет был получить пизды и разозлиться так поглощение урона а коготь ввы си а полностью площадь урон от двух атак это шо залетающая голова болотный укус на 13 чё это за хуйня ты мне скажи раз-два порчи его драчи чтобы урон поглощал тюба ты тоже поглотишь а ты блять хуй и кажется я ебло а хотя урон я им порежу 11 7 7 14 ой бля сложно математику пиздите меня ногами не похуй неплохо есть буду жаловаться что мне больно а порчи не сбивается это срань я все нормально не пришло урон так снимает все статусы ты чё охуел поглощает урона трех атак ну и пошел ты в сраку так сглаз на вас сглаз на вас броня мне не нужна шо за 2 целу целувашки складность-то сама слушай а вот этого я же могу сразу ебать это вам даже уроном то не посчитается или евро при генис еще класс его порчи и дать нет он умрет можно еще один сглаз сглаз сюда накинуть не знаю зачем носи я не прошел уроне по рыбу не поглотил все таки дот не тот тикающий урон ты шутишь да прости зачем я отвечаю на шутки серьезно бабушка-адамушка найти приказ и прочитать его удвоить порчу шипы ахо не будут комментировать так как урон тикать может как часики тик так и так и на каждый тик и на каждый так ты получаешь урон старой бане здесь мы с коляном отведывали невесту его как будто много лет назад случилось по дороге к венам вы заглядываете в ту самую баньку из которой вызволяли невесту николая полумрак пронизан напряжением а воздух пахнет будто грозой наверняка обдериха скоро вернется к своему угрюмому существованию под полком после события на полюде вам в голову приходит странная идея не сжечь ли эту баньку со всей нечистью вот только нет уверенности в том что это изведет бесов сколько тотал а сейчас скажу 30 30 часов 37 70-х от 60 сколько сами посчитаете 6 и 7 и 42 30 часов 42 минуты я не знаю это не грешно баня то сжигать вы выходите на свежий воздух наверное не стоит волноваться ведь уже сегодня об я давай-ка я засыплю как сука и сожгу все-таки по дороге к венам вы заглядываете в ту самую баньку из которой вызволяли невесту николас вы разводите огонь и высохшие на жаре бревна быстро подхватывают пламя вы направляетесь к ловишь experience несколько одержимых угольков преграждают путь нужно торопиться пока не завалило бревнами гарри гарри ясно чтобы не погасла а это головоломочка еще или нет нет до 2 вначале порча 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 лучшая за три хода их и не уебу наверное слышишь мы в пизде не мы не в пизде или мы в пизде 11 давай по самому толстому а к чему ты кэри вспомнил там горел разве что-то да он умрет и этот умрет я помню что на выпускном полный пиздец было но что именно там происходило я чё-то не помнила так стоп вы охуели они реально охуели блин а чё делать то даже зря мы это палить стали слышишь ой 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 я причем дверь кэри смотрела старую и новую и все блин запамятовала надо по ходу дела потратить все-таки скилышу потом пришло на урон чё-то так никуда и не уедем для позвольте передернуть на вас запрещаю без потом тебе блин оторвется что нужно на спасибо и косарик блин шара бы ты-то я их не убью поиграно колода другая нужно будет так я могу быстренько набросать что-нибудь на ое урон и переиграть верно верно чё бежать-то сбоя правильно и просто много много тут можно даже и на хил ничего не брать просто чисто колоды на урон и усе сейчас я уж проиграю да 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 я помню я тоже как раз не хотела эту колоду потерять там их три вроде доступна так и тут как раз есть кнопка переплетничество так чисто блин самые страшные карты на домах порчи урон равный статусу складной упырь просто дэмэш краду вычеркивается там у нас было сколько шесть черти 3 1 умирает 4 ахуе плетничество я не отключала блин а склабость свой склабость слова всем так просто черной карты во первых поставить фильтре чем спросите конечно просто урон а нанести урон потеря здоровья в прошлом ходе чем-нибудь максимально простой количество слов в заговоре x2 вот это мэйби 5 урона в скобочках это что примерно написано ли что а это сколько будет 10 урона на одному ну допустим и можно на самом деле сделать то же самое но только с короче на основе предыдущий колода наверное да за каждого не было в голову в голову в голову в голову в голову в голову эти я сейчас не скрафчу потому что я не у себя дома ой блин глаз 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 что может так и сделал только доп урона взять или чё без коррекш тоже один скор чуть не особо мне кажется не будет в этом горящий трава можно взять только траву придется езжать ну и похуй мне и много наверное и меня неплохой но не снимай не снимай не фотографируй блин как это колододельная приколюхи мне не нравится тела чё толку скилла носова теперь по всем 4 по всем бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру от порча вражеская меня никак не волнует И так сойдет, да? О, она набралась, говно Равное количество слов в заговоре Так, давай по-простому Начнем с 6-6 Так, математика, 8 плюс 6 От сколько? 14, ага И этот сам сдохнет Вроде, по-моему, этого достаточно Так, еще чертенятки пришли Этот отпорча умирает Урон равное количество слов в заговоре Х2 Сглаз на вас Смерть на вас А, если враг погиб А, если враг погиб Это нужно на него же колдовать, что ли? Сглаз сюда же кинем Еще один черт Нормально все Нормально ли, куйня? Так, да И вот этого мы жар Бум-бум-бум А тут 17 урона Нужно снести Прямо сейчас Только это надо Последнюю очередь Скласть вот эту сраку А, горящие травы Если враг погиб Я вот не знаю На кого это класть нужно Мне кажется Она так не работает Блин Урон Х2 Что-то хуйню Какое-то дело 7 14 14 Че-то знаешь Мне кажется Я опять налажала Мы тогда давай Вот это вот уберем И сделаем вот так Да? Миленько Да и если бы Блин Этот сдохнет Этот обосрется Правильно? Да Обосрется А этот сдохнет Ой, наколдовала Какой-то срак У рейза нетленная Складная нетленная Вечная каменная трава Рыба-кит Жертва-жертва Слук 13 Ага Костоломище Беру все, что хочу Замечательно Колоду меняем И надеюсь Никогда больше Не придется к ней Прибегать О, другое дело Че, думать, что ли надо? Ой, как Критошкин Вывернулся Вот, дает А? Шельмец Все, победунили мы Победунили Молодцы Надеюсь, поможет Это те овены На окраине Вильгарта Про которые Эта баба толковала Приходила к нам В избута У меня там кофе вскипел Давным-давно Сейчас приду Вы тут не скучайте И не бесайорте Пожалуйста Окей Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Непослушная... Где конец? Дай, на Китушкинах Ты хоть посмотрю Он твоих Давных не было Ой, какие рыжули и цветочки Это, блин, на наггетсы Ноготки или что? Как они называются? И еще один Китушкин Ой, крыш убив, а вуга Шо на футболке? Мимо ранен, убит Это название альбома Афинажа Так, альвины на крайне Вильгарта Про которые эта баба толковала Приходила к нам в избуд Такс Здоровались? Полная пизда залупаешь плохо Звучит, но спасибо Блин, такие рыжие, такие бесстыжие Вы хмуритесь от одного только вида Покосившегося Авина Нечисть, которая любит ютиться По тенистым углам этого здания Редко настроена дружелюбно Хоть потусторонние существа И сродни домовым Гораздо больше они любят Наказывать своих хозяев За малейшие нарушения этикета Устраивают пожар А в худшем наматывают волосы На грабли и подвешивают Под потолком Но нам похуй Мы войдем в авин Выступайте внутрь и поеживайтесь Думая о предстоящем неприятном разговоре с бесами В углах мерцают недружелюбные глаза нечисти Говорит А чё озвучка наебнулась, кстати, опять Спасибо большое, Рейзер, еще раз За полтосик А было уже сегодня такое Когда, не сегодня точнее, а до этого Озвучка какая-то не проигрывалась Ты какую-то особую, что ли, на донейшн-алерцию выбирала? Спасибо огромное Про гостинцы и про вот это вот все Спусти-ка меня в авин, хозяин-батюшка Фу-фу-фу-фу-фу Чолдуны Пришли извести нас? Еще как извести Авинные ваши морды Постойте Я поговорить пришла Крестьяне жалуются, что вы им житья не даете Мы-то не даем Мы-то Это они не дают Утомили Вам, авинникам, все не так Еще замороченнее, чем банники Тебе, кило-вязко, не понять нашей утонченности Так Идеи, оказывалось, и не взвешили Почему авинники недовольны крестьянкой? Жертва молитвы времени напросилась? Блин, о чем он говорил, я не знаю Кажется, баба говорила, что она просилась, все по чину сделала А-а-а-а-а-а-а, блин, а что она еще-то говорила? Не в то время пришла? Я не помню Помолилась? Может, нас перепугает? вечеру она пришла нет генрич и носки сама ничего не знаешь дурнина но патлы выпростала вот за них потолку ты привезем сначала одолеть попробуй для гонская не впаду драться ой чо молилась значит вы хмуритесь от одного только вида покосившегося вина выступаете внутрь и пою стикой и постой мы вам тебе почему овенники недовольны крестьянка отношения дела молитвы она сказала и чё молитву вы не любите она давай ее читать ну да верно рассуждаешь векшится не зря вас видно людишки то знаткими называют да много ума на самом-то деле не надо сэйф лота прожать лот сэйф в данном случае все так уж больно хозяйка новая набожная попалась да по чину говорит все молитвы старинные а мы их пуще новых не перевариваем ладно убедишь бабу чтоб во винах не читала молитв перестанем пугать хорошо хорошо будь по-вашему вот спасибо ну до встречи колдунья а винники с глухими хлопками скрываются в своих темных норах вы же возвращаетесь на дорогу блин не xp нихуя маш надо было их отпиздить блин так венчание николая ходят слухи что к этой белой церкви еще пристрой будет неудивительно село-то вон какое большое заходящее солнце золотит леса на окраинах вильгарта и белые бока каменной церкви вы приходите чуть раньше срока чтобы расспросить церковных о необходимых вам для обряда предметах дед егор уже позаботился о священных нитях так что осталось найти полотенце нож и свежего покойника все-таки из мертвеца жирта будем вытаскивать смотреться тут сторож по ночам дежурит церкви это много добра тут сторож по ночам дежурит перед здорово баська и шкакой группе поди музыкальная выступает ты чё тут делаешь торговал ведь лавки там а выгнал меня хозяин сам торгует говорит время от тяжелое но ничего я под каплю деньжат свою лавку открою все там будет по чину они с жуками да тараканами как у этого этого а старый где сторож никифорович тот а не слышала на днях тут был случай убил он бабу одну его в полицию то и увели убил как убил такой был мужик добрый все леденцы давал да вот представь к приходят на за утренню а он сидит на паперте в руках нож церковный у ног баба какая-то церковный но что мне и нужен а он орудие преступления блин из новых на окраине недавно поселились не знаешь ты ее на паперте если я не ошибаюсь паперть это тот самый главный постамент с которого молитвы читают сверху рыч то бормочет и бормочет глаза то выпучил ух страх какой надеюсь он не отработает сторожем то умом поехал давай почитаю про паперть крыльцо перед входом в церковь она пиздела тебя на пиздела да обманула полиция куда его увели полицейские говорят в город в большой отдел какой-то чердень значит ага туда куда так нож а где нож которым он бабу то убил не знаю полиция забрала наверно угланы из вильгарта поглядеть на него хотели хватились а ножа и нет церкви то красиво солнце верхушки золотит вот черденский уезд ну что за край они от похоже жених тоже прибыл загодя похоже жених тоже прибыл загодя и щенка стоит я тебя помню колдунья ты мне тогда помогла денег дала я все помню не смотри что старушка говорят вам колдунам покойники нужны для черномази так тут недавно прямо на паперте умерла баба 1 убили мне покойник нужен который от болезни страдал тогда тандет вопросов провокационных не надо нам тут лихорадочный есть такие улетки нашим ой чё я слышала в кольчужном селе явилась лихоманка всех портит гибнет народ значит в кольчуге смогу найти нужного покойника это вордрайв мэн красивая церковь каменная но мне больше деревянные нравятся уютнее что ли но тут трещина вон все пошло похоже на трещина о ее сколько людей то здесь блин а мы свадьба они будут ждать пока из города в горы что ли буду бегать или что как будто сукаризны смотрят ну неча пялиться она образа так что сукаризны смотрят ну разузнала про предметы нужные нет еще давай выясни все а потом и церемонию начнем новость к ты прямо знаменитый в приходе моем стала уж не думал что невесту твою подмененную увижу видать не зря ты тогда по святцам имя выбирала тогда ты помогла деревне с этими полями отвела беду энда шок лечу это дискорд заебал там моргать я тебе шани же прикупил как узнал что ты сегодня будешь держи вот дискорд на фоне этого без а там чуть моргает у меня это глаза глаза немножечко отвлекает лотенца ты меня давно знаешь батюшка помощь твоя нужна знаю не одобряешь ты нашего с дедом ремесла да только мои добрые дела то делаем сам знаешь ну да и такое было отдай полотенце престольное тоже для дела доброго нужно ну-ну доброго я бы может и отдал да только нет его забрал девичок ему-то зачем дэк строит из себя не знам о чем пентег пошел там говорят в церкви чудить стало вот он и решил помочь а я тут за него отдувайся пентеги значит церковь от нечистого спасает ну дает савелий ради свадьбы столько бегать не придется блин устроить лихорадка как в уезде не болеет никто чё тогда слыхал только нечего слухи распространять я тебе не перехожили нищенка оснащен к может поговорили спасибо за подсказку а пасхальный ножик не дашь это чё тебя шуточки что ли да нет я знаешь войску придет день и терпение мое кончится так не верится что мы до церкви добрались спасибо за все василиса наконец пришел день когда у абдерихи нет надо мной никакой власти здравия о василиса спасибо что спасла еще сочтемся избу надо будет строить и так я тебе такую изложу ву привет василиса спасибо что не оставила мочая такой опять взял где душ я тоже замуж хочу и не за волка ох сколько народу то пришло столько историй с николаем всем интересно но мы вроде все выяснили надо где-то обращаться ну раз узнала про предметы нужны кажется я поняла где нам их найти слава начинать да да начинайте а я круг начерчу до александра поджидать буду тогда за дело такая предметы я не совсем поняла нам же предмет как раз для того чтобы от сашка дефицину и нет ой да не пей ты эту дрянь блин организм сна хочет так это дай ему его шапку бы хоть снял булатная каменная рост и церкви доносятся торжественные звуки молитвы вы отгоняете невеселые мысли и расхаживаете по кругу в ожидании александра раз уж он начал портить свадьбу то должен закончить начатое или по крайней мере попытаться он не заставил себя долго ждать василиса из какой важный это ты проклятый колдунишка из-за тебя мне пришлось не знамо сколько по лесам скакать удивлена что ты осмелился закончить начатое думаешь сейчас меня одолеешь послушай я хочу объясниться ты поймешь почему мне так нужна книга так я пойму сама когда энергетики пила тоже сама говорила петром выслушать ну хорошо говори что хотел а потом я решу как с тобой быть не про курение думаешь это расхваливала что ли вы направо и налево тоже говорила не надо блять не лезь прости меня я вина виноват перед этими людьми поверь я хочу им помочь я сделаю им подарок на свадьбу подарок сделал уже подарок если бы не я не дед егор неизвестно чем бы все кончилось а если бы из-за могущественного волшебного артефакта да я виноват надо было сразу тебе объяснить говори да не забирайся тебе только книга той нужно нужно но для благой цели великой цели достойной этого артефакта гладко сказываешь только с благой целью свадьбы не портят издата стелешь фрейрок ты сама колдунья чертить целый амбар так ведь не говоришь что не оступалась на своем пути да в этом я виноват как и во многом другом но посмотри вокруг разве этим людям хорошо живется еще недавно крестьяне зависели от дворян были самым несчастным сословием а теперь что лучше стал я хочу вам помочь помочь всем людям хочу чтобы черти встали на службу любому и каждому выполняли всю работу с черной книгой я смогу этого добиться представь как будет прекрасен мир где людей больше не будет обременять тяжелый рабский труд вы сможете заниматься искусством наукой и все благодаря этому до этому открытию которая лежит за печатями черной книги работ ты хочешь чтобы и плуг бесы тянули и плуг и саху и рыбачили охотились чтобы на их крыльях человек летал как птица из одного города в другой лучше чем любые технические изобретения нынешнего мира мы войдем в новый век век когда человек подчинил себе силы ада так с огнем не играет товарищ книга выполняет желание да я знаю знаю я сплету желание как заговор у меня уже есть на метке времена настанут прекрасный все смогут пожинать плоды новой эпохи довольно хватит твоих россказней я все услышала предупреждаю василиса я не отступлюсь сегодня ты сильнее меня но так будет не всегда но тогда наверное поэтому так оно и звучит он же он богатый напыщенный крыть давай удачки гость должна согласиться моя цель то как я использую черную книгу это важнейший из того что мы колдуны можем сделать для россии и мира пошел то нахуй складно говоришь да только чувствую снова лжешь как огненный змей которым ты меня испытывал иди прочь или я заставлю тебя забыть о книге навеки вечные я уже не тот колдун что был недавно тебе придется отдать мне книгу колдун господин оберег ой с колдунами неприятно воевать забыла про это такса 3 3 7 7 10 оберег увеличивает на 40 начале хода ты хер блять нам придется накинуть все-таки асхуя ли не чист ой бля ей план ой бля ей план ой бля ей план ой бля ей было на лампу хуй забываешь ты первая которая залочена она все равно идет счет ой обосрано призывает нечисть 10 брони на себя колдует 1 2 3 4 сколько ему урона получается прилететь должно обереги броню сбили ему бум-бум-брум-брум-брум как поглощение урона купить да не очень приятно это все призывает нечисть 11 урона снимает все негативные статусы от ты хуй блять прихода я сейчас ебну потом заново настакивать надо будет эту делу а тяжело будет в этот раз я подготовилась ты поплатишься за то что сделал поверь василиса моя цель стоит любой цены у него две карты только и особо блин тут не поработаешь придется получать по ебалу дать сглаз он не тут же снимает он до этого его снял после того как я мужу пол хп снесла часто он не собирается сглаз снимать нужно опять настакать и ебанусь ему 8 урона прилетит мне защититься я как не смогу нам защититься от 19 урона 7 ой ссоре это не так арт кстати нечет карту нужно 14 а мне прилетит до хуя на прошлый ход так я первая ходила я накинула чтобы нанести ему больше урона потому что сглаза такается чтобы больше ебнуть к нему нет я еще пропустила я шальши не выходила вот для будет больно на финальной битве я ж не умираю правильно не должна по крайней мере да можно на пятачок пока скушать не так страшно кажется да черепушку он раз в четыре хода делает вот тут кулдаун единичка на следующий ход сможет сходить а я не знаю может с другой стороны да хотя вроде это не знаю 2 2 10 поглощает урон от трех атак противника мы тебя бить и не собираемся так можно просто терпеть по лицу получать и плохой да да так вот откатилась порча по на девятку все за очищен это у парня ой сбивать броню сейчас будем долго даже не пробила бы нам того не стоило но это у нас так главное чтобы не сниматься это все блять метроном но вся 4 кп это много 8 10 до пиздить меня ногами прошу ктань а где тогда это ктань увидел вернадцать свой как мало вы как мало вы броню себя накинет то я не знаю стань мне не похожи на стань вы неприятно будет неприятно что ты знаешь с ним тяжело пошло еще в начале ход 35 на него ляжет 14 плюс 14 28 на 3 нормально наверное что-то не по ненормально чешево не пробивает он снижается там что-то уже два хода в ноль 11 10 34 почему у него спадает с глаз ты я не понимаю он снимал что-то чем-то 13 увеличивает на 3 и бать а снимает все негативные статусы вона ночью я по кругу хожу как ебланы говно ем зачем я это делаю суши но мы в говне 1 него четного и придумывать либо долбить его вот типа по-простому по 14 сглаза я бай пока ему раньше надо было замечать сашку я смотрю броня думаю ну просто броня там все остаться снимать что такое ссора ничего возможно переиграю но раньше пойму вот и стеснюндель какой саранде 88 снимать не собирается умеет глаз нет блять забыла про берег его ебаный на урон но это надо будет заново потом начинать тыктыски понял извини спасибо большое при этом 15 минут я сегодня мой брат сериал блять какой ты хуепутала 3 хода мы его сейчас должны ёбнуть чуть-чуть так он меня сам ёбнет блять а подожди блять братал братуха у меня была тут одна хуйня 22 плюс 9 31 и я сдохну нахуй да не похоже сейчас подожди я что нибудь придумаю и мы говна поедем я придумал какую хуйню извините такая еблан что ли такая еблан извините а похуй дайте рестартнуть я налажала сильно ркаюсь до последнего блин думаешь без и сумеют кому-нибудь помочь они только портите умеют разве книга не дает тебя силы спасти вас где маска пока ждет своего часа я думаю как ее наверно какие на что к стене потому что мы к церкушке подошли море для я получаю по жопе мама за шо на себя не я не хочу надевать на лицо мало я сломаю знаешь что еще можно попробовать давно бы уже рестартнула и начал по нормальному еще подожди где эта штука была это потому что я не видела что он снимает хуйню и ходы неправильно немножечко делала но он накидает брони мне типа блин он первый сходит у него ничего нет от трех сглазов ему 21 умножить на 3 63 но там будет броня 31 ну и блядь мой блядь а а у него броня не спадает потому что ясно только в этом 0 лучше давай рестарты можно даже наверное чем придумать заменить какой-нибудь карту на 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 снятие с него позитивных эффектов сейчас я посмотрю негативных статусов он на меня не накидывает так снимается ой 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 извините что я только что добавила сглазу что за дракон не знаю черные карты снимает положительный статус без колдун 4 урона и чем пиздато порча может его порчи надо было долбить порчи а слушай на него порченая колго колода нужна нет да чтоб как раз бронет его саны пробивать вспомнить бы как у меня колода с порчей собиралась я что-то в ту же самое накидала так во первых надо вернуть ту карту которая была вообще прости батяра вообще да она считалась как ханя ханя маска это лицо ревнивые женщины которая под одним углом кажется злым обличьем а если немножко наклонить кажется что лицо страдает скорбит что ли вот так что да она а цвет я не знаю важен не важен хани по-моему и красные бывают так блять это отвлеклась ссори прости батяр сразу не ответил нет просто это в голове много где была та карт которая выкинула была простая штук карта цена а ты наглый в третьем она слоте было мы сил снимает негативный статус или я боеводу выкинула 1 чё выкинул это не помнишь сглаза 4 губ а одна карта отдельная которая просто снимала и хилила на пищечку да да нет не ты был ты мне кажется вот это слова сломанида у меня было можно сломанит наверно чем получше заменить да а пусть будет так как колода спортив собиралась я помню так и рыбка красивая батяра паркуша а а проблем то в том что я их сейчас не накрафчу да ябай а порчу он тоже будет снимать а бля мне впадло можешь сама пройдется а но вот это кстати не ханя вроде как или это тоже ханя они просто по-другому называли что она белая это вроде как ничего не значит это зампл по поводу ютубчика о я на самом деле не факт что на него отвечу я про youtube мало что знаю ну давай пожалуйста это что карта 1 толку 0 урон x2 от порча ну да можно было бы но я боюсь что я короче пока еще один это же всего второй трай будет попробую с той же колодой пускай медленно и мучительно но постараюсь что нибудь сделать о бля короче посмотрим не получится переделая песни на ютубе можно слушать я не знаю какие а там вроде есть список доступной музыки и возможно есть специальные плейлисты для стрима которые не требуют привет мистер охотник мы же не здоровались сегодня да я уже забыла это на твиче есть отдельный плейлист с музлом да на твиче тоже такая тема была на память на ютубе есть у них был отдельный список песен которые можно накладывать себе на видеозаписи например которые ты загружаешь и то же самое для стримов наверное есть но либо да но только немножко по-другому ну а ты че хотел ну а ты че хотел ну че тэнгу ну я увидела я через обезда снимает все негативные статусы вот он опять блять хуй моржовой ничего ему не сделаешь он сейчас снимет это все он первый ход не такой делал по моему в прошлый раз да смотри порчи на меня наносит смотри порчи 7 на меня защита у меня изначально вон защита 7 мне не нужно пока на первый ход это на меня только да извините проверила дома что него тоже накинется это чтоб хилиться порчи можно было там предметы были ай бля но я могу мы только нихуя не делать все 123 ладно ни хуя не сделаем блядь а че делает то вот с этой сракой я не знаю я ему нанесу урон в броню сейчас нет смысла это делать он ее сейчас снимет я не хочу кого-то бил здесь есть травушка да но я бы нанесла ему пищечку урона я хочу дождаться он всегда так будет колдовать что ли по один раз я сниму ему броню а дальше ты че буду делать в общем беда то вот эту блять его оберег блядский кажись нас колоды что-то придумывать сам я блять это не люблю и не умею я повторить сражение от имеется ввиду без раскладывания колоды до прошлый раз а я не знаю он по-другому ходил вроде как либо я терпела он накидывал на себя броню а я получал в да он накинет снимет потом я после него типа ходить у него броня на стакается ну допустим смотри наверно так и было только на дуку бля вот смотри сейчас его просто две атаки и все поэтому мы терпим получаем 6 не 16 9 и ебаем его можно себя накинуть наверное или ему накинуть шу порчу который он быстро скинет атака на 3 это не работает на эти карты ночные вот он опять с броней для видимо все таки спорчи надо как-то хитрить 88 в этот раз я подготовилась ты поплатишься за то что сделал и от юна может и есть я смотрю на эти карты у меня глава пухом меня как обезьянку научили выполнять простые движения ну посмотрим коль супер плохо будет но он пока ходит как еблан поэтому мы не переживаем да любую ну да но только если ты не собираешься это все импортировать на youtube но и тут могут прилетать страйки димсей у меня как-то обходило потому что у меня музыка не то чтобы очень популярная была вот ну просто блин чё я не плачу сложного не говорить слова которые на действительно типа грубые плохие зачем заливают но я про то что звук сам твич режет обычно про тупиц но блин другие стримы стримят наверное и ничего наверно прокатит а и 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 э и э и и и статус над сначала наверно накидать себе брони сходить после него до потом снять а блин хотелось бы его пушкой блин с корабля в бортовой корабельной пушкой выстрелить по нему но думать нахуй не хочу зачем думать бурелать но мне не домашняя похуй да да он не снимается говно так что сейчас мы с ним надо смотреть ничего говори легкая с это не блан я чуть принципиально блять не могу заставить себя разбираться в картах сидеть понимать как тут все работает так 110 так надо сейчас его вытрахать так чтобы он забыл как его мать родную зовут вся 3 умножить на 3 так он сдох блять обоссался да да но он просто не колдовал свою сраку и все снять случайный статус x3 прикольно случайно в том числе положительно как-то с меня плампуху александр падает вновь лишенный сил вашим колдовством вы читаете еще несколько заговоров и дворянин корчится в агонии оставив его в грязи вы присоединяетесь к выходящим из церкви поезжанам еще раз поздравляете николая и его невесту и направляетесь домой вам предстоит решить с какого предмета стоит начать подготовку купальскому обряду так все игры проходятся брутфорсом откровенным за кадром осталось то как васька пати бэгала над лицом этого напыщенного дворянина вот станет обязательно вот славно поженили и коляна теперь он и она заживут войну нахуй меня от название уже точно там думать надо можно не думать для карты не моего сидеть там а пук-пук это порча хуёрча как из этого собрать рабочую колоду штоку вариантов надо перебирать я не могу сразу так чтобы меня щелкнует к и бать вот это с этим так 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 и себя набафать чтобы я так не могу и вернуть уже годы то не не играла я вальву овейка не играла о контурные карты так я не поняла нахуя мне кажется контурные карты в школе это просто школа договариваются типографиями чтобы школьников на деньги разводить да чё ты дед рано помирать собрался чё дэс хорошо елду в руки взял потяжелее боинг и все ну ну поживи кс мое ладно не до того сейчас скоро иван купала а для обряд мы только нитками обзавелись что искать будешь я почему-то думал что я опять пропиздела мы в чате что-то обсуждали я думала что все вот эти приколы мы собираем для свадьбы оказывается не для этого для купала я помню такую подлянку мне школьной библиотеку устроила я лето у бабушки проводила соответственно приезжала в конце августа блин прямо перед учебным годом прихожу я значится в конце августа библиотеку за школьными книжками мне дают блять два учебника из 13 говорят мы все разобрали ебать мне пришлось за собственные бабки все остальные книги покупать охуеть папаша но не за собственные за мамины до сих пор не понимаю какого хуя так чем мы займемся-то нож свечи или полотенца да по очереди полотенца то престольное полотенце савелий забрал в пентек батюшка говорит что он борется в богоявленке с бесами какими-то открывал я же хорошо училась я любил учиться я блять досконально любила делать все что мне скажут богоявленская церковь селя пентек пентек забыла как ударение она стала время постройки богоявленской 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 церкви обычно датируется шестнадцатым веком хотя доподлинно неизвестно не исключено что она существовала в качестве часовни и раньше ну ну он всегда из себя строил не знам и чё тоже мне анквизитор он тоже типа омон омон начать с него это церковь давно уже заброшено было а недавно говорят вообще худо стало в чем причина и ясно вот и разузнаешь вот и разузнаю пентек значит пентек собираться буду хоро кажется я заснул как ворса не думала что нечистые спят 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 во многом на вас похоже на людей что с тобой было после того как ворса уснул фильм он утащил немзю а я ему помешать пытался без толку без без пытался поговорить с крестьянами они бежать я еще молод не умею оборачиваться научился бы научился но ты явилась помогла а сейчас и не знаю стоит ли учиться стоит без учения тьма да бывает что и с учением мрак рисуем сон вот ворса спит то важно как целая гора выглядит а чё прокуренный-то нормальный ворон всем отдых нужен и зверью и духом не на такое единоразово только произошло и я охуела дело не в том что не любили а действительно видимо в каком-то классе не хватало учебнику потому что кто-то их не вернул и все забили болт я не знаю обидно просто что это я была они на мистер охотник похож разве а что вам снится-то как людей по лесу водим буквально буквально не неудивительно любимое ваше занятие разные снится разные как у водяного в карты зверья выигрываем такая у меня сан был этого жиры ли вас ворса я вот думала про твой рассказ о ворсе то и его семье это чё значит он и сейчас какую-то крестьянку у себя держит нет сейчас уже нет держал долго держал до умерла от старости привязалась к нам компьютер играют и люди коротко живут коротко больше пока не попадалось что ловит их не ловит проклянет кто пошлет клешаку докона забирает это если без раньше не утащит до свидать чё за шоколадка чё за печенье а давай рассказывай самые интересные детали утаил а бесстыдник так веревки из песка не удались игла не насчитал электронная в школе или ты про что школе все равно наверное заставят таскать не так корюк траву принес молочина вашего без прогоняет из чаще разъярённый рисовой юбилейная без глазури я юбилейная любила с глазурью брать потому что печенье мелко коровки его там мало на каш красивая но дорого а вот юбилейная с глазурью на примерно такое же а вот но все равно хорошо белый воздушный он летает прямо на пальцах отпиздила да там просто фрутанул он не кастовал говно и я во время траву и занула нужно и он обосрался жидко кукнув но короче все равно скоро надо будет что-то делать и мне понадобится помощь кверти в составлении колода на love last fight story да он возможно тут до сих пор на что как дедушку мороза нужно позвать она придет грех откуда так это с работы вернулись эти черти а поздравляет токиш поздравляю тот кто без греха киньте у меня камень кажется кто-то не учитывал что кто-то может напиздить да я сама недавно думал о том что хочу клубничного варенья чтобы там цельные крупные ягоды были 222323 давай приворожим замужнего подруги нет не приворожен там один день работы мусор дубля вертели 25 ну давай сюда вырасти киллой кто там уж не марюшка ли здоров дед егор васька ну как живете ой васька все ладно как благодарить то не знаю но блин в любой игре last битва должна быть сложной ну я так думаю я потому и говорю то что с моей колодой которая собрала блин по советам из чата 15 часов назад игровых вряд ли поможет в последней битве но блин и суд так не сделано тонны иисус благодарить гостиницы положены так вот я с молочком мы как раз в старую избу переехали мужика моего 7 то большие скоту привольно так с чем тогда пожаловала уж не нашел ли он приворот ой упаси господи все бы ничего да что-то странное по ночам творится звуки какие-то будто воет кто или плачет у меня станок есть ткацкий по ночам так и слышно шур 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 кто-то у него сидит ой страшно спать не могу видать суседка меня не влюбил кто из нечистых с пряжей любит возиться кто у марьюшки завелся мы читали про кикимору но говорили что они хуя я местный долбоеб знаток никогда не угадаешь верно что скажу или неверно так шума читали про колдовство плетяное где это было в кикиморе бля сколько текст она собирала и она еще потом это странно как-то вкладывать что я читал я ж не помню часов 5 ну да но все равно надо же заранее подумать разные любят заниматься предеянием колдовать но я не буду свой секрет рассказать я скажу кикимора мне похуй кикимора у тебя придет по ночам кто еще то ох царство иисусова какая примет плохая ты уж помоги васька не оставляй в беде она меня задавит я чувствую смотрит так когда я сплю будто дырку сделать хочет только глаза во тьме светит как лучины если не прогнать кикимору она ее и правда не сегодня так завтра задавит где зверь ладно зайду если время будет мы жвери давно не видели да ой спасибо кумушка я тебя дома ждать буду о василиса нашел аллат валад ну как привольно сейчас живется ну я тебя все деревни нашел поблагодарить так насобирали что могли отдайте мне колоду собрану они деньги твой ладно задерживать не буду знаю какие вы знатки занятые бог в помощь что угодно только не думать прошу какие мура буротная анборские леса старые леса улаза деревня анбор прямо и взят вспоминается немзя ударение не моя сильная сторона до окраина пенсега вы добираетесь только к вечеру и чем дальше к северу тем мрачнее кажутся леса к вам возвращаются невеселые воспоминания о леших и немзе похоже местные рощи тоже не остались без хозяина ваше размышление прерывает группа кличущих кого-то крестьян так я не применилась все у меня работы заняты что такое ваши опасения подтвердились местные леший увел кого-то в свои владения уже несколько дней крестьяне пытаются найти пропавшего мужика но не дорожки не молебны им так и не помогли да ну и хуй с ним до свидания шучу забрел в болото часть 1 дед мой любил лес много байк он мне поведал иногда быль перемешивал с небылицами и врал безбожно но слушал я всегда с интересом и отчетливо запомнил рассказ о том как его леший водил по лесу двое суток и как освободился от чар его он тоже поведал во всех подробностях я человек несуеверный но все же нелепый показала ситуация в которой я очутился не мог я ни с того ни с сего взять и заблудиться на ровном месте да так что забрел в глухое болото вы решаете найти пропавшего самостоятельно и сворачиваете с дороги продолжая при этом идти по направлению к пентегу через лес кто знает может там вы его и встретите но надежды не оправдались вместо крестьянина по тракту бредут несколько задумчивых лесных духа так на тебя мне похуй раз-два-четыре-двадцать дохуища а по хуй а не туда а можно отменить они можно почему вы это не продумали ли я просто знаю кнопку продам а что меня не успеет так кроватку завалить всегда хорошо будет очень неловко если ты уснешь с включенным стримом на телефоне а потом как-то он зарет на вот неловко ну что дай думать головой моей судовой опять бен ну Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Рыбаки. Двойной урон, если порча. Блин, мне с порчей тоже нравилось играть. У меня рыворап произошел. Да на утро из меня вышла черепаха. А босс? Блин. так это травница к чему товарищ ты не нашли потерявшегося к травнице ну давай зайдем блин может про чуть купим это куда мне денег одевать тоже за травами пришла могу продать тебе и своих запасов какая была соблазнительная мадам а чё это молодуха то такая можно вас то взять ненадолго и его у нас мало к не знаю съели кажись ни мозгов ни денег ни мозгов ни денег нет в этой деревне живет марьюшка вы быстро находите знакомую избу марьюшки несколько лет назад вы сами варили ей приворотное зелье под наставничеством деда егора теперь она вышла за того мужика на которого давно положила глаз и похоже они переехали в ту огромную садьбу они она часто говорила на вечерках вы заходите в дверь и застаете марьюшку у ткацкого станка здорово что застала тонуток желание чтоб в клубке всегда была нить и тебе того же кумушка дай бог ох спасибо что пришла васька а то я вся извелась вот гляди станок мой днем ты ничё а вот ночью ой господи аж озноб взял сидит она смотрит на меня глаз не сводит и все за станком шур-шур-шур-шур смотреть станут вы подходите к станку и сразу чувствуете нечисть марьюшка была права здесь действительно посадили сильного беса реки кимора где-то здесь но где именно так просто не найти опять проскипал диалог ссоре привычка дурная натура так на говорят да так и кимора давно у тебя этот без завелся да ты чё васька упаси бог с неделю может я сразу к тебе кто как не ты поможет а что такого было у тебя неделю-то назад да ничего не было уж не гадала я по черному тоже не ругалась только бога поминала и не ссорились ни с кем мужик твой тоже да вроде и нет так ерунда с плотниками ссора было они нам избу починяли плотники что это ты со знатками сваришься ой да к чу им денег плати угощение ставь не напасешься так так ты рассуждаешь то ну вот тебя кики мара и задавит ночью чёрт за роста блять печники печника в деревнях уважали и высоко ценили как мастеров им пока пастухам кузнецам и плотником приписывая необычные свойства связь нечистой силой они и правда могли зло пошутить над хозяевами если те плохо рассчитывались за работу например сделать так чтобы при растопке печи в избе раздавался страшный вой начинала пахнуть мертвичиной или дым из трубы шел обратно в помещение хозяева при этом считали что работник спрятал в печи кикимору вы объяснялся просто печник вмазывал в глину пустую бутылку без донышка сероводородом пахло из-за тухлого яйца в трубе а дым шел в избу из закрытой оконным стеклом трубы или подвешенного в ней птичьего пера привет смотрю тебя с тех времен когда ты играла в доту как твои дела что нового привет спасибо большое блин видел меня во всех моих ампуа сочувствую то нового но относительно какого момента раз со времен доты смотришь то понятно наверное что нового то много и в то же время нихуя так перо раскручивалось когда поднимался теплый воздух ой господи помилуй я не созла васька ты чё помочь ладно уж проведаю их вдруг они подсадили кикимору они неподалеку живут от отбора у реки тартель только ты быстрее возвращайся ну а ну как меня ночью удавит ладно не бойся вернусь скоро неподалеку от отбора плотники свой завод сделали и кто у них покупает помощи же есть а мочи но у меня сигарет шайтан дудку например курючу из нового похоже здесь расположена плотницкая артель и работа кипит даже в этот час возле реки лежат венцы видимо для сплава по течению здесь же выстроены небольшие срубы готовые к продаже и перевозке несколько плотников заняты делом у одной из новеньких из стук их топоров вторит вашим шагам смотри плотники увлечены своим делом и поэтому не обращают на вас внимание приятно пахнет свежим деревом вы осматриваете новые избы но больше здесь глядеть не на что не чистые силы тут нет все бесы разлетелись подальше от шумного завода говорить бог в помощь здорово а он пожаловала расскажи что за игра такая игра от русских разработчиков спасибо большое с фольклором со всем вытекающим проничь всякую рассказывают джет простой девочка хочет спасти своего возлюбленного то ли из ада то ли из чистилища в ограниченный срок в размере трако дней центы шо ли коварев и ветку раз тогда а вот и соответственно спасти сужину мы пытаемся с помощью книги волшебные книга под семью печатями 7 печати эти нужно сломать встретившись с определенными чертями вот ходим ищем чертей побеждаем их с помощью карточных битв которые я не понимаю вот и потихонечку печати открываем пять печати уже с не то если не вру сейчас скажу точнее до 2 печати осталось я танку на куна 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 на первое время тянула я у мамы стреляла там по утру сигарету перед стримом одну после стрима выкурить а сейчас я кашляю от них вот погоди я ее знаю вот так встреча василиса здорова ну я тебя не забуду ты мне как мать родная я без тебя бы волком ты и бегал по сей день уж вверх уж не верь у меня для тебя есть пряник тульской вот вот ушки пряники я еще тогда понял что ты девка баская когда ты меня перепела то ой вот моя арте о какая ладно и ладно это ладно и да говорят ты бесов подсаживаешь хозяевам своим доктор сама из знатких бывает такое я по-твоему на смерть порчу сажаю за каждую обиду ли чоли на какую смерть я вообще с колдовством ничего не делаю так баловство 1 у марьюшки кикимора объявилась господи иисусе дак я ее напугать хотел куколку подсуну напугать то тебе удалось это да но если не прогоним кикимору то за ней напуганный бог посланника пришлет они суд проклятие в массу в массу купил ее у коробейника она как живая с волосами гладкими было то наверное человеческие ребенка не крещённого умершего до сроку вот его душа и живет в той игрушки господи пойдем василиса я помню куда куколку спрятал помогу найти а если мы его не перепели и не спасли то наверное пришлось бы платить там или еще чего-нибудь кто именно не похоже никто здесь на тина марина изба нужно вернуться к марии попытаться найти ее кикимора вы возвращаетесь к дому марии вместе с плотником он испуганно просит прощения у женщины и указывает вам на укромную полку за печью так я ж не извращенка я не знаю как день сакаян по-русски звучал ладно не хотел никого обидеть верс японская озвучка играла не знаю кто там был актером на скрытой полке вы обнаруживаете игрушку затянутую паутиной она покрыта странными узорами при взгляде на которые у вас начинает болеть голова застывший взгляд куклы полон ненависти а голову украшает копна человеческих волос но мы беремся проклятую куклу вы берете игрушку себе возможно она пригодится в колдовском деле зная что одним артефактом не прогнать чертовку вы чертите круг и выгоняете всех из избы осталось призвать кикимору чтобы она забралась в свое вместилище колдун то мне и посадил кикимору сюда межкрыльцев межкрыльцев заговор читаем страшная женщина 200 хитпоинтов оберег пряжа мертвеца и бать очень много текста не сглазить ее ах ты чё сука ой блядь мы в говне бед сильвер кост опять курилка меня называть больше очень оригинально душа мы в говне в полном я столько снимать либо я не знаю что делать срака 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 подловили меня подловили меня чё можно чем-нибудь и еще ёбнуть это на меня и заяц он для верно и промахивается атака ценито одуванчиком да если мы да не у меня просто настройки игнора в рутоне слетели тех кто меня бесит и я с радостью сообщения читал он будет пополнить коллекцию если будешь себя дурно вести так урон на 3 а я могу вот так сделать и еще сглаз туда ёбнуть правильно полина что дальше делать будем вопрос интересный блин оберег ты есть не сниму а а я я я я я так стой стойкость сглаза это всего на два хода что ли так ну и ладно нам наверное да только сглаза сглаз слетел мы тогда накидываем на себя блять это будет трижды 824 урона много ой 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 статус ты снялся или вообще все пролетело ай ой ой так терпим терпим потом все будет нормас или не будет я не будет будет хуё такс можно травушки конечно поесть на бронечку на бронешеньку как-то отраватый выглядит вот так вот хотя бы так но ей будет больно да трижды 824 24 на 3 это больше чем у нее есть очевидно пуста колдовские ремон я россии признатленная порчу 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 чё победунили молодцы река козырь может козырь не знаю через эту реку проложили деревянный мост какой-то праздник даже собрали было дело возле реки стоит несколько покосившихся исп от их почерневших стен веет бедностью и унынием мрачную картину усугубляют крики плакальщиц похоже в одном из домов объявился покойник подойдя ближе вы замечаете бабу копающую угол возле жилища сомнений нет вы повстречали местную колдунью как вы и предполагали она набирает землю возле красного угла избы куда вылили воду ту воду который омывали покойника набрать землю это грех вы решаете не упускать возможности тоже набираете немного колдовской земли а сыпень во сне привидится до покойник будет дорога на пентек отсюда недалеко до села начать я чувствую на дороге местные колдонобесов оставили я зачем-то беру вот эти всякие приколдесы чтобы не вязать их наверное никогда а сразу драка до 14 1 увеличивается в размерах для коллекции ну да блин вывести потом всю эту коллекцию через дисковод наличкой 30 на него бубу 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 до колдовство и тени хухры мухры этого немножечко по доты а чё я этому ту рон то не порежу не знаешь и сюда надо было дамажить наверное у него урона больше ой забыл опять про то что он режется ссоре так сон нельзя использовать 10 ходов да и насрать наверное давай спокойной ночи все остаться ты чё чё сделал атаки увеличивается так раз ты старше все снимать хочет тебя мы сейчас и стукнем 20 на 3 это много мы на тебя еще сглаза накинем блядь не та карта была я дурочка ссоре надо выкинуть обратно из колоды потом уже в критический момент докинуть налажала опять не смотрю чего кастую да 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 храню тебя нет можно потихонечку эту мелкую травку на 5 хп подъедать манка он много раз что ли может это делать оказывается и нации снизу давай вот этого баффера ебанем пускам по 2 урона дамажит просто потому что я могу утки 13 плюс 12 25 умножить на 3 а если это мы 17 плюс 12 опять таки же до 29 на 3 вроде как он умирает а то есть 5 сейчас вы Опять не та карта что ли была Да шо ж со мной не так Автоматически все делаю И не тем бью извинитесь Зато это дало мне возможность Еще на него хуйни настакать Помогай Никола Удвоить набожность Урон равный броне На эти приказы прочитать его Давай потихонечку все собирать Обуховские заросли Еще одна лишачья рощица Что-то не уверено стоит ли туда заглядывать А нормально все будет Едва свернув с дороги в замшелую рощу Вы чувствуете старинное лишачье колдовство Тут же вспоминаете о своих недавних приключениях И быстро переодеваете одежду на левую сторону Лесная магия сразу теряет над вами власть Впереди появляется чей-то силуэт Опять окаянный заманивает Не факт только что я смогу на него ответить конечно По центру экрана в конце битвы Выберите карту возможно Не знаю Надо посмотреть Вы находите крестьянина который уже несколько дней как попал под власть лесового Помогаете ему выбраться на дорогу И отправляетесь дальше Так вторая часть Забрел в болото Я сел на поваленную березу Сказывая что хочу идти налево Затем пошел налево Опять же думая наоборот Через десять минут болото закончилось Вновь появились сосенки А вскоре я неожиданно для себя вышел на известную тропу Дождь прекратился Подул слабый теплый ветерок Который за считанные минуты высушил мою одежду На небе засверкали звезды И я побрел домой Перед самым выходом из леса Мне причудилось Что трепещущие на ветру листья осины Прошептали человеческие слова Ооо Догадался все таки шельмец Читали в начале игры Что написано В конце битвы На Село Пентек В этом селе Это кроме Богоявленки Есть еще одна церква В новее А еще школу недавно выстроили Хотел бы я в школе-то настоящей поучиться Над богатым селом возвышается каменная Ильинская церковь, сверкающая свежей побелкой. Такая уж точно простоит еще не один век. Не то, что покосившаяся Богоявленская, в которой уже давно не проходят службы. И что там забыл Савелий? Девять лет назад, Мосберг. Так, расспросить про Дьяка. Испуганные крестьяне указывают вам на покосившуюся башню Старой Церкви. Уже несколько ночей Дьяк держит там службы, и с каждым разом ему становится все хуже. По их словам, церковь вся испорчена, хоть и пытались ее осветить новые иконы из Соликамска. Ну, девять лет назад, да. О, один раз я физичку встретила, когда сигарет на касте покупала. А она у меня покосилась так. Вот. Счетом того, что она меня недолюбливала, потому что я проевывала ее уроки. Но не только ее, а все остальные тоже. Стрельнула? Не, не курит она, наверное. Такая у нас не в школе, ближайший центр голосования. Ну, то есть, наш дом привязан не к школе. В школе-то я помню тоже голосование у нас проводилось, но в другой районе. Так, а, торговая лавка. Что у нас тут любопытно есть? Стрельнула? Не знаю. Продавщица? Не, 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 не. Ильинская церковь. Внутри церкви все построено на века. И красиво здесь, как во дворце. Вы шепчете молитву и отдыхаете. Так, отдохнули? Хорошо. Пинтерские баня. Посиденок у пинтерских-то похоже. Сиденок иногда его произносили. Не знаю, как правильно. Зайти ли, чё ли? Да, от песен-то еще грустнее сделается. Я не буду тебе мозгберк об этом рассказывать. Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен. Возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посиденок. Быть может, стоит остановиться и немного послушать? Ну, первое, что на ум пришло при твоем вопросе, я вспомнила, как то ли в 10-м, то ли в 11-м классе на первом же уроке физики в тишине класса, а у нас на физике было на уроках 7 или 8 человек, что ли, из физмата. Пусть знает, как так вышло, но, в общем, вот так вот сложилось. Не так много людей физику собирались сдавать. У меня от голодухи живот так долго и протяжно урчал, на меня все так косились, и учительница даже засмеялась, до сих пор неприятно. Не люблю, когда надо мной смеются, и позориться тоже не люблю. Вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Мне кажется, ни разу, не знаю, не помню. Песня. 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 Нет, конечно, Мозборк. Песня. Постыдно и не позорно, а в чем разница? утро ранее не вернется не 4 не знаю я думаю шучу когда говорю что гитара от барабанов не отлечу а тут мне предлагаешь 4 голоса выслушать а самая старая церква которую я видела наверное стоит тут еще самых древних времен достойное порицание то есть не связано с моим стыдом но кто-то мог бы меня порицать за то что не пожрала дома перед приходом школу крест церкви покосился а бревна почернили от старости видно что народ тут бывает редко не нервничала когда живот начал бурчать опять умея на самом деле и долгое время я умудрялась сдерживать урчание в животе ты просто напрягаешь мышцы живота и вроде как не бурчит так сильно когда видимо прям очень сильно голодная была и не помогло это вы стучитесь в дверь изнутри раздается знакомый голос диака савелия кто-то идите прочь тут опасно он как будто в этом в парике судей и судейском жалоба на а.п. на что не совсем понимаю ты про dmci а я за авторские права но не а если придет страйк тебе от правообладателя музыки на твиче тут вроде есть ограничения до трех страйков после третьего страйка тянально забанят нахуй вот а про youtube а я понятия не имею правда и тушкин до приходил один разочек сегодня ну конечно блин стыдно и нервно когда ты блин разразишься желудочным китовим урчанием на весь класс в тишине это правда савелиям зовут какой редкое имя меня не проведешь докажи-ка а 100 что ты не окаянный тогда их пущу ты же отъешьте говорила не я об этом знаю на забыла да я же тени к ним придумывала савелий сладкие щечки прости забыл об этом да 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 точно просадки щечки вспомнила да прости вас многое 1 и голова моя уже но не молодая как что я не окей молитву до прочитать воскреснет бог ладно верю заходи это люди ли статуя скульптура бля алтарная часть закрыта царскими воротами вы заглядываете внутрь савелий при этом словно бы взирает на вас с укором но за воротами обнаруживается только старая утварь никакой нечисти в центре иконостаса висит новенькая икона которую недавно кто-то подарил церкви вы смотрите на нее снизу она ярко выделяется среди других свежие краски дорогой оклад но что-то вам кажется неправильным в чертах святого и в этот раз дело не в сердитом взгляде хорошо бы посмотреть поближе но для этого нужно встать повыше скульптуры ярко раскрашены пентекскими мастерами краска на этих древних скульптурах уже начала слезать но под ней всего лишь старое дерево давай спокой ночи иконостас все еще в неплохом состоянии хоть здесь и не проводят службы видимо пентешцы заботятся старых иконах вы оглядываете изображение святых но не чувствуете нечисти иконы смотрят на вас неодобрительно так пошли разговаривать уже тут больше нет ничего старые лавки рассохлись и покрылись пылью на нескольких лавках есть какие-то нацарапанные отметины но на когти чертей не похожи наверное дети нарисовали окно вроде все нет не все тут тоже вниз здесь лежит старая лестница ставить какой не надо было поговорить сначала наверно наши поговорим а потом уже это полезен не ожидал тебя тут увидеть что пришла потешиться над святою силой конечно верится с трудом но может помочь решила что ты делаешь вообще слух пошел по уезду кто молился в богоявленке тому плохо становилось мало кто сюда ходит а так глядишь и вовсе никого не останется что значит плохо то никто не знает молились говорят потом здоровье подводила я вот читаю тут молитвы целыми днями и даже меня пробирает как чьи-то пальцы вокруг горло сжимаются а ведь недавно дар был икона из соликамска он как тебе помочь тут где-то нечистый поселился только я понять не могу где думаю в предмете каком может в лавке молюсь без устали уже третий день а все без толку посмотри тут своими колдовскими глазами то может найдешь потом мне скажи я на тот предмет всю божью мощь то и обрушу потянцы потянца одном полотенце нужно смотрю ты с собой полотенце церковное взял отдашь поладить надо кое-чего помоги без и прогнать тогда дам так и быть посмотрим алтарная часть закрыта царскими воротами царями скрипал в центре иконостаса висит новенькая икона которую недавно кто-то подарил церкви вы взбираетесь на лестницу теперь можно рассмотреть новую икону получше только вы дотрагиваетесь до оклада как вас будто пронзает молния икона одержима вы прикасаетесь к уголку свежего лака и он отпадает вместе с краской под ним обнаруживается картина ада с бесами и грешниками ну нашла где каянный скрыт да без вон в той иконе твой скрылся соликамской как как в куне издеваешься да я на нее молюсь еженочно ну-ну помолись к еще глядишь душу то и отдашь свою икона то адописная господи иисусе сторону колдунья савелий открывает тяжелый псалтырь и начинает читать однообразные молитвы догадались а я думал надежно меня соликамские колдуны и запрятали какой язычок тебя длинный зеленюсь красавцы нарисовали не повезло что поместили в этот захолустный сарай а то бы уже сотни душ были мои адово отродье я верну тебя в пекло сила христа заставит тебя как ты заговорил дичок дорогой совсем недавно ты мне молитвы возносил ищики смотри еще висят тебе повезло что это колдунья пришла тебе на выручку но что поделать придется задавить его собой погоди ты что за без счета я таких не встречала еще о интеллигентная колдунья какая редкость не слушай его василиса он тебе голову заморочен а ну не лезь не в свое дело святоша савелий сбивает с ног внезапный порыв ветра у у всех колдунов разные таланты василиса некоторые хороши в заговорах а некоторые в искусстве так мои хозяева пишут лики благородных демонов и распространяют их по всей губернии люди сами не замечают как становятся нашими с тобой сторонниками я уважаю жажду знаний раз не вышло у меня иконы может пойти к тебе в услужение заманчиво но и так забот полонрод моя цена невелика вытолкни дичка из круга а еще чего скорее я тебя вытолкну обратно вечное пламя будет неловко если ради него опять придется колодой морочится на что способен чертяка а да ух ты так молитву лечит благословения в начале хода благословения увеличивают урон на 5 и батя колотить а эти его забавают броней сукины дети а а вдруг он их призывать будет я не знаю я наверное опять не права посмотрим может если сейчас не получится и долго это все затянется тогда начну с этих ребят а то вдруг он их еще призывать будет и в этом нет смысла но сглаз на 3 там а броню можно будет травушку уничтожать в них шесть штук может за 6 ходов че придумаем ладно это проблем саши с будущего но я не знаю как может на их место призовет ли статуя других чуваков чему стату одержима вопрос тоже лучше бы ты тогда согласилась было бы проще было бы выполнять твои указы без и должны подчиняться колдунам а не помыкать ими один по 576 а так двенадцать восемнадцать восемнадцать ну блин куда деваться а тут образа он с бронёй на 30 мы сейчас ебанем и нам похуй топали я сильно налажала и все-таки атака будет на и плюс 4 это будет 20 ой залагунило как я припомню тебе эти заговоры когда ты будешь гореть в пекле не пытайся страх навести может ты не рад мне будешь когда я окажусь в гиене раньше срока сорта но все очень сумираю определенно даже 42 на 3 это много лучше блин уже задавить правильно потому что это икона была такая плохая выберите новое слово не вот это дальше эти приказ складная литвина двоится берег будет набожность а я кричала что это такое и тебе рнг ответил правильно я там глаза чуть не сломала то достоин раскрыть сию книгу снять печати снять печать наверное так все печати когда дописанный черт теряет силы савелий срывает икону и сжигает ее снять печать теперь этот бес никого не испортит благодарный священник отдает вам полотенце и благословляет в дорогу про полотенце вам не прочитала каюсь старинное тебе полотенце не вешу держу только на поглядку как сервиз не было у него было у другого не было это мы уже проделали долгий путь аж в другую церковь чтобы забрать другая церковь а по-моему да ну там же это да бревна были а потом савелий сжег эту икону окаянную эх интересно мне было посмотреть на этот образ одописный говорят колдуны своих бесов заставляют рисовать а значит молю это по памяти ага а всегда в дедушке когда домой в сбу возвращается говорит вот того вот мы так то эдак вот этого мы вот так вот эдак все взаправду главное что полотенце он тебе выдал что искать будешь мне задавали нож напоследок потому что на что вроде как в полицию забрали свечи говорят лихорадка объявилась выскоре а почему флэшбеках это все было потом мы вернулись и сейчас мы рассказываем там и покойников найду наверное ты всегда теперь будешь так писать спрашивай что хочешь александру ну да он остался валяться в грязи в отрубе а 6 свечей начнется осторожней только я как-то раз сталкивался с этими сестрицами бесячьими от них добра не жди хитрые хитрее другой нечистей завлекают обманывают потому и жертв у них столько думаешь не прогнать мне сатану эту а сама решай прошло всего ничего а ты уже вон какой колдуньей стала хочешь прогоняй хочешь воруй колдовской ангредиент и домой возвращайся ну бог в помощь торопиться надо ну как тебе быть то в избе не тошно блинам швора наверно еще по обычно квест даст могу летать рядом но не свой это лес нет хоть и пугать тут можно ничего и у меня своя роща будет как роща как это ты лесом обзаведешься обычно найти надо такой где нет хозяина тогда самым станешь станешь не ожидала что ты от меня улететь решишь но ничего удивительного нет в том что меня разозлил тот факт что ты доебался над моему зла я леший а не твой бес нет я ж не больно специально на зло кому-то хуёвую музыку в начале стрима включая всегда включая то что нравится мне и не очень приятно слышать когда приходят люди и говорят что ну хуйня какая-то играет вот я вспылила и наорала ну это ж не повод бля всю жизнь молчать ты сам решил мол о раз тебе похуй не буду ничего писать лешая стримы все не короче смотри какая тема аааа просто записи стримов хранятся две недели если у тебя есть прайм то они хранят спама месяц плюс возможно вру больше но ты можешь в в этом панели управления да где можно видосы обрезать делать нарезки стримов неправильно сказала можно обрезать кое-какие моменты ааа и сделать яркий момент так это называется и вот они сохраняются вроде как насовсем я это воспринимаю именно так почему ваше колдовство лишачье спадает если одежку на левую сторону выворотить одежка это у тебя как врата в тонкий мир мы заводим странное место а так из него выйдешь да и потом может и не наш брат водит не наш я и сам такое видел мужик вспоминает путь пока одежду переворачивает ну так может это как я делать стримишь на твиче всегда можно играть мутул чат если там ругаться начнут ну извиняться к тому же за слова эти вряд ли блин за тебя сразу накинется модератор хватать тебя за жопу ааа вроде за репортаж банили ребят вряд ли тебя кто-то прям хотеть будет репортить но всегда можно сказать мол я не знаю как это работает вот и чё ну и потом экспортировать это всё на ютуб потому что после того как у тебя там узло будет играть да аааа твич сам всё вырежет вырежет вместе с твоим голосом не знаю а это всё тоже автоматически делается ты привязываешь к аккаунту на твиче youtube канал и когда заходишь в видео студию можно нажать на три точки по-моему это выглядит в общем на настройки предыдущего стрима или того же самого яркого момента про который я тебе до этого говорила и нажать кнопку экспортировать на youtube пугать кого это ты тут пугать у нас вздумал смотрел светки на крестьянку сверкнул глазом своим горящим как уголь уголь она от ужаса с ног свалилась ну и кстати я помню прям банили на время известных стримеров за супер уж известным узло возможно за xxx tentacion у него вроде это как не tentation читается а tentacion не знаю я не слушаю этих исполнителей вроде за него прилетал владимир сей не очень популярную музыку наш слушать а ну прекращай народ запугивать леста не твой на твиче нет в том то и дело что не все но тебя вроде как три права на ошибку есть так черти опять там заработали так веревки накидали мне прикольчиков то в инвентарь но я и сижу довольна так здарова василиса по деревне то слава тебе идет мол ты от любого нечистого спасешь ну с помощью сэвскам возможно да да я сейчас этим делом промышляю мы тут за ловкой на днях волнух брали к северу так решила что тебе интересно будет вот я тебе и принесла грибов то но собираем мы а тут как то завоет в роще ну к северу от вильгарта наискор дорога прости господи голос то явно нечистого мы бежать как только грибы не растеряли ладно проверю что за без там завелся здравствуйте батюшка егор евлампович давненько не виделись тихон говорят в эскорта болесть пришла ну я жду твоего вопроса ты спросил можно ли задавать я говорю ну ты всегда так будешь писать ну задавай блин просто это примерно так же выглядит как когда чел пишет привет как дела а потом просит а взаймы хочешь просить взаймы сразу проси ой беда мы с семьей то пока в охотничью избу мою перебрались так в ту что у реки от греха подальше страх там творится да с лихорадкой лучше не встречаться я по какому делу то мы тараканов вы морозили в холода а вот по весне их тьма опять тьмущая чё делать не разумеем ну а то рука на беда а знаю я твою печаль тихон на свадебку ты чё дочери своей не позвал знатких так я на пенёк то вы зеленёс не садилась а вот и сиди теперь с компанией ох Егор Евлампович прости родной я то не с пустыми руками вот шкурку тебе принёс помоги а это это уж моя внучка как решит так и будет помоги матушка невозможно с этими окаянными жить хорошо говори где изба так зайду если рядом буду ох спасибо ну я своих обрадую здорово чё дед Егор как живёте то о какой молодой модник то да ничего не жалуемся вот тебе чтоб ещё лучше что жилось брашки эх брашка брашка я вот по какому делу с лешим не полазил да ну кот бадун опять пошатал всё так я их сама всех приглашаю пускай точнее ага я ему всё тоже брашку носил да он последнее время чуть не еженочно жертву просит а на днях так ему и того стало мало унёс мою саху курашимку саха главная орудие земледельцев 19 века саха курашимка была изобретена кузнецом николаем паэсовым из села курашим инструмент высоко ценили и славили не только в пермской губернии но и в других регионах российской империи новую и что ну сейчас внучка у меня колдовскими делами занимается ты ведь в большом поле живёшь я как раз в искор собираюсь только я в починок перебрался к востоку вновь возникшие поселением починок хорошо загляну если рядом буду до встречи тем помоги тем расскажи тараканов прогони про чертов узнай ваш 3 квест вывели так дорога на нороб говорят этой дорогой вели царя какого-то на смерть что-то там было такое в норобе уж не помню сайда винчи привет вы вовремя останавливаетесь на ветвях старого дерева растущего возле дороги расселись бесы они сверкают глазами и поджидают невнимательного прохожего который забудет положить на себя крест блин только не сложные черти опу я нет хорошо так 4 7 это хорошо да порчу блин а с глаз то один только яй-яй на пятак десятку офф не очень с картами блин повезло 7 и 16 нормально же все да да а а а вилям ну блин ты это не будь суров так стримером я долгое время человека звала неправильно потому что у него подряд было две буквы заглавное и и маленькая л английский они очень уж похожи но в торопях можно так исковеркать никнейм шоу блин глаза на лоб полез это ваш президент ай-ка царапки 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 и остаться снимает а чё ты себя снимешь 9 ты умрешь сейчас дружочек я 9 это нормально все сглаз на вас сглаз на вас он на него можно было не тратить да не все лопп шли у него сейчас спорчи датикает бед гури ай-яй-яй упустила я момент что тут у нас волны яд сглаз на меня и позади лотоки яд яд каждая прочтенная сглаз так давай-ка мы вот эту вот девицу 10 ой 6 3х6 мало а а сейчас будет не 6 а больше да 7 3х7 это уже другое дело 8 что-то я до сих пор не понимаю кстати 7 8 так а ты у нас что поглощаешь урон по ой ой 8 8 7 давай разберемся с тобой дружочек пирожочек сглаз на вас 7 7 13 нет наверное надо сюда стопнуть а и и и и и Так, стоп, а кого я бил? Ты чё ж его не жахнул-то, а? Я упустила опять что-то? Опять та карта была не та А, я опять не ту карту кастанула, извините Каюсь, виновата 13, змеюка подколодная Снимает положительный статус 4 урона добиваем А, блять, эта карта, ёбаная, не та Дот не вот этого товарыша Да, броня, блин Над выкинуть уже эту карту, она в который раз меня подводит Потому что я всё в торопях клацаю А всё не то, и всё не туда То хоть то Ладно, давай кита возьмём, рашкид пришёл Рощ с волнухами В этом лесу баба одна слышала какие-то звывания Наверное, опять бесы лесные шутки свои шутят Вы приходите на ту поляну, где крестьянка слышала страшные крики нечистого И верно, со стороны большепольского починка до вас тоже доносится чей-то вой Я-то езди Близь Оказывается, выл не окаянный, а собака, привязанная у выстроенного в отдалении свежего сруба Вы догадываетесь, в чём дело? Скорее всего, хозяин новой избы решил принести в жертву животное Чтобы жизнь в новом месте была более благополучной Привет, Нуни Ну собаку-то жалко, вот только я не знаю Вы отвязываете собаку, и испуганное животное быстро скрывается в лесу Какая судьба будет ждать этот дом, неизвестно Но, по крайней мере, крестьянам придётся обойтись без кровавой жертвы Пускай, блин, едой прикамливает кого-нибудь Неча Деревня Большое Поле В этой деревне и дома большие И поле у них большое И живут, и зажиточно Несмотря на близость к искору, крестьяне Большого Поля не встревожены Жизнь здесь продолжается своим чередом И люди даже не подозревают, что опасные бесы болезней вьются совсем рядом Так, а в лавке я опять ничего не куплю, да? Пошли с крестьянами Жители считают, что им нечего бояться Ведь они исправно ходят в церковь и даже делают печные бани Большая больница Особого духа печи не существовало Ею чаще распоряжался домовой Предупреждал об угаре, мог играть по рогоревшими углями Часто он и жил за печкой Но чердонские крестьяне верили, что в печи можно исцелить слабого, больного младенца Ритуал назывался перепекание По сути, это было второе рождение Малыша заворачивали в лепешку сырого теста И подавали на хлебной лопате в растопленную печь А позднее в холодную Но уже в платке или одеяльце Уж с какой Опасно, наверное, дело было, нет? Ладно, пошли заглянем, что у нас тут есть Какого? Ну, младенчик, походу, дело На лопате, на которой пиццу в печку пихают Увеличивает количество ключей в заговоре Тайная страница, витейство, ключи А вот это-то пизда-то очень, слушай Так, надо подумать, куда И что я хочу Венец и меня особо не кастуют Может, тогда это, а потом пригодится, чем поменяю Такс Блевской починок В этой нарождающейся деревне стал шалить леший Просит мног бражки и украл саху у крестьянина Починок пахнет новыми избами И даже в поздний час здесь кипит работа Кто-то налаживает амбар Кто-то правит инструменты для полевых работ Вы находите мужика, что просил вашей помощи в сенях Несмотря на пропажу, он не опускает рук И уже пытается смастерить какую-то замену исчезнувшей сахе Василиса, слава богу Я заждался, думал, не придешь Слихоманка ты, выскри Не находишься по округе, ага Так вот, зашла В ваших краях была Кот, ну хорош, блин, попой прям микрофон откнул Пойдем на диван, а? Не обидишься? Ты что, и покурить хотела? А то, что я тебя налажу На конфетте Ну даже не знаю, что и сказать Беда Курошинку, значит, леший унес Курошинку читала Вот представь, а какая саха была Загляденье Курошинка Расскажи, что у тебя пропало Ну, знаю, что ваши братья Не вся в поль-то работает А для крестьянина саха Что ваши книги колдовские Никуда без нее Поле ей пашет А моя-то Курошинка Последнее изобретение инженеров Эх, копил я на нее долгонько И зачем она лесному дедушке-то? Так, может, ты не леший, ты забрал-то, а? Леший Не слышим-то че, не ладил? Да как не ладил? У меня поле возле еловой рощицы Так я дорожки оставлял, как положено Проблем-то не было Художественная фирма Зависливый крестьянин спиздил новую саху Вот и той? К востоку? Ну да Курошинка саха А плуг Читала минут десять назад об этом Дорожки-то, может, плохие оставлял Вот тебя и наказал, черт Упаси бог, Вася Последнее-то время еще лучше оставлял А он еще просил Говорил с Лешим? Да нет Я грамоту оставлял у жертвы-то Но мне еще отец достался заговор-то Так вот, недавно лесной батюшка приписку оставил Мол, еще неси Бураги побольше Ну точно Брят Мазур Вот так новость Леший на дарочке написал Че-то я такого не встречала Ну я и нес А ему все больше подавай Видать, мало Вот он и наказал Сегодня снова пойду с жертвой Задела Знаешь че? Я сама Лешего проведаю Давай мне свои дары А меня тут жди Еще задавит тебя Ой, господи, помилуй Держи, вот, брашка Ну, скоро встретимся Не, ну я просто это Прокликала уже реплику Не могла заново прочитать А не читабельно Только когда Не прокликал Текст Ты дивная, блин, Мазур Починковское поле Здесь крестьяне наставляют Дарочки своему Лешему А Курашимка Ее назвали в честь Изобретателя Курашимов он, по-моему, был Ее уж забыла Затянутое туманом поле Вновь напоминает Вам о немзе Но только внешне Вы не чувствуете Давящего присутствия Древней нечисти Сложно представить Что к обглоданному пню Которую указал крестьянин Когда-то являлся Сам хозяин леса Ставить жертву Когда вы ставите брагу на пень В лесу раздается Громкий треск И на затянутой туманом опушке Вырисовывается Высокий силуэт Нечистого Поговорить Здорово, лесной батюшка Ух ты какой Далденыш Эй, ты там, девка Да, это я Отец лесной Да не отец-то лесной Обманщик Оставляй-ка в брагу На пенечке Иди во своясь А не то Задавлю Леший Я уже встречалась С лесовым Не думала Что еще раз Придется повидаться Да Беги Пока страшно не стало Ох Сейчас сосны Закачаются Слечатся Бесы Да Меня Мозбург Попросил платок На голову повязать А я говорю Нет у меня платка Плед только есть Он такая Ну давай плед вешай Со всей округи Во Брага Куда тебе столько выпивки То отец лесной Так это Теток кормить лесовых Платок Ну блин Как индусы Ну не, а скорее Как это Ну Платочки На руси матушке Девы носили Страшных чертей Из чаще Ты как увидишь Так сразу Душу отдашь Во Саха Говорят ты у крестьян Курашинку увел То наша была жертва Царю лесному Нам Ой Мне Тобис Довольно Ясно с тобой все Дед лесной Расколдовать Так а в смысле Не человек же то Не стоило тебе Саху воровать Можно этого беса Вывести на чистую воду Только надо заговор Подобрать Для какой нечисти Для крестьянина Тут и заговоров На вас не надо А ну снимайте Свой наряд Тоже мне устроили Тут святки А, не дру Он такой высокий Потому что там Два крестьянина Друг на друге Что стоят Вы шепчете Черное слово И леший Разваливается На две равные половинки Ты че Ты че упал-то, э? Какой дедуля Ну здорово Отец лесной Не, я не знаю Чем это Это надо было Здорово Ты здорово Че дерешься-то Я из-за девки упал Че-то ударило больно Так Кнутом по голове А шо слышал Опа Верх лешего Не слешил Какой еще кнут? И че за Опа Да кнут делает Хадэщ Я так и говорю Опа Порчу на них И разговор короткий Мне тут не до ваших Кнутов, мужики Вы че лешим Притворяетесь Ладно Догадалась Ну нет тут Ничего такого Поняла? Нам тоже Брашка нужна Так и любому Лешовому Так Привет, Игот Кому ты там Обращаешься? К ней что ли? Ну я и передам Тебе тоже Привет, Игота Вы мне скажите Саху Куда подевали? И про это знаешь Давай так Мы тебе Держат А ты про Саху Позабудешь Ну уж нет Или скажешь Куда Курашинку Подевал Или обоих Скручу так Что век Горбачами Ходить будете Рыбачами Ладно Ладно Тут ее Припрятали Лесной отец Показывает вам Тайник Где спрятан Пропавший инструмент А теперь это Отпусти нас Слышь Дадим денег Не надо нам денег Ну нет Тут хозяин Подождет Вы шепчете Несколько заговоров И привязываете Крестьян Еще несколько часов Они не смогут Пошевелиться Остается Рассказать Владельцу Сахи О вашем Расследовании Наконец-то Грехи наверное За это снимать Будут Да Что накопилось Ваш знакомый Сияет от радости Когда вы рассказываете О найденной Сахе Для него Это важнейший Инструмент Он благодарит вас Кланяется в пояс И дает в дорогу Немного припасов Когда вы Рассказываете Как под личиной Лешего Скрывались Подозрительные Крестьяне Он обещает Проучить их Лично Кажется Это парочка Ему знакома Чего они так подло В одной главе Они мне 8 грехов Сняли что ли В минус На концовку Вроде как Только влияет Но и говорили Вроде что Порой Если слишком много Грехов накопить То Че Реплики новые Будут появляться Но это не точно Второе На концовку Точно влияют Покинуть местность Так Село Искор Это большое Красивое село Да только сейчас Наверное печально На него смотреть Где живет Лихорадка Все Упадок приходит Присутствие Лихорадок Незримо Но вы чувствуете Как оно наполняет Людей ужасом И горем С каждым часом Истощая их Так Нечисть Восстанавливает Силы Если Лихоманку Не прогнать Она может Уморить Весискор А потом Запрыгнуть Кому-нибудь На плечи И отправиться К следующим Жертвам Так Торговая лавка Магазин купца Пешехонова Тоже закрыт На двери Надпись Мол Таких-то нет Дома Пытаются Обхитрить Лихорадок Испуганная Крестьянка Рассказывает Вам через Закрытую дверь Что купец Заболел Как и священник Она узнает В вас колдунью И умоляет Помочь Искору Двери Каменной церкви Закрыты У паперти Сидят пара Чертей С колодой Карт Довольные Смертьями Крестьян Бесы Чувствуют Себя Как дома Вы можете Сыграть С ними Но они Мигом Вытянут Вашу душу Если вам Изменит Удача Ну давай Попробуем Давно не Проигрывала Сейчас Наверное И проиграю Червая Не хочу Такие красивые Карты Отдавать Ну что Это такое Сейчас я Все дорогие Отдам Продолжение следует... Ну от одной малой карты Что я сделаю Просто не буду Раскидывать их Направо и налево Привет Ног за притчер Так Вот они Море в стакане А что это? Шум моря Я в говне Блять Изда Души моей Шум моря Тепуха К стакану Прикладывать Или к ракушке Ой Ракушку я сушил Очень давно К стакану Уши не прикладывала Куда мы едем С этой хуйней? На кладбище Что толку Таташа Десятку Маскин Сочувствую Но может и правда Заебали Второе Потому что У него Одна что ли Карта была Подмастер Подмастер Братан Отлично А вон еще Один чел остался Ванна Их двое Бля Огонь С горем Пополам А тетя Отводит Набоженность Хочу брать Два на одного Да Искорский рынок Искорский На этом большом рынке Раньше много чего продавали Интересно Сейчас он открыт Вы добираетесь До опустевшего Искорского рынка Пустые прилавки Смотрят со всех сторон Глазницами мертвецов Вы невольно Сжимаете черную книгу Покрепче И не зря Здесь снуют Оголодавшие Без людской суеты Черти Бля Я поняла Что мы там-то Не все осмотрели В той деревушке Етить Колотить В смысле там Кто? Розовый Типет? Че там? Я просто не вижу Так 12 урона 16 урона Быть мем Похуй На вас Молодых Таких 12 раз 2 20 Так 20 Точно 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 Это Ой, блин Как в математику Ты играть 26 на 20 Ага Что дает Набожность Вы знаете У меня есть карта с набожностью Сейчас в руке Набожность Набожность Баф какой-то дает Не помню чего Я просто У меня колодцы Собрали Я только два этих Ты знаю статус По сути Порча Да сглаз Больше я ничего не знаю Снимать все статусы 21 Мы тебя Приемнем Увеличивается Опять урона Набожность А только на первом ходу Что ли Работает Блин Неловко Получилось Так Котю Пу-пу-пу-пу Пу-пу-пу Пу-пу-пу-пу О какой большой Страшный стал 15 урона 17 умножить на 3 Это Больше чем 45 Определенно Количество карт Для хода Одно и то же Тут короче Есть всякие Бонусные предметы Которые ты можешь На персонажа Надевать Которые К примеру Увеличат тебе На первом ходу Сколько карт Ты можешь использовать Именно поэтому Их было больше По мере Роста Твоего персонажа И по мере Ее лову лапов Там открываются Доп слоты Которые всегда Будут присутствовать Там на 19 У меня появится Новая возможность Ну короче Предмет им вроде как Бафать Есть еще карты Которые Используются Вне слота Больше Можно было Скастовать Вот Блин Я тут не все Осмотрела Плохо В охотничьей избе Живет мужик Который не хотел Звать колдунов На свадьбу Теперь у него Полон дом тараканов А их не юзаю Я про них ничего не знаю У них там тоже Свои способности Просто они юзаются Вы находите дом В живописном месте Близ и скоро В избе действительно Кишмя кишат тараканы Они роятся там Где не бросает свет Лучина Или печное устье Ну короче Их несколько И это особым тегом Называется Хуй знает каким П-п-п-п-п Я сейчас скажу каким Крада по моему Нет не крада Складная хворь Так Да хватит Спасибкать Блин Слог Нет не слог Как эта штука Назвалась Где я видела Речистость не то Лютая 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 Крада Летучая Летучая Да Карта с тегом Летучая Можно использовать Минуя И остальные Плоты У них там Свои эффекты Их тоже много Разных В другую карту Например Вытащить урон Добавить Там что-то такое Так Осмотреть Избо В дальнем углу Вы замечаете Беса Вот откуда Здесь столько Насекомых Монголь Мой на котором Я играю Нормальный Высокий И пизда Можно ли Изменить В настройках Да Можно в любое Время Уменьшить Что за Чтобы личка Блядь Была Молодой колдун Да Точно Нет Нет Мы читали Вот Какое Я тут Нашла Штуку Я не Помню Сыскамля Проебалась Речь сказителя Отключить Наверное Нет Вы находите Дом В живописном Месте Близ и Скоро В дальнем Углу Вы замечаете Беса Вот откуда Здесь Столько Насекомых Как тараканов Вмораживали Напасть у нас Была перед войной По зиме Избы-то Вмораживают Чтоб от живности Мелко избавиться Вот выморозила Одна семья А по весне Опять тараканов Тьма отьмущая Никак в толк Взять не могли Что за напасть такая Старые люди Совет дали К колдуну сходить Пошли к нему На поклон А он Знаю вашу печаль А по что Меня обидели На пир не позвали Извинились люди Даров поднесли Колдун в избе Пошептал что-то В каждом углу Трафик какие-то Накрошил С той поры Тараканов в избе Не бывало Привет ФС Много буков А нормально Она только Очень сильно Умораживает меня Механика карточная Потому что Ну не мое Это ну сил моих нет Но колоду мне собрали Пока вроде С горем пополам Проходится Говорит Эй окаянный Хватит там прятаться От меня не скроешься Короче Быличка Новая Когда она только появляется Она сразу появляется Первой Но Ты меня спросил Про уровень сложности Я сменила вкладку Пошла в настройки И она типа Отметилась как прочитан И уехала в ебине А хуй знает куда Я поэтому Проще было поискать Здравствуй Колдунья Матушка Я вашему брату Служу Так все Почину Вот и довольна Дед Егор Отпустить тебя велел Это как это Я к такому Не привык Я тебе Не обычный бес Я работку свою Как следовать Делаю Сказано Тараканов Разводить Семья и занят А тебе Не верю Пусть дед Сам придет За своими Бесами Он уже не сможет Это еще Почему Я один Бес у него Старательный Пусть идет Смотрела Любите Черта Егор уже Не сможет Сам прийти За этим чертом Но как Мне убедить В этом Его самого Старый умер Не его Я ебу Этот бес Вранье Про своего Хозяина Вмиг Учует Старый Занят Не его Бесы Я не знаю Вот здесь Нажимать Нельзя Просто Заходишь В меню И смотришь Вроде как А тут Что кликай Что не кликай Похую Но это я все читала Вроде снимается Хуй знает Это сюжет Да Но я же параллельно С сюжетом Каждый раз По бочке Уполняю Не надо Но бес Не умер Бес Его Занят Старый Занят Он Не до тебя Дел Других Повторых А что Тогда Думаешь Черт Обхитрить Вредовый Че Получше Надо Скажем Старый Так Не потерплю Так Он что Ходить Не может А что Не занят Что Старое Охуенное Оправдание Не хочу Пиздиться Там их Спущу Дает Вы находите Дом В живописном Месте Близ и Скоро В дальнем Углу Вы Замечаете Беса Эй Окаянный Здравствуй Вот и Это Как Это Сказано Тарак Он уже Это Еще Почему Я Один Бес У него Старательный Пусть Идет Егор Уже Не Но Как Мне Убедить В этом Его Самого Так Ты че Старый Он стал Так А че Ебать Тогда Надо То Сказать Думаешь Черт Обхитрить У меня Просто Интересно Не Его Бес А че Он Тогда Про Его Вы Находите А че Тогда Он Говорит Что Я Думала Бес Лучше Знает Чейный Он Замечаете Беса Вот Откуда Здесь Столько Насекомых Беличка Тут Работает Клик Отдал Да Но Я Думаю А как Так Может Он Забыл Про Него Ну Окей Хорошо А Почему Тогда Он Откуда Бес Он Почему Не Знает Там Врач Здравствуй Колдунь Вашему Дед Егор Отпустить Вел Это Как Это Я К Такому Не Привык Я Тебе Не Обычный Бес Сказано Тараканов Разводить Он Уже Не Сможет Запутали Меня Черт Егор Уже Но Как Мне Убедить В Его Самого Чертей То Он Мне Передал Так Что Будешь Меня Слушать Да Всех А Он Теперь В Моем Услужение Давай К Заканчивай С Этими Тараканами Вот Оно Что Ну Будь По Твоему Только Работа Мне Другую Придется Подыскать Блядь Вечно За Дедом Надо Говно Почищать Что 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 Тут Говорил Что Не Всех Передал Да Когда Сегодня Не Успеваете Вы Возразить Как Демон Обращается В темный Вихрь И Залетает В Ваш Пестерь Лучше Мы Отпиздили Когда Исчезает Бес Разбегаются И Тараканы Благодарный Крестьянин Дарит Вам В Дорогу Немного Своей Добычи Пестерь Это Чумудан Какой То В Котором Бес И Сидят Ты Меня Довести Хочешь С вами Спасибо И Можно Узнать Долк Будешь Щеки Дуть Из Какой Ой Я Не могу Да И Поздно Уже Ведьму Слющ Отыгрывать Дать Привет Не Був Первый Суш Фельдшерский Пункт В этом Селе Выстроили Большой Фельдшерский Пункт Где Якобы Блин Где Якобы Болезни Лечат Понятное Дело Что У них Мало Что Получается Они Не Колдуны Теперь Далека Рад Далечились Да То ли Дело Наш Блин Слово Забыл Гомеопатия Правда Так Трава Мурава Трава Мурава Собачий Гриб Эти Грибы Не надо Они У нас Собачьи Считаются Когда Спать До Скоро Жертв Лихорадки Вам Становится Не по себе Отжужжание Мук Снующих Возле Жертв Лихорадки Тем Не Менее Цели Вы Достигли Теперь Нужно Дождаться Глухой Ночи И Собрать Необходимые Ингредиенты Не Прогоняя Лихорадку Вопрос Речь Вроде Как Не Шло Просто Ему Зла Не Да Ебывайся Все Сложно Что Батюшки Это Че Тела Чоль Сколько Их И На Улице Оставлены Напали На Муху Не Мы Ее Убили Прогнал Не Убили Может Прогнали Там Ват Или Куда Там Еще Грех Как О Нет В Бадье Застряли Блин О Можно Паркки У кого Это Бинты Постиранные Висят И Белье Больных То Много Проблем Ты Сам Придумал А Сейчас Мы Решим Не Мозги Поебать Это Бинты Постиранные Висят И Белье Что В сарае У нас Имеется Здесь Хранятся Различные Инструменты Для Работы В Огороде И Живут Домашние Птицы Праву Хочу Ой Тут Страшно Блин Вроде Вон Дергаются Здесь Лежат Самые Тяжелые Больные Скоро Одного Трясет Лихорадка Значит На него Глаз Положила Вы Можете Помочь Больным И Вывести Ее Но Для Этого Нужно Изготовить Отвар Так Сейчас Со Склянками Будем Выражать Как много Склянок Все С травами Наверное Он Сперва Разрешение Спросить Да А те Что Не С Травами Те Не Робят Ты Че Тут Ходишь Не Боишься Болезнь Подцепить Плечо Не Слышала Что Тут Горь У нас Объявилась Иди Давай Отсюда Че Глаза Выпшила И Так Лекарств Не Хватат Да Еще На Тебя Тратить Придется Расскажи Про Болезнь Вашу Давно Вас Накрыла Так Нет Недавно Но Сильща Какая У нашей Сестрицы Всех Без Разбора Ловит Многие Люди В смерть Вошли Талант Приигрывает Может Реально Так Тут Говорит Нет Ты Давай Иди Лучше Дома Спрячься Чтоб Не Взяла Тебя А мне Что Я Уж Повидал Свою Помогу Лючам Лекарство Чем Лечишь Ты От Лихоманки Так Ничем Знатких Нет А доктор Высывали Так Не До Нас Ну Говорят Тоже Килу На него Напустили Я Одна Тут Осталась Работаю Как Бурая Волчица Как Доктор Это Зовут Ознаткой Один В Петербурге Учился Александр На его пожертвования Этот пункт Выстроили Да И вообще Он врач Искотский Тоже Помогал Животиной Тоже Так Животиной Ваш Искор Что Про деревню Расскажешь Вашу Да Че Село Как Село Говорят Чуть Тут Раньше Жила Давно Так Всякие Сказки Досказывают Особенно Про Городище На Том Холме Ну да Это Вон Это Лихорадит Еще И молния Сверкает За окном Так Вещи Отметить А че Мне там Трава Что ли Насобирала С грыбами Так Искор Искор Не знаю Чем Помочь Больным Кукушкины Слив Пошли Как Улис Катана Как Как Какашки Выглядят Куриные Человеч Сарая Может Есть Здесь Хранятся Различные Инструменты Для работы В огороде И живут Домашние Птицы Вы Разгоняете Курицы Собираете Необходимое Для отвара Количество Ингредиентов Да не Я хотела На них Потыкать Они просто Не подсвечиваются Интерактивной Точкой Вы Нашли Все Нужные Травы Теперь Смесь Готова Однако Крестьянину Нужно Дать Ровно Четыре Кружки Отвара Посуда Здесь Не Самая Подходящая Но Вы Понимаете Что Даже В ней Можно Отмерить Необходимое Количество Жидкости Блядь Но Только Не Та Хуйня Один Плюс Два Равно Четыре Это Значит Это Вот Это Это Вот Это Здесь Нужно Четыре Остаться Да Целить Я должна Тоже Четыре Тут Три За Меня Ну Нет Буду Ебаться Блин Мучиться Четыре Куда Деваться У меня Правда С трудом Даются Такие Вещи Но Я Брут Форсом Решаю Такие Тукенцы Так На Четыре Пять Шесть Семь Восемь Пять Дается Три Так Бля Давай Льем Сюда Как Это Делается Типа Сюда Тыкву Куда Наливать Правильно Тут Три У нас Осталось Сюда Льем Так Блядь Вот так Вот Извините Запуталась Три Переливаем Сюда Сюда Наливаем Две И че Нахуй Не знаю Так Или Подожди Если я переливаю Две сюда Здесь Становится Пять Пять Ага Бля Да Часто Встречается Но каждый раз Блин Мозг Трещит Три Четыре Пять Шесть Будет Пять Тут Один Тут Три Четыре Как раз Верно Верно Сейчас Главное Не запутать Отсюда Сюда Да Я ебло Я ебло Пять Один Два Три Ой Блядь Ладно Брутфорс Брутфорс Один Три Все Сломалось Три Это Перелью Останется Две И мы В кале Да Да Ой За что Одно Действие Так а как Если сюда Тут две Я уже Налажал Что Что Я Испортила Все Я примерно Помню Ходы Как я Могла Иначе Из Из Левой Среднего Надо Было Чтобы Стало Три О В Натуре Так Что я делала Как я это делала Я не знаю Так поехали Заново Я сказал Что все Запомнил Я обманул Нагу Так Так Сюда Из Большой Сюда Из В Малую И Ну Глупый Человек Отстанься 5 5 3 2 12 48 И Что я 1 4 1 Да Сейчас Подожди 5 И Нахуй Я это Сделала Так 6 6 2 Сюда 5 1 Остается Как я это делала Запомнила Она все Говорит 2 5 А как мне до этого Иначе-то вышло Я с такой уверенностью Все делала Ну хватит Блин Ну я наверное Смогу Выкрутиться Как-то Да Блин Туда нажала Стоп Подожди Все Мы окончательно Вкали Давай все Заново начну Подожди Я не скликнула На этот раз Кажется Назад Да Опустошить 6 5 Надо Так Поехали 5 Сюда Нет Там можно Назад И сбросить Все В ноль Назад Это выйти А сбросить Это Не выйти Но сбросить Разве нет Так Лью В большую Банку Я могу Оставить Так А если Я налью сюда 3 Перелью сюда Потом сюда 3 Тут останется Единица Тут будет 5 5-1 А здесь Останется 2 И че На хуй Ебучий Караул Ненавижу Эти загадки Думать надо Надо 4 набрать По толстой Отметиня Так Из большой Переливаем В Такую Делим На 2 3 3 2 5 6 1 1 1 Делаем 6 Остается 2 Из 6 Мы Что Сделаем Добавим Сюда 1 2 3 Останется То же самое 3 А нахуя Может мы 5 Делаем А потом Мы че делаем Нет Мы реально Делаем 6 Потому что Какой в этом Толк 1 Отделить Чтобы отделить 1 Я должна Сделать 6 2 Сюда И сделать Единицу Так Сейчас Главное Не бескликнуть 6 2 Сюда Сейчас 2 Сюда 1 Отделить Вот Большая Банка Здесь 1 Здесь 2 Здесь 5 Нам Нужно 4 Отсюда Отсюда Мы берем Единицу Тут Остается 4 И Все Нахуй Да Так Так В маленькую Четверочку А нет Подожди А че все Это У меня Получится А нам Разве Не в этой Банке Нужно Оставить Нет Я думала В этой В любой Банке Можно Оставить Я почему Сюда Хотела Именно Наливать 4 Отмерить И все 3 Не к одному Да Вы Умные Ребята Единицу Лью И все Хорошо Да Спасибо Да Блин Тяжело Мне такие Загадки До Отвар Готов Остается Напоить им Крестьянина Которого Мучает Лихорадка Эти 500 Зубов Ваше Как Плыть Здесь Лежат Самые Тяжелые Больные Скоро Одного Трясет Лихорадка Значит На него Глаз Положила Вы Можете Помочь Больным И Вывести Ее Но Для Этого Нужно Изготовить Отвар Меня Просто Смутило Что До Этого Пазл Который Был Это 4 Сегмента На Идоле Где Нужно Просто Составить Картинку Я думаю Вы Совсем Меня Что Дурой Считаете Потом Они Мне Дали Дележку Сосудов И Хорошо Что Я В тот Раз Не Жаловалась Так Напоить Вы Очерчиваете Круг Даете Больному Немного Отвара И Делаете Шаг Назад Ух Кухая Египетская Женщина Какая Приятная Встреча Всегда Меня К волхвам Разным Тянула Мне Нравятся Ваши Тайны Ты Дева Знала Что Они Опаснее Меня Опасно Очень Зацензурили Конечно Я Говорю О Своей Ненастной Ипостаси Тайны У знатких Не так уж и много Тайн Не больше Чем у других Людей О Это Не так Когда-то Мой отец Ирод Великий Был Вынужден Загубить Бесчисленное Множество Невинных Детей Можем Ли мы Его Винить За Это Или Мы Должны Винить Вас Волхвов Которые Умолчали О вашем Загадочном Будущем Царе И Где Он Сейчас Когда Очевидно Я Управляю Этими Жизнями Меня Не Запугаешь Пуганы Уже Даже Может Слишком А Персонифицированный В образе Женщина Болезни Ага Сужую Грудь Ирл Давно Очень Лихорадка Расскажи Про себя Что Ты За Бес Такой Ах Это Северная Глуш Какие Зыски В Манер Но Я Не Прочь Поговорить С Тобой Возможно Ты окажешься Собеседницей Получше Этих Никчемных Крестьян Запомни Мое Имя Соломея Может Моим Сестрам И нет Дела До Имен Но Не Мне Не Мне Не Глядея Не Агнея Не Каркуша Не Пухлея Меня Трясет От этих Прозвищ Трясет Я Не Знаю Мозберг Че Там Про Казни Египетские Было Ну О чем Я Да Я Такая Же Как Ты Когда То Я Была Человеком Ну Сама Знаешь Или Это Про То Почему Я Египетской Назвала Не Знаю Только Из Вот Этой Вот Штучки На Голове Теперь Я Получила Силу Больше Чем У Любого Смертного Ну И Возможно На Тогу Мне Показалось Ее Деяние Похожим Не Сравнивай Нас Я На Тебя Совсем Не Похожа Не Похожа Но Только Пока Вольные Зачем Ты Мучаешь Этих Людей На То Мое Предназначение На То Моя Не Обходимость Видишь Юная Волшебница Я Древнее И Бессмертное Существо Но Питаться Мне Надо Этими Больными А на Фоне Мужика Лихорадит Так Лихорадка Выглядит Выходящие Из него Черные Частицы А за Окном Ветер Деревья Колышет И Молния Сверкает Мне Нужен Конечно Тебе Нужен Мертвец Для Обряда Летнего Солнцестояния Ах Волхвы Идут Тысячи лет А вы Не Меняетесь Что ж Радуйся Тому Что Встретилась Со мной Я Дарю Тебе Свою Жертву В знак Уважения К тем Кто Стремится К Знаниям Довольно Я Должна Решить Что Делать С Этой Чертовкой Не Знаю Мост Прогнать Лихорадку Похоже С Этой Бесячкой Так Просто Не Договориться Я Заставлю Ее Выйти Только Если Убью Крестьянина Или Перехитрю Ее Думаю Вспыльчивая Чертовка Здесь Не Усидит Если Потравить Ее Как Следует Послушай Каркуша Я Тебе Не Каркуша Я Соломея Соломея Как Как Че Ты Не Расслышала Огнея Что Ль Я Покину Этот Дом Но Лишь На Время Меня Не Прогонишь Да И Биться С тобой Я Не Хочу Бля Надо Было Отпизить Да Вокруг Так Много Древних Городов В Которых Я Смогу Спрятаться И Переждать Тебя Не Хуже Чем В Своих Покоях Не Буду Искушать Судьбу Ведь Я Не Первый Раз Встречаюсь С Волхвами Не Успеваете Вы Прочесть Заговор Как Лихоманка Обращается В Зловонный Вихрь И Уносится Прочь Переиграть Опять Ловушку С сосудами Нет Судя Потому Что Крестьянину Не Становится Лучше Она Оставила Частичку Своей Сущности В Лечебнице Погоню Теперь Мне Нужно Выследить Ее Главное Не Ошибиться Кажется Она Говорила О Каком То Древнем Городе Это Куда Ж Она Сбежала Уже Вряд Ли Далеко От Своих Жертв Проискорм Мы Пиздели Да Или Мы Сейчас Вскоре Находимся Я Не Знаю Я Опять Нихуя Не Запоминаю О чем Речь Да Город Очень Старин Недалеко Но Далеко От Искор Он Очень Она Упоминала Город Какой Это Разве Вильгард Кудемкар Кто Помнит Что Я Нихуя Не Помню Третий Кудемкар Кудемкар Не Нихуя Какой Толк Если Вроде И так Все Вышло Подсказки Было Написано Кудем А А Чтобы Добраться До вершины Искорского Городища Нужно Пройти Между Тесными Скалами Этот Ласт Называют Узкой Улочкой Почему Не Искор Не Искор Узкий Проход Между Скалами Затянут Болезнетворным Туманом Значит Вы Идете По верному Следу Соломея Прячется Где-то В древнем Чудском Городе Здесь Жанна Оставила Несколько Своих Прихвостней Остается Лишь Достать Черную Книгу Это То 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 Так Это Вроде Малыши Но Они Толстые Блин Толстые Толстые Далеко Есть Древний Город Ряд В Головоломки Головоломочки Так А если Я Девять Стре Да Но Этого Я Блюг В любое Время Могу Добить Блин Просто Броней Типа Закидаться И Все А 8 8 16 Еще Пожалуйста А тут Понизится Урон Забыла Могу 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 Что Надо было Выскоре Говорить Или что Выскоре Точнее Вечный Увеличивается Ой Блядь 9 Сколько Тебе Надо Чтобы 9 8 8 16 20 25 На 3 75 Определенно Больше Чем Надо А Б înt Бх А Бх Бх А Бх 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 Могу Могу Га Бх А Бх куда уж еще больше то становиться друг мой чо он просто толстенький главное чтоб не из чару вечно на 10 это много классного с одного достаточно а чё пошло не так я опять ту карту перепутал надо выкинуть на хуй ссоре каждый раз одно и то же 4 5 раз я вот ловушку подали сколько где-то черная книга выкинуть на давно море вот это вот хуйню без колдуна а я что у меня тут было то у меня была беленькая карта нас на хуйню так на вершину из корского городища сбежала лихорадка нужно поторопиться если я хочу прогнать ее из деревни она в другую деревню сказала убежит не у него деревня гора у нее ей ой а жалко будут скорпионе она прям сама так спит он выгадит нашел а не дурно волшебница ли над этого дождя надо скрыться в одном местечке я приду на попереду вдвоем где он н Продолжение следует... Продолжение следует... Прям холодно... 50 грехов, ну блин... Мне интересно, мы бы сразу, типа, минув первый шаг... Ой, первый шаг, первую битву бы ее догнали... Ну вообще, да, странно, я думала, все... Но меня ты не одолеешь... Хорошо... Я не повелевала тобой еще до нашей встречи... Повелеваю и сейчас, покинешь пор! Я не знаю, Мосберг... Разложение 15, порчи всем... Порчи мне недоступна, а вот разложение это страшно... 450 хп... Поглощает урон от 5... Порчи... Ой, на порчи было бы смешно, да? Не надо на нее порчу накидывать... Нет разницы... Но зато их спубы дали за правильный ответ... Вот еще... Устанавливает здоровье... Полностью поглощает от 5 атак... Но вот я не совсем понимаю, это считается атакой, да? Да... Первую я сейчас из молоко все улетит, блин... Да, улетает... Она разложение на себя скастовала и порчи на себя, чтобы... Пилиться... Ох, сука... Не минуй мость порчи по всем... Ох, сучара... Скажись, думать опять надобно будет... А я муж похуй напорчу... Подавляет стойкость к порче... Эта хуйня висит и мне насрать, потому что она не стакает на меня порчу... Да, замечательно... Гниль по всем, нежить на всем... А нежить и гниль, это что? Нежить лечащие эффекты наносит урон... Увлечивает яд в начале хода на 5, блядь... Ааа... Да, я могу теперь пробивать ее потихонечку... Снимает негативный статус... Так, давай-ка я себе накину броню, чтобы просто карту потратить... Заодно что-нибудь сниму... Правню с глаз... Ага... Ой, как больно было... У меня от чего сейчас 14 ебануло? А порчу она ж не наносит мне, потому что... Почему так нахуй? Подавляет стойкость к порче... Бля, она страшные вещи делает... Я ж прочитать не могу... Я отнач... Ой, пизда... Какая мне пизда... Какая ж мне пизда... Очень страшная пизда мне будет сейчас... Долго от глаз-то нет... Спаги от порчат... Вроде как не меняла... Не могу посмотреть на вещи на свои... Ладно... Ладно... Давай орать... Как будто все нормально... Ни хуя не нормально... Ой, дебаф... Можешь снять чем-нибудь... Что-то там с него есть... Ай... Ой, как страшно... И здесь как страшно... Я еще и лечиться... Блин, не могу... Как самонадеянно... Неужели думаешь... Одолеть саму дочь Ирода? Да хоть дочь самого окаянного! Двенадцать в начале хода... Но она просто накинула... И, видимо, это потому что... Она была накинута ей похуй... Слушай, может она сейчас сдохнет... Блин, а? Хил восстанавливает мне... Ой, дамажит меня... Кот, не надо лапки... Я просто, может, сейчас наколдуюсь... И мы помрем тут куям... Двенадцать меня дотает... Яд четыре... Пятьдесят три на три... Ох ты ж, бля... Главное, до следующего... А, нет, мне пизда... Очень страшные вещи делаются... Я здесь, поход дела, никак не переживаю... Потому что... Ну... Потому что... Могу ее зануть одну хуйню... А... Шестьдесят два на три... А все равно не хватит... Блин... Ну... Допустим... Все равно мало им ничего... Это меня продамажит... От защиты толка нет... Можно было съесть... Можно было съесть... Да не говори... Я вот тоже не знаю... Тут все крутится, вертится... Ничего не понятно... Ну, блин... Мало... Не умрет она... А вот я скопычусь... После первой же атаки, да... Прям, кажется... Колод надо будет строить... Оно очень много... Может, я нагло попробую заново... И буду надеяться на другой результат... Либо можно было... Соломонида... Может, дебаф нежить снять... Да... Но... Я как бы что ни кастовала... Еще и урон мне дамаг наносит... Фу, блин... Еще и хил наносит мне этот... Урон... Дебаф... Ладно... Давай попробуем снимать... Она их очень много накидала... Что самое страшное... Она отспорчивалась... Страшная... 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 Забурстить... Как? Я могу две карты потратить... И сейчас я, типа, тоже могу что-то потратить... Ну, а толку? Броня вообще здесь нахуй не нужна... Я так и делала... Но сначала у нее пять щитов... Вон... Можно было... Сразу снять с нее позитивный статус, да? А? Травой... Можно я попробую сейчас это переграть? У меня же вроде была такая тема, да? Негативный... Вредный... Следующий... Или травы не было на снятие... Может, я обманула вас? А, нет... А, нет... Нихуя... Ну, бля... А что поделать досу? Может, бы стануть себя по демеджу хоть как-то, бля... На три... Ну, а что там? Три урона толку от него? Нет, гриба... Порчи есть только... Есть порчи на меня... Есть порчи на меня... Ну, попробуй сейчас второй трай, если что, потом уже буду ныть и говорить, что меньше не получается, как обычно... Страшно она противник, блин... Вот, сразу она на вся баф вешает... И я убрала из колоды ту хуйню, которая снимает позитивный статус врагов не вовремя, да? А мне сейчас 15 разложений... Сразу, типа, снимать негативные статусы, пока страшно не стало, пока он один... Тоже накинем, блин... Порчи на минуемость... Так, опять снимаем с себя негативные статусы... Негативный статус... Спокойной ночи... В 15 минут... Вот, потом два статуса будет, можно быть травой один снять, да? Блин, не снялся этот негативный статус... А что это тогда? Порчи... Как самонадельно... Да хоть дочь... Да хоть дочь, блин... Варианты есть... Ага... Блин, я просто не совсем поняла, почему у меня не снялась хуйня вон та... Сейчас я продамажу... Ааа... Что это? Вот это 9... Ааа... Ну что, порчу она усложняет... Там только если слух... Ааа, да... Ааа... Все, поняла, виновата... Хорошо... Сама дурочка... Налажала опять... Где тут можно было снимать эти штуки? Забыла, как трава выглядит... Тут раз так надо... Извините, да, про слоги... Я каждый раз себя ловлю на эту ловушку... И за каждый каст по 5 кп с меня, блядь... Стой... Не губи... Мы... Договоримся... Не о твоем коварстве... Меня не одурачишь... Неименуемость... Так, сглаз еще один... Саламандра снимает... Я не сдохну... Наверное, да... Семьдесят три на три... Это... Две... Да... Ей должна быть пизда... Да... Даже плюс семьдесят три больше... Сейчас... Главное отказ... Совать не помереть... Ох, бля... Не знаю, что я с первого раз там что-то налажала... Где-то, наверное, опять со слугом... Лихорадка исчезла... Она не потревожит и скор в ближайшие годы... К сожалению, эту болезнь изгнать навечно очень сложно... Как и любых древних песен... Такой еблю минус один грех... Дождавшись ночи, вы, скрипя сердце, набираете у жертв Саламии жира на свече для обряда... Мертвецам он все равно уже не понадобится... Навстречу им двенадцать камух антихристовых дочерей... Люту, да да, я с ней сколько уж сижу... Причем, по сути, сколько там... Три или четыре карты, что ли, у Завицы... Кайф... Всегда так... Ой, не хвастайся... Плакали, мы тут слезы утирали... Ну... Лихо ты из черномазей-то обращаться стала, Василиса... Не зря учил... Да только не такая я еще сильная, как ты, дедушка... Ну, это покуда никому не ведма... Что искать будешь? Церковным ножом сторож наш какую-то векшицу приезжую убил... Прямо у паперти... Его в полицию забрали, в чердань... Где этот нож тоже никому не известно... Никифорыч уже давно это... Умом поехал... Как жены не стало... Мне он добрым мужиком-то казался всегда... А ты давно ли с ним виделась? Сейчас, видать, от старости совсем из ума выбился... Вот и пошел по косой-то дорожке... Да и добраться до него опять же... Думаю, полиция его держит в уездном управлении... Ну, казенка там у них временная... Тюрьма? Тюрьма... Какой-то... Надеюсь, там он... Если нет, как мы этот нож разыщем? Так чё ж они преступника вместе с ножом шею в камере держат? Да и из другой церкви-то может не подойти... Сама понимаешь? Ну, за дело... Придумаю чё-нить... Там опять просители и целый вагон... Зря удивляюсь... Так, смущает меня тресковочки твои... Антипка засел киллой в новорожденном младенце... Ребенок чуть не погиб, прежде чем бесы прогнали молитвами... Ой-ой... Это не я... А, ты про свою эту-то говорил... Работу... Смекалистый солдатский сын перехитрил вашего беса... И тот вернулся с подгоревшей шерстью и поруганным самолюбием... Жесть у меня бесов-то... Кстати, у меня там новая стойкость к статусу шипы... Да, тоже похуй, наверное, это... Один, семь... Три, два... Три, три... Прицепить... Ой, прицепить лишай на корову... Иди... Приклеить? Ну, как на суперклей, так отдерут, наверное... Блин... Так... Тогда только этого-то и осталось... Я за десять монет, блин... Он бы тоже меня, блин, драконил бы... Но я его из-за этого... Из-за травок отправляю... Грехов-то девять уже... Три, один... Два, пять... Три, два... Водить по лесу... Повелевает тараканами, надеется получить повышение и управлять мухами... Ага... Так, вы сидите... Блядь, в смысле... Блин, какой ужас, Фобос... Блядь... Че, слушай, Василиса... Пора мне от тебя улетать... Не могу в людских норах больше жить... А, новый квест нам даст... А я думала, поможешь мне печать это открыть... Карл... Ладно, помогу... Ну, а ты мне помоги своей рощей обзавестись... Я летал по округе... Приглядел одну на севере... Нет там хозяина Лешего... Нет... Поможешь мне в ней поселиться... Я тебе с книгой помогу... Карл... Карл... Ладно... Помогу... Если лес-то недалеко... Да тут в округе... Пойдем, полетели... Карл... Погоди... У меня ни крыльев, ни мази Купальской пока что нету... Догоняй... Так, ладно, давай я сейчас выйду на локацию... В деревне можно поподробнее о лесе Том... Вороневом узнать... Разузнать... Уровень до 19-го чуть-чуть не хватает... Сейчас скажу... Встречные крестьяне снимают шапку и кланяются, заметив ваше приближение... В Симоновском поселении уважают как деда Егора, так теперь и вас... Особенно после того, как старый наставник прогнал и коту сразу у трех ребятишек... На которых давно махнули рукой приглашенные доктора... Так, уровень какой у меня... Ааа... Шестнадцатый... Ой, до 19-го еще далеко... Так... Я хотела проверить, сохранилась или нет, а то что-то засидела сегодня... Так... Все, вроде как нормально должно работать... Чтобы заново раз за разом не слушать новая история... Пойду отдыхать... Спасибо большое за внимание... Щеки не дуйте, не будьте как я... Все обязательно приложат... Увидимся завтра в то же время... В 8 вечера в Москве плюс минус... До свидания... Спасибо, пока...